Ironman, все дела. Попытка... Попытка... Не считаем мы попытки. Это одна из базовых миссий, новый трай. Очень хорошее начало, не хочется сглазить. Я пробую новую тактику с большой активностью в регионах. Это приводит к тому, что появляются... Собственно, я не уверен, что это правильная вообще тактика, потому что я слишком сильно форсирую события, увеличиваю влияние адвента в этом регионе. И, как следствие, получаю противников более высокого уровня. Мне кажется, что нужно делать более грамотные серии... Даже со стартовых двух регионов стараться делать так, чтобы у них сила адвента была разная. Чтобы ты в конспирацию ходишь, например, в одном регионе, разворачиваешь активные действия в другом до определенного левела, например, до определенной активности пришельцев. После этого сворачиваешь активность там, переходишь в другой регион. Для того, чтобы у тебя, по крайней мере, был выбор в плане сложности миссии активности пришельцев. Потому что, когда у тебя оба региона более-менее активны, ты захочешь, не сможешь сделать шаг назад. Вот. И минус тактики с очень агрессивным наймом рекрутов и с повышением, соответственно, активности адвента в регионе, потому что чем больше рекрутов, тем больше, получается, активности, заключается в том, что у тебя времени очень мало на исследование и на обучение бойцов. Сейчас мне придется, например, сражаться уже с танерами товарищами и со змеями, имея буквально первое звание бойцов. Я, скорее всего, если эту миссию выполню, мне нужно ее выполнить ради... Ну, во-первых, чтобы выжить для начала. Так, а куда этого лемминга-то можно поставить? Наверное, вот сюда стоит уже. Тоже в холл кавер плохо обходится. Миссия убить или захватить випа и эвакуироваться. У меня есть 11 ходов на этом, но здесь уже сразу дроид, 3 человека, но это не самое страшное. Тут 2 обычных и 1 офицер. Дальше идет станер и змея, как минимум. И я хочу текущий ход пропустить. Код пропустить. У меня получилось на 3 месяца выбить из региона адвент полностью. Даже в уме, что это тоже возможно. А каким образом? Развед данные спецмиссии или что? То есть, каким образом адвент, в принципе, убирается из региона? У меня сейчас на первой миссии змея агрейжена была вместо сектоида. Вот удивилась. Это сделали после Блунгворя в каком-то патче. Кажется, 1-1 добавили. Раньше такого не было, да. Я тоже удивился, уже было такое у меня. Так. Этот даже упырь может флангануть, гад. Но мне Леммингов бы подвезти, как там. Под укрытие полное. Скорее всего, даже... Нет, это плохое место. Я хотел его сюда, но это вообще рискованно. Давай вот так. Да, спецмиссия в конце была, после того, как сила адвента снизила до единицы. А как ты снизил силу адвента до единицы? Вот в чем вопрос. То есть, за счет чего? Конспирация не снижает силу адвента, насколько я понимаю. Материалы увеличивают вероятность появления определенной миссии. Рекруты тоже, насколько я понял. Неужели развед данные? Есть цепочка миссии Liberation. Тебе надо выполнить ее без фейлок. Если миссия фейл, ты генерится заодно. Понятно. Не встречал, кажется, такой цепочек. Поэтому будем ждать. Liberation, освобождение. Так, станер и змея вроде чуть-чуть отошли наверх. Но и эти отходят дальше. Это плохо. Ой, змея, змея рядом с машиной! Так, ребята, это хороший момент для того, чтобы все к чертям собачьим взорвать. Этот, правда, подходит. Но мне придется сражаться с полудюжиной врагов. Так, если я сейчас буду двигаться ракетчиком, то меткость ракеты снизится на 30%. А мне-то фактически нужен только вижен, правильно? Так, давай так. Смотрим. Раз, два, три. Не рядом с машиной. Не достаем. Ну, машину типа взрываем, но не факт, что взрываем. Так, а хэвик у меня вообще может? Хэвик. В смысле, гранатометчик. Гранатометчик без обилок. Увы. Черт возьми. Но шанс-то неплохой на самом деле. Так, а ниндзя у нас может и не спалиться, да? Сейчас, погодите. Тут лучше не торопиться сильно. Так, тут точно сюда. Хэвику надо подходить. Так. Этому тоже подходить. Скорее всего, еще плюс один ход, друзья. Только так. Может, даже вот так вот. Чтоб я смог выстрелить до этого. Да, давай, Росбрейн, на тебя очень многое зависит. Так, VIP увидели. Чтобы захватить, подведите поближе, используйте способность задержания. Да, я понял. Так, этого не обойдут. А вот этих дальше могут обойти. То есть надо подходить все-таки на пол ходиком. Чабир стал ноль, не поддержал ваш канал на сумму 50 рублей. Спасибо. Мишаня, здравствуй еще раз. Диаблист. Большое спасибо, что зашел в гости. Очень подбодрило. Жду новых чаров от тебя на стриме, помимо твоего великого. Мишаня, товарищ, играет в Diablo HD Mode. Похоронил лучницу на псе. Успел пес проскочить. В клипах хороший момент есть. На перевызове голема хостовый пес. Но сам виноват, дистанцию не держал. Сейчас за варвара играет, насколько я знаю. Можно подойти ниндзя сюда. Так точно не обойдут. Давай. Я боюсь еще третий пак спулить. Овер. Овер. С богом, ребят. Эти подходят. Если они кучно будут стоять, будет очень хорошо. Но эти сейчас куда-то пойдут. Рядом с машиной, может. Ну вот сюда точно гренкой нужно забубенивать. Гренкой или ракетой? Скорее всего, ракетой. Стоять. Далеко. Далеко ушли, гады. Зато этот подтягивается. Итак. Ракета ориентировочно вот так. Чтобы задеть машину с вероятностью ее. Вообще лучше с эпицентром. Потому что в этом полезном документе еще написали, что вероятность попадания. Во-первых, если специалист, ну не специалист, как называется-то. Короче, рокетмен двигался, то у него снижается меткость на 30. И, в принципе, при каждом, там идет серия проверок с смещением на одну клетку. То есть лучше, во-первых, не двигаться. Во-вторых, делать эпицентр там, куда ты прям хочешь попасть по врагам. В этом плане, конечно, машина мне не очень выгодна. Стоит ли делать какие-то предварительные светошумы? Думаю, нет. Тут рокет. А стоит ли делать какие-то овервочи предварительные? Может, тогда гренкой, а не ракетой, что мы так и так накрываем троих, а ракетом мы с большей вероятностью накрываем, да. Стоит ли делать овервочи? Отсюда ты будешь видеть кого-то? Не будешь. Мне не нравится это полуукрытие у пуха. Ладно, пухом тогда оставим. Тут овер. Тут стрелять будешь ориентировочно. Тут, скорее всего, овер отмэкспертом. Остается у нас рокетмен. Давай разбрейн. Сразу два пака. И урон так себе будет. Два, пять. Ракетчик. Только точно никак. Здесь шесть человек, да? Слушайте, а здесь была не минимальная случайно? Мне кажется, незначительная все-таки. Не, лучше рокет. Хотя они могут сами к машине подойти, разбежаться, использовать ее как укрытие. И дальние тоже могут к машине подойти. Не, не надо пока ее взрывать. Делаем вот так. Эпицентр ближе к кому? К змеям. Поехали. Даже вот так вот. Чтобы ближе к тому тоже был. Догрена просто не промажет раз. А у ракеты АОЕ больше, это два. То есть мы с большей вероятностью накроем далее. 2, 1, 3. Очень глубокий урон, ребята. Прячьтесь за машину, за машину. Вот это два станнера, конечно, дикие. Овервоч 1 по змее. Единичка царапины всего лишь. Четверочка, неплохо. Два хита у змей. Так, вот сюда вот уже... Агрец второй пак. А мне там флангуют. Так, офицеру у этой, те с углам. Ну, дроид, да, дроид стреляет, летает. Успеет ведь еще. Не, не успел. Хорошо. Разбираемся. Тут ракета, точно, чтобы змею добить. Есть у нас ниндзя, который может работать. Ракету точно с местом. Ракету ориентировочно вот так. Чтобы добить двоих. Всего двоих. Точно. Я там вроде как-то задеваюсь. Не, не задеваюсь-то никак. 2, 7 всего, точно. Может, лучше вот так. Змею-то пофиг, а тут раз, два, три, четыре. И офицера еще можно взрывом. Давай вот так. Ну, главное попасть, конечно, это маловероятно. Попал. Ой, какая грязь. Минус один сразу же. Минус второй сразу же. Машина не взорвалась, правда. Этого подэмиджили, этого подэмиджили. Так, этот минус, этот минус. Змея гренкой добивается, но это уже так. Это можно... Она разными способами добивается. По-хорошему надо... Попробовать взорвать офицера или кинуть гренку вот на этих двоих еще одну. Здесь можно забрать змею. Вот отсюда, сохранив кавры. Наверное, это лучший момент. Обойтись они смогут. Вероятность очень хорошая. Поехали. Давай, давай, давай. Добили. Лут выпал, кажется, судя по звукам. Да, отлично. Ядро иллирия. Далее гренку на угловых. А, у меня уже не осталось никого. Кто не ходил. Получается только светошум. Светошум не факт, что докинул. Да, это плохо. То есть я не блокирую товарища станнера. То есть мне только овервочить надо. Ой, сектует еще. Да ладно. Грязь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, просто сектует, а сам не страшно. Но то, что там следующий пак, это, конечно, грязь. О, есть овер. Давай, давай, попади, сними его. А, дроид еще один. Ой, попал на пятерочку. Один хит оставил. Вот этот стан. Мимо. Крит. Кровотечение. Грязь. Все. Паника, паника. Еще полез туда, не прикинув гренку. Этот на овере сейчас будет стоять, да? У него тоже сейчас хороший. Полукавр еще. Дальше сними. Дальше сними. Дальше сними. И восемь ходов стоят. Во-первых, там на овере сидит чувак. Тут мне явно нужно что-то с гренкой делать опять. Наверное, его забирать вот так. Потому что другим способом я его оттуда не выкури. Поехали. Сейчас еще своего опыта его пытаться выносить, а времени нет. Так, убили. Овервочу больше нет. Фух, твори добро, ах. Офицера мы не флангуем. Дроида бы добить одного, второго. Можно этого огнеметом пожарить, но тогда я своего пожарю. А стоит ли мне вообще своего как-то пытаться? У меня вообще аптечка есть? Я не факт, что брал аптечку. Здесь хорошо бы гренку на этого сделать. Блин, да ты-то капец уже. Уже капец, Михаил. Уже капец. По опасности что у нас? Этот топ-1. Офицер, наверное, топ-2. Учитывая простоту убийства этого, его лучше в данный ход убить. То есть надо как-то 4 хита снять. 4 хита это, опять же, возможная гренка. Это раз. Либо фланг оббегания, которого, повторюсь, нет. Мог я сделать хэвиком это. Мог хэвиком забежать. А так мне сейчас только его закрывать гранатой, причем я могу по-своему попасть. Ну, если прицелишься, не попадешь. Фланг будет. Еще ж зомбарь может добежать. Вроде не добегает. Типа надо закинуть вот куда-то вот. Ну, так мало урона, так не хватит. Надо вот на эту клетку вот так вот закидывать. Но я тогда своего добиваю. Но я его могу не спасти, если у меня нет аптечки. Скорее всего, я взял аптечки. Скорее всего, у меня есть аптечки. Подводить, не подводить за полуукрытие. Может, попробовать просто к ним попасть? Это маловероятно. 41 только по дрону. Я мог наверх забраться. На подрону я не буду стрелять. Поэтому, вообще, 16. Его оттуда, понимаете, не достать. То есть, мне надо сейчас рисковать. Подходить как-то всеми. Потому что времени, опять же, мало. На обвере, напомню, метка есть. То есть, его лучше вообще под фулкавером оставить. Здесь, скорее всего, месить вот так вот с надеждой на стенку. И что пропнет все-таки четверком. Хотя, наверное, было, наверное, низик подавать. Тройка прокнул. Тут возвращаем за фулкавер. Скорее всего, делаем овер. Сюда подходить крайне рискованно. Подходит все кто-то с пулеметчиком. А сколько этого тоже получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подроидом мажет. Ну, это капец. Просто капец, ребята. И он еще попадает с дезориентацией. Этого никто не убивает. Потому что овервотч без сознания класс. Надо было продавать ниндзя. Сюда обязательно гренку надо кинуть. Одного убить, второго броню взять. Надеюсь, зомби-то не дойдет. Хотя бы... Да ладно! Серьезно! Семь ходов. Твою ж налево. Тут оглушение. Ладно, этого мы убиваем. Здесь точно лемминг-пух. Там овер лучше не двигаться, в общем. По-троиму лучше сразу. Это зомбаря убивать крайне маловероятно. Лучше максимум снести у этого. Да, вот так лучше кинуть. Зомбаря нужно светошумом нейтрализовывать. Сектоиду убивать. Хорошо, минус один. В общем-то, флангуется Сектоид. Но я не уверен, что... Не, он не флангуется. Я не уверен, что меня не увидят при подбеге. Не увидят. Вот такое место без кавера. Ладно, усач. Что делает усач? Там овервотч, Михаил. Туда гренку нужно закидывать под машину. Машина уже взрывалась или нет? Взрывалась. То есть офицера я никак, да? Ой, грязь, ребята! Просто грязь. Есть еще опция с огнеметом, типа на пофиг побежать. Нет, ну сначала надо этого нейтрализовывать. Он остается на экспертон, усач и русбрейн. Тут зомби нужно вырубать Сектоида. Тут Станнер нужно усачом его убивать. То есть надо подходить как-то на эксперта, докидывать Светошум. Тут везде потенциальные фланги. Ну, кроме как так, я не вижу опции докинуть Светошум безопасно. Я могу даже его флангануть. Могу снять, убить зомбаря. Ну, я не убью Сектоида, если только не критану. То есть мне нужно... Нужно все-таки пилить Светошум. Дело так, чтобы он прятался, например, за машину, а потом гренкой добивать машину, может быть, сразу вместе с Випом. Випом мы точно убиваем. Кажется, у меня нет аптечки. Сейчас я заметил, что... То есть ниндзи надо было продавать. Зомбарь пока падает. Но овервочет остается. Понимаете, овервочет остается. Тут огнемет. С одной стороны, как бы, для верняка лучше подойти. Гарантированно его убить. Овер не сработает, мы его добьем. С другой стороны, ты не будешь... Лучше его добить, например, вот отсюда вот. Вот, чтобы в следующий ход можно было хоть как-то огнеметом или гренкой пострелять. На тебя флангует сектоит. У него дезориентация. Ладно, давай так. Это риск, овера, правда, нет, но, тем не менее. 70% вот какой риск. Добил, хорошо. Там не 70, на самом деле. Мне устраивало... Считаю, что это 80 вероятность, учитывая царапины, насколько я понимаю, специфику. Которую там мне попытались объяснить. Здесь тоже по-хорошему нужно подходить ближе. Увы. А может и нет. А может и забить. Может и ханкернуть. И уже в следующий ход гренку кидать. Правильно. С богом, ребят. Ну, поэтому я бы не попал все равно. По чуваку. А у меня полуукрытие не хочу. Да что ж ты критуешь-то? Господи, 17%! Пулеметчик овер. Офицер подходит. Стреляет я фулл кавер. Метка. Не успеет выстрелить. Сектоит. А, вот так вот и передислоцировался, да? Стреляет, мажет. Дезориентация все еще есть. Этот все еще без сознания. Товарищ, все очень плохо. Надо валить к точке, короче говоря. Надо оставлять леммингов. Брать, скажем, топовых товарищей. Ну, типа офицеров попытаться спасти. Да, у Росбрейна дезориентация. Это класс. Хорошо, если Росбрейн подходит так. Он ловит овервотч. Но самое главное, он докидывает грянку до випа. И, по крайней мере, выполняет цель. Ну, два хита, Михаил. Два хита. Какая точность у пулеметчика? Скажите мне, пожалуйста. Какая точность у пулеметчика? 65. Низкая точность. Низкая точность. Меньше 50% будет вероятность попадания. А я все равно грянку не кинул. Ты же по дезориентации что-то втупишь. Давай его фланговать тогда. Ну, вроде как, он овер не успевает сработать. И мы его флангуем. Давай. Хорош. Сняли овервотч. Половину хп сняли. Сейчас можно попробовать убить дроида, потому что он не может все продвижение запороть. 6 ходов, Михаил. 6 ходов. Тут 3 полных хода. 3 полных хода. Но еще есть паки. То есть я нужно за фулкавер, наверное, да? Да, за фулкавер. Поближе к этому. И стреляешь по дроидам. 78. Давай, 3 хита. 3 хита. Хорош. Убили. Можно хэвиком подойти поближе на будущее исключительно. Но я бы обновил светошум. Я бы обновил светошум на этих двух упырей. Потому что сектоид потенциально тогда флангует. Да, надо и подходить, и под огнемет подходить. Что рейнджа не хватает. На следующий ход я с сектоидом вместе с этим могу спалить. Значит, подходишь. Главное, пак еще не спулит никакой. Кидаем последнюю светошумовую у него на двоих раз. Остается еще, конечно, офицер. Но может быть там у Леминга есть у кого-то светошумовая? Я думаю, что надо Росбрэйном, извините, просто... Не, не просто. Ему нельзя никуда идти, ему нужно ханкерить. С богом, ребят. Офицер подходит. Граната! Забыл! Паника! Паника! Забыл. Капец, нельзя было так делать. Черт! Я забыл, что офицеров Грянка есть сразу. Чемандр Парад! У нас отступление за врагами. Я почему и двигаюсь из ориентации. Широкое подавление. Ну, короче, это провал просто, конечно же. Мне нужно рисковать, пробегать, снимать из ориентации. 86 опресс. Молиться, чтобы он не попал. Переходить и випа добивать. 92. И вип устранен. Не захвачен. Устранен. Ну и бежать. Бежать к точке эвакуации. Тут фланги повсюду. Тут фланги. Так, надо рисковать. Рассчитывать на то, что сектоид будет тупить. Пускай станет что-нибудь, например. Или зомбаря поднимет. Да ладно! А это у меня топовая команда, или это замены вообще? Да, он ведь иступил. Ну, это сектоиды у них. Они себе на уме. Мог бы меня флангануть и с хорошим критом убить. Три хода. Два человека типа уходят. Один лемминг, один такой. Ну, не факт, что уходят, конечно. Что еще есть. А, нет, еще пух живой. Не стоит недооценивать пуха. Я даже вот так вот зайду, чтобы подальше. Потому что ходов ему двух хватит, полных. Должно хватить. Половина тимы потеряна, включая ниндзя. Ну, ниндзя на запасе есть. Я же двух или даже трех обучил дополнительно. Это перезаряжается с апресик скотина тупая. Офицер подходит в два хода, правда. Не успевает ничего сделать. Фиктует стрельник, скорее всего. Понятно. Это не топовая, ну, слава богу. Кажется, да, я сюда как раз по остаточному принципу плюс ниндзю отправил. Причем нового ниндзя, не первого. Ладно. Так, ну, тут по-любому пытаемся пробежать. Сапрес, не сапрес, тут выбора нет. Попадает на 38 на 5 хитов. Ну, ё-моё. А, пух не убежит. А чего так? Чего такой медленный-то, скажи. 13 минус 3. А, у тебя же пушка клевая. Да, пух никак не убегает. Ладно, я его подальше, чтобы была миссия на спасение, если что. Эвакуируемся. Провал. Да, миссия выполнена, да, левел получим, но это ранения массовые. Это не полностью выполненная миссия без разведданных. Это огромное количество жертв. Это очень неудачное начало. Точнее, продолжение удачного трая. Последний ход. Пух не успевает, но никак. Эвакуируемся. Новый трай. Не-не-не. Это, если это не основная... Сейчас посмотрим, что нас на базе ждет. Кажется, это действительно 3 лемминга плюс 3 класса, которые мне не очень нужны. В том числе ниндзя, которые... Новый, только-только самый первый ниндзя я взял. То есть, это ребята такие. Я специально хотел, чтобы... Кослявый конь. Приемлемо, мне говорят. Но это провал. Это убога. Я уверен. По-хорошему, надо было, наверное, пытаться с оббегать и к точке эвакуации изначально идти. Но там была такая ситуация, что трое мирных на пути. Вышка стоит и дроид летает. То есть, была довольно серьезная вероятность того, что я просто... Ну, надо было пофиг. Даже если бы я сагрился на одном дроиде, я бы бежал на точку эвакуации. До свидания. Липа бы там как-нибудь... Неправильно я сделал, что пошел в аркаду. Особенно неправильно, что бросил эту миссию вчера вечером и начал с сегодняшнего дня. То есть, неправильное решение принял я на старте. Что тогда полез, что сегодня продолжил. А пленного вылечат, когда его спасать будешь. Да, да, да. Сектоиды очень хорошо к пленным относятся. Откармливают, обхаживают, поставят на ноги. Разрушитель, разрушитель, разрушитель. Я все еще в огнемет хочу сходить, потому что огонь... Там спас... О, панэксперта метки с дебютом 73. Но у меня есть рейнджер. Убитый вип. Мало ученых. Все плохо. Так, смотрим, что у нас по бойцам. Пыльметчик-снайпер. Да, это была не основная. Япоми, вон, ниндзя. Основной 17 мобильность. Это были не основные товарищи. Я сейчас хочу на глобальной карте попробовать в одном регионе... О, снижение стоимости контакта. Этого ивента не было. Стоимость контакта с следующим регионом снижена. Так может я сразу? 54 разведаны, можно третий регион подключить. Так, давай сделаем так. В одном месте... Тут силы адвента 3. Хотя... 10 этих... Да, 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 да. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Кеш. Стоп. Секунду, секунду. Все на самом деле хорошо, подождите. Сила адвента 4. Здесь мы фармим материалы. Да, им советника убежища нет. Надо в убежище послать советника. А здесь 3, и я разведданные фармлю вообще. Зачем? Зачем мне сейчас разведданные? Мне сейчас нужны материалы, потому что разведданные мне нужны сейчас быстрые, были для подключения нового региона. Я его и так подключаю. Для того, чтобы следующий регион подключить, мне нужно сделать реле питания и спутниковую штуку. То есть мы здесь должны фармить вообще материалы по полной программе. Не говоря уже о том, что материалы нужны и для других целей. Так, может быть, стоит временно снизить активность адвента здесь, вот в этом регионе конспирация. Пока я подключаю следующий регион. Давай так сделаем. Илаяр, доброго тебе вечера. Хорошо, что ты пришел. Максимум. Сейчас ищешь бонус с регионом и получим, друзья. Обучение ниндзи. Новая цель. Стоп. Ученый. 4 дня. Эвакуация випа. Я думаю, надо брать ниндзю со взрывчаткой и снижать до минималки и пробовать столс-миссию провести. На взрывчатку мне 10 баксов хватит. Но это точно лемминговская миссия. Берем нового ниндзю сюда. Грифудинов. Маневренный, плотный, уворотливый. Производим взрывчатку. Может пригодиться. Коммунитивный заряд. Небольшой взрывной направлены в действие для сноса стены. В прошлый раз бы помогло. Жилет из данного волокна слишком дорого на него. Как, в общем-то, и другие вещи для саппорта. Место осколочное. Берем, собственно, коммунитивный. Пистолет-пулемет. Улучшение. Фигня. Что с по проникновению? Да, снижаем мы до минималочки. И вместо светошума дым он уже выручал меня на подобного рода миссии. Поехали. У него маскировка. Причем маскировка будет сохраниться, насколько я понял, даже после того, как он дверь откроет. Кажется. Хотя могу ошибаться. Сейчас мы возвращаемся, подключаем регион. И еще цель. Четыре дня. За разведданные. Скипаем. Ниндзя Берс. Идем обучать следующего. Я хочу обучить дополнительного пулеметчика, потому что... Либо снайпера, либо пулеметчика. Ну, вроде снайпер уже один в партизанке должен учиться. Да, снайпер учится. И это будет как бы второй снайпер. А вот пулеметчик, он тоже такой мастхевный, на мой взгляд, класс. Очень универсальный. Благодаря массовому подавлению, неплохой точности, большому количеству патронов. Патрон. Массовое подавление без КД. То есть он такой, очень результативный получился в прошлый раз. Но для пулеметчика нужно, соответственно, выбирать бойца с высокой меткостью. Маркони. Или Карасик. Карасик. Очень маневренный Карасик. 16 у него. Хиты особо не нужны. У ворот особо... Ну, хотя у ворот тоже может помнить. А у Маркони что? У ворот 6, хиты 4. Да, он больше подходит. Ладно, давайте из Маркони будем делать пулеметчика в партизанской школе. Маркони. Пулеметчик. Мастерская делается. Ученого ждем. Регион 3 подключаем. А что за бонус будет в регионе? Мне не пишут сразу же, да? Не пишут. Мастерская. Можем сейчас гремлинов привлечь к... Да. Привлекаем гремлинов. Очень нужны вот эти вот деньги. Раз, два, три. Инопланетные, инопланетные обломки. А техника у нас дает еще инопланетные сплавы. Нет, мне сейчас нужны материалы. Рабочий гремлин раз. Рабочий гремлин дваз. Нет, давай лучше постепенно там... А, там только одного можно привлечь. Давай-ка вот так раз. Оттуда уберем человеком. Ну так... А, там 15. Там 30 дней. Интересно, что там за... За... За бонус. Может лучше нижнюю расчищать? Материалы 44, сплавы 5. Давай-ка. Уберем его. Посмотрим, сколько здесь требуется. Да как ты? Он перевел гремлинов отсюда туда. Издеваешься. Сейчас посмотрим, сколько здесь будет время расчистки. Скорее всего, просто там 45 вообще дней будет. 23, но это двое. Ладно, неважно. То есть, здесь убираем, и как и было, изначально распределяем. То есть, чисто материалы самые быстрые. А потом здесь, и подключится второй гремлин, когда... Ученый мне же еще очень поможет в... В центре военных технологий. Правильно? Поставление солдат очень важно. Но для этого, опять же, деньги нужны. А если верхнюю, там, 7 дней с инжом. Так-то... Ну, то на то и получается, по сути. Но мне нужно расчищать, скорее, рядом с мастерской, хотя бы для... Не, мне не нужно для центра военных технологий расчищать. Ты прав. Мне как раз нужно левый верх расчищать. Как раз, чтобы следующим зданием ты прав. Ну, ты, может, не об этом думал, но... Речь о том, что мне не нужно в смежной с мастерской фигарить центры военных технологий. Поэтому лучше, да, инжа с гремлина пока убрать. А улучшение сколько стоит? Всего 35 материалов. Ну, у меня вторая воинжа нет. А так-то норм. Да, первый ярус чистится очень быстро. 7-8 дней обычно, да. Так, ну что. Причем я второго региона. Миссия скоро будет. 100% инфильтрации, но там 100-140 где-то процентов будет. И новый регион. Новые контакты, возможно. Так, а что мне здесь за... Бонус не дают, пока я что-то не исследовал. Кажется, мне нужны вышки. Радиовышки для того, чтобы получить бонус от региона. Силы адвента здесь 3 тоже. Проявлять ли активность? Искать рекрутов здесь. Я думаю, нет, надо хотя бы один. Лучше вот здесь активность какую-то проявлять, чем здесь. То есть нужно контакт. Погодите. Тут я очень сильно активничаю, правильно? Тут рекрутов мало, с одной стороны, но и сила адвента не очень серьезная. Нет, давай деньги. Давай здесь тоже материалы. И сканить будем в регионе вот в этом. Следующая миссия, которая не лемминговская, а нормальная. Надо будет не забыть эквипнуть новыми пушками. Миссия минимальная, ученые. Поехали. Хотя про инкеновение 123% всего лишь. Как удалось снизить, так если... Ладно, поехали. Очень нужен ученый. Очень. Очень нужен ученый. Центр военных технологий. Изучение навыки. Да, на навыки нужно 60 разведданных, кроме всего прочего. Поэтому... А, эвакуируйте випа из города. Ой, это для ниндзя вообще великолепно. Мне взрывчатка не нужна была. Не прочитала я правильное название. То есть, нам нужно просто чувака увезти. Типа, у нас нет маскировки для него, но у нас есть замаскированный ниндзя. Если я правильно понимаю. То есть, это не из камеры достать, а просто его увезти. То есть, задача. Идти впереди на полхода, на ход. Впереди ниндзей. Подсвечивать, обходить патрули ученым. Эвакуация на крыше. Не очень далеко. Только аккуратно, только не торопись. Ученый единственный. У тебя нет ученых. Маскировка есть. Уверенюсь. Так, дом, где подниматься? Труба вижу одну, и скорее всего здесь вторая. То есть, вот до сюда добежать, и все. Нет, к дверям не подходим. Угловые камеры, смотри, чтобы не было тем... Так, никого, да? Ты на фулл подбегай. Почти на фулл. Там не обойдут, здесь могут. Полхода, ханкер. Справа. Послышалось? Черт, мирные стоят. Но мне все равно нужно чуть правее брать. Раз. Так, не торопись. Двенадцать ходов, Михаил. Первый пак. Инженер, обычный офицер. Смотрим. Идут. Может, левее сейчас взять, если там есть тоже это. Или подождать, пока пройдут. Они долго проходить будут. Ой-ой-ой-ой. Так, давай чуть-чуть ближе. Просто, чтобы видеть дополнительные паки, если что. Так, а этот уже видит отсюда, уже видит отсюда. То есть, ему вообще не рекомендуется подходить сильнее. Проходит дальше. Сейчас попробуем посмотреть, слева можно подняться или нет. Слева можно подняться. Смотрим, есть ли там бляш-пак. А, есть еще один пак. Вот тут вроде чисто. Я думаю, надо подходить вот так вот как-то. Эвакуация уже близко. Следующий ход вообще ухожу. Давай вот так. Тянет фонганок точно. Ооо, слушайте, я же этим могу вообще просто подходить. Мне же не обязательно палиться на тех. Мне нужно просто брать запас на... То есть, чисто в теории, можно было вообще пробежать сюда. На эту клетку. Это чисто в теории... Блин, а если они будут возвращаться назад? Допустим, они меня видят так. Так, да? То есть, им стоит немножко совсем сместиться и все. Так, минимальное, Михаил, минимальное же. Прикидывающая вероятность того, что, в принципе, есть еще где-то паки. 6-9. Пять человек ты уже видишь. То есть, в принципе, можно вообще рвануть сюда. То есть, полхода смотришь. Блин, ребят, я боюсь. Потому что, если они сейчас назад пойдут, то... А те останутся там. То я випа уже не проведу никак. Надо немножко рисковать, ребят. Хорошо. Вопрос, куда? Наверное, пока вот так. Есть. С богом. Змея, что ли? Змея. 4 человека. Вот они, 9 человек. Просто стоят. Просто стоят. Эти возвращаются опасно. Стоп. Стоят. Эти возвращаются тоже опасно. Капец. Ладно, помни про дым. Помни про дым. Помни про дым. Блин, подходит. 8 ходов. 8 ходов. Ты можешь... Ты знаешь уже, что все враги вокруг. То есть, они уже того. Больше их уже не будет. То есть, там отбегать можешь как хочешь. Не забывай, что можешь пожертвовать ниндзей. Если что. Раз. А вот здесь вообще внимательно. Где они тебя начинают видеть? Вот здесь вот. Вот здесь вот, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин. Только так. Здесь, чтобы не фланганули, надо за укрытие уходить сюда, например. Лучше, конечно, угловое укрытие какое-то. Может быть, даже сразу наверх. Те тебя не видят. Ты еще же должен держать поле зрения всех. То есть, в идеале тебе все-таки вот сюда вот, да? Змея может подняться наверх? Может, легко. Если тебе нужен угол. Или разница в уровнях просто. Наверное, вот так все-таки. Как же ниндзя помогают в таких миссиях? Вот очень правильно их делать таким образом в танке. В идеале они должны вообще выйти наверх, но они идут прямо на меня. Блин, так долго идут. Те уходят, те уходят! Хорошо! А те слева? Непонятно. Я их не вижу уже. Так, сначала. Далеко? Не очень. Сюда? Да. Можно чекнуть вот так вот змею, можно чекнуть вот так вот, но лучше, наверное, вот так вот. Хотя нет, тебя спалить могут. Сверху вряд ли. Здесь что будем делать? Еще один ход стелса, типа. Тогда сюда нужно. А как сюда, как ты будешь подниматься наверх? Семь ходов не торопись. Да-да-да-да, надо сейчас проверить, змея не змея, вот как-то здесь. Чтобы я смог спокойно отмечнуть тень. Вон они где. Опасно, ребята, опасно. Так, откуда Вижн есть у них? Даже здесь есть Вижн. Надо рисковать вот до сюда бежать просто и все. Полуковеров нет? Или все-таки полуковеры сюда вот? Да, давай так. Так, мне точно здесь змеи не а-ля... Назад уходит. Ес! Главное, чтобы сейчас еще правые жесть не начали творить. Икском преобразился в Лонг Воре. Я в шоке. Просто такие... Как? Как? Что? Так, там был Ханкердаун. Ну все, понеслась. Я не могу забраться наверх. Мне типа нужна лестница. То есть надо им валить куда-то вот от тех. Сюда в этой трубе. Ну чтобы валить к трубе, надо посчитать клетки до змеи. Или даже так. Нет. Так больше вариативности в плане кидания гранатки. Видишь, да? Там... Они контролят, да, это? Как пройти, Михаил? Как пройти? Сейчас дым, не сейчас дым. Слушай, а за этим углом они тебя видеть не будут, да? Те могут флангануть. А так будем видеть? Нет. То есть, скорее всего, досюда полное укрытие, полное укрытие. И, скорее всего, сейчас же нужно кидать будет дым. Даже если этот пак будет возвращаться назад, я уже кое... Нет, там тоже мега опасно будет. Поехали. Дым, не дым. Не дым. Хотя там держится некоторое время. Как ты чекаешь vision? Над ними иконка, это еще из оригинального. Если появляется иконка, значит отсюда я могу и по ним стрелять. То есть, я их вижу отсюда. Вот. Собственно, таким образом мы чекаем. Тут не флангануть точно. Может мне им подставить другую цель? Какую цель-то невидимый, ханкер? Уходят, yes. Уходят, уходят змея. Я могу сейчас забраться наверх. Главное подсветить сейчас и кинуть дым. Подходят, стреляют. Но тут фулл кавер 30%. Держись. Еще стреляют. 20. О, жесть. Так, ну теперь нужно ниндзю сюда. Здесь vision уже получается не нужен. Хотя нет, сагрятся они вот отсюда, сагрятся. Вон. А зачем мне вообще спускаться ниндзи тогда? Чтобы ты дал им цель другую. Лучше показать себя и кинуть гренку. Более того, сагрится этот пак, ты точно должен будешь кидать гренку. Скорее всего, чтобы не фланганули, надо поставить вот такой вот угол. Чтобы те не фланганули, те не фланганули. Ты уходишь так, а ты бежишь наверх. Каверов нет наверху. Клетку не добегают. Твою налево. Может, в дом еще полуход сделать. Вот скажем, вот так вот. И full cover. На overwatch могут поймать. Ой, что делать? Просто вот сюда вот вставать, типа. Пока меня там не видят, я подставлю новую цель. Там под дымом буду стоять. Да. Вот так, ребят. Сейчас агрю левый пак. Не агрю. Слушайте, а его могут вообще не увидеть. Увидели. Ну, туда дым пошел. Подставляем новую цель. Дымим. Дымим. Так, чтобы можно было еще под отступлением сыграть. Может, под себя еще? Нет. Самый важный ход сейчас. С одной стороны, правый должен занять ниндзя. Левым невыгодно, потому что есть кавер и дым. 35, держись. Офицер. Попадание. Защита. Все поглотил им. И обычные. Стреляет по верхнему. Мимо. 40% дым. Под действием. Все, остальных нет. Там может быть овервотч, но я все равно... Нет. Сначала ниндзя бежит, чтобы сорвать возможную овервотч. Ой, как может... Такая игра продуманная. Вот надо товарищам, которые лонгвор пилили... Все. Спасен ниндзя. Спасен ученый. Красиво. Надо больше ниндз. Под такого типа миссии это топчик просто. Безупречно. Без ранений. Без жертв. Спасен ученый. Одним свежеобученным леммингом ниндзей. Это круто. И дым еще сыграл. Ёшки-матрешки. Ну потому что там было бы 60%. Хотя с той пушкой он вряд ли бы снял. Жизни. Ну а с Критом мог, да. Там дистанция такая, что Крит где-то четверть у него, но все равно. А ученый нам очень нужен. Это первый ученый. Это как первый инженер. Это как первая любовь. Это вообще незабываемо. Повышаем Гайфудинова. Призрак вообще для этих миссий их топчик. Ну и малозаметный, хороший. Но призрак лучше. Ученого. Отлично. Теперь нужен центр военных технологий. Для этого нужны деньги. Над этим вопросом мы с вами работаем. Так. Сила Адвента 3 стала. Здесь конспирация 4. Ресурсы дайте. Сколько? 87. Хапу можно нанять. Активность хорошая. Ооо, прицелы понеслась. 3 вента. Улучшение вооружения. Подкрепление на некоторых операциях. И за разведданные я не буду брать. 42 материала всего лишь. 42. Ну инженер больше. Вот доход 350, представляете? 350. Вот здесь сейчас материалы месяц фармить. Пришлось совершенную процедуру реагирования. Подкрепы опасные. Но вооружение лучше. Собрали все. Может здесь рекрутов все равно пособирать пока. Но это не материалы. Да, давай лучше рекрутов. Рекруты динамики добавляют. То есть гибкости, так скажем. И советника убежища нужно поставить. Но нинц не хочется ставить. Нужно леммингов каких-нибудь прокачать. О, или материалы. Или материалы. Или материалы. Материалы, материалы, материалы Материалы, Михаил, материалы Успокойся, делай материалы Так, обучение закончилось Эльдар Каримов, снайпер, очень перспективный С хорошими характеристиками Выбирали специально Сейчас я, наверное, возьму еще одного На обучение гранатометчику Гранатометчику нужна, в первую очередь, мобильность Поэтому выбираем мобильных товарищей Хавк 16, Нифанда 16, Карасик 16 Точность не нужна, не хочу Карасика-Новобранца В Хавк или Нифанда Уклонение нужно Давайте Нифанду возьмем У нее 11 вейжина уже сразу со старта И она посмышленнее будет Хотя у нее минусовая защита Ладно, давайте Хавка, пусть бомбит Ему не привыкать Партизанская школа Обучение пулеметчика Щербаков Гренадер А следующий, наверное, будет еще один ниндзя Я думаю, надо снижать активность внизу Новая цель Незначительно разведанный Пять дней Скрытое событие Надо идти Надо идти топовым отрядом И желательно Идти в 4 дня Терминал в поезде Очень непростая миссия Или скипать Пять дней мало Скипаем Я понимаю, ивент это плохо, но Силадвента 4 Вот скипнул 4 адвента А-а-а, я понял вас То есть скипнутые миссии Фактически Это То и лечение силадвента Или серия Скипнутых миссий Потому что Так, лысый Маркони Второй пулеметчик Сейчас обучаем Как и хотел ниндзю Вот на ниндзю, наверное, возьму Нужен тоже маневренный Желательно с эвэйджином Опять нефанда или карасик Нефанда, получается Нефанда, ниндзи будет Жалко Я вот не хочу ее, конечно, на миссии так брать Жену свою подставлять Но на войне, как на войне Добронят Так, сейчас инопланетные сплавы расчистим С одной стороны Но мне денег все равно На офицерку На Центр военных Он, кажется, 150 стоит 150 Так, может на черный рынок слетать пока? Ладно, пока я сюда ставлю инжа Начинаем копать греблинами Раз Начинаем копать греблинами Два Центр военных технологий Это как бы Отдельная вообще песня Очень хорошо стакается с партизанкой Насколько реально мне вообще 60 ресурсов? Крайне маловероятно Крайне маловероятно Ладно, давай Лучше так Слетаем Привет, Владимир2323 Привет, чатик Инопланетные сплавы Жилет из нановолокна За 10 Понятно Ничего продавать Ничего нет Все плохо Сил адвента 4 Карл 4 Это же жуть Сейчас миссии попрут Небольшая Взломайте компьютер Небольшая Это еще жестче Четыре дня Игнорим Прорыв А тут снизилась Сила адвента 3 Давай-ка тогда мы Немножко передислоцируем Пацанов То есть В четверочке Уходим постепенно В конспирацию Ну, видимо Там стянулись Просто сюда Видимо силы Да Из соседнего региона Прекращаем здесь поиск И разворачиваем Добычу материалов В этом регионе Можно сюда и рекрутов В общем-то Надыбать Немножечко Хорошо То есть Тот регион Мы просто покидаем Пока Раз адвент пришел Все Перелетаем на новый Я только сейчас Начал догонять К 10 части трансляции Какая тут механика Стыд А вот и цель В том же регионе Небольшая Ноль дней Ноль часов Основы исследований Новые исследования Делаем У нас ученые Еще же есть Сплавы нужны Радио сопротивления Разведданные нужны Может быть Имеет смысл Не, не, не Деньги сейчас важнее Ты три региона Можешь еще некоторое время Копать Нормально Можно было С первым Начать читать чатик Тогда я бы читал чатик Все Вместо Вместо игры Это не так интересно Новая цель В том же регионе Небольшое Снабжение Два часа Игнорим Восстанавливается После ранений И кто-то В убежище Пришел Не понял Одиннадцать человек Тут Тут на конспирации Но не все Разведданные Еще кто-то собирает Давайте-ка Ребята Вы Вообще Гаситесь Просто гаситесь Одиннадцать человек Там столько шуму Эта группировка Устроила Три и три А тут как бы да Тут Материалы Разведданные Подфармливаем Обучение Гранатометчика Завершено Надо сейчас Внимательно выбрать Следующего бойца Сейчас бы тихо Пережить месяц Покопать Поисследовать Денег получить Пообучать бойцов Кто мне нужен Два снайпера есть Насколько я помню Два пулеметчика есть Ниндзя Хорошо Гранатометчик А я Гранатометчик потерял Давайте еще одного Гранатометчика Сделаем У меня только один Новый Думаю что нужно Второго Опять же Требования Те же самые Маневренный Мне не остаются Новобранцев Давайте БСП Возьмем 15 Защита Есть У ворот Чуть больше Здоровья БСП Будет Гренадером Партизан БСП Гранатометчик Так Так А может быть мы сразу Офицера Одного еще будем учить Это Жимба За 35 Материал Да К офицеру Конечно Требования Больше Михаила Беру Потому что Нет Рейнджер Это Пулеметчик Лучше Брюса Брюс Отличный Офицер Меткость Плюс 1 Бронебойность Давайте попробуем Место Бегонь Плотный Огонь Бонус Поцелим И плюс Бронебой Насилим Если Перелетел Новый Регион С материалом Можно Включить Данные Почему Мне же Нужны Материалы Зачем Мне Переключать На Данные Мне Не Нужны Сейчас Развед Данные Нужны Материалы Я Включил Материалы Новая Цель В Нашем Регионе Хорошо Незначительная 7 дней Ученый Вот Вот Эвакуируйте Випа Блин Обязательно Ниндзя Может быть Даже 2 7 дней Мега важная Миссия Второй Ученый Пакет Данных Еще Развед Неделю Дают На подготовку Только Никаких Снайперов Ниндзя Штурмовик Ниндзя Блин Рейнджер Ох Может Лемминга Взять Одного Гранатометчик Может быть Все-таки Несмотря на Инфильтрацию Все-таки Гранатометчик Может Пройти там Где другие Не пройдут Возьму Гранатометчика И на прокачку И на Хелп Бобер Под стрессом Он Рейнджер Надо Не забыть Пушки Дать Слушайте Я Семь Человек В общем Могу Взять Да Семь Человек Капец А Нет Подожди Какие Семь Человек Давай В Минималочку Вводим В Минималочку Шесть Человек Вообще Только Что Шесть Человек Ай Я Я Я Очень важная Миссия Может скормить Разведданные Лучше И снизить Проникновение Потому что Семь дней Одиннадцать часов Это мне вчетвером Нужно будет идти Друзья Потому что Реально мне нужно Как можно быстрее Добраться до точки И встретить Наименьшее сопротивление Поэтому Желательно Посчитать Давайте попробуем Использовать Тот файл Который нам Который нам Дали Сейчас Секундочку Так Где там Личных сообщениях Из Махач Так У нас Получается Миссия Сколько там было Семь дней Одиннадцать часов Да А я не могу Ее редактировать Капец Ладно Надо доступ Будет запросить Тогда по старинке Почитаем Семь дней Одиннадцать часов Семь умножить на Дал 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 Семь умножить на Двадцать четыре Плюс одиннадцать Это у нас Типа сто процентов Да Я не уверен Что правильно умножать На ноль семьдесят пять Хотя вроде логично Умножаем на ноль семьдесят пять Делим на двадцать четыре Получаем Пять часов И шесть десятых Шесть десятых Господи Сколько это шесть десятых Четырнадцать часов Пять четырнадцать Почти ровно Проходить Говори добро Ты не сделаешь Сто двадцать пять Сам не сделаешь Сто двадцать пять А я сделаю Два ниндзя Штурмовик Грандометчик Думаю Это то что нам нужно Делаем пять часов Да Идем четвером Типа Ладно Расставляем пока что Пушки Посмотрим что Когда как Одному ниндзю Точно даем топоры Только нужно понять Да Помик Насколько Да Помик Головорез Оснащение Даем ему Охотничий топор Даем жилет Изданного волокна Светошум Или все таки Светошум Дым нужно кому то Обязательно дать Штурмовик Жилет Жилеты бы поделать Да Я потрачу Все таки Немножко денег На Дополнительный Жилет Либо второму ниндзи Либо штурмашу Штурмашу Лучше Потому что Он вообще то Не невидимый Между прочим Ему Светошум Оставим Гранатометчик Только Гренки И один дым Надо дать А дым здесь есть Может на штурмовика Все таки Не нельзя второго взять Одного должно хватить На На разборки А кого Ну бобра возьми Рейнджер С точностью Отличный Маневренность Дуплеты И прочее Нет Давай с двумя С двумя Зайдет хорошо Светошум 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 Три гранаты Два жилета Дым А Пять дней Двадцать три часа А не четыре А почему я Пять дней Двадцать три часа У меня не помещался Что ли этот Ну да Не помещался У меня просто Тут шесть дней Один час Это будет Не Я не укладываюсь Четвером Нужно проходить Короче говоря Сто двадцать пять Ноль восемь Кстати Да вот это вот Я чувствовал Что где-то подвох Ладно еще разок Давайте я контрольный Пересчитаю Да почти шесть А если Все таки Глушаки есть Если Гранатометчику Во первых Взять Оснащение Пистолет-пулемет Сократим Если Майкеры Тоже взять Пистолет-пулемет Глушаки Есть Автозаряжение Класс Убирать Гранат Шесть Ровно Нужно Пять Двадцать три Давай еще Попробуем Гренку Убрать Шесть Не нравится Мне эта идея И мне нравится Убираем Бобра Делаем Нормальный Этим Эквип И полетели Ученый Пакет данных Миссия Очень важная Миссия Понятная Она такая же На эвакуацию Ученого То есть Мы Палимся Сразу Но ниндзя Не палятся Разбегаются Смотрят Где кто Выбираем Оптимальную Траекторию И прикрываем Ученого Всеми уходим Противников Шесть Девять Сила Адвента Три Три Карл Три Так Назначается Убежище Стоп Не понял Написали Что назначается А тут Все На Макс Конспирации А Нет Рапонго Рье Назначал Туда Ти 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 Делай Сот Там Выигрыш Два Человека Один Три Новая Цель Так Не знаю Еще Ученый Но Один День Освободите О Нет За Один День Даже Ниндз Не Зайдет Да Нет Там Вообще Никак Ниндзя Братья Так Обучение Евгения Новая Ниндзя Ниндзя Сейчас Нужно Уже В партизан Учить Оставшихся Людей Бойцов Тут Осталось Не так Много Новобранцев Всего Лишь Три Человека Карасика Наверное Как Самого Перспективного Вопрос Только Что Кого Из него Делать Маневренный Точный Вообще Это Стрелок Неплохой Но У него К сожалению С хп Проблема Поэтому На ближней Дистанции Он будет Работать Не Очень Наверное Все Пулеметчик 228 Доход Непоколебимость Броня Защита От взрывов Так Сто Процентов Раз Три Четыре Три Игорь Уткин Ресурсы Ресурсы Учение Офицера Плотный Огонь Сейчас Надо Сразу Второго Офицера Учить Потому что Уткину Лучше Сразу С собой Брать А кто У нас Идет На Офицера Таймер Чука Блин Револьвер Далеко Будет Всегда Стоять А рейнджер Будет Впереди Давай Его Только Набегом Сразу Ну Бас Этого Расчирался Снайперов Нет Я их Сделал Сразу То есть У меня Уже Есть Два Снайпера Два Пулеметчика Два Гренадера Это Уже Все Новобранцы Просто Исчерпаны Расчищены Инопланетные Обломки Тут Проникновение 150 107 К сожалению У нас Гремлина Назначаем Сюда Второго Через 8 дней Они должны Справиться 7-8 дней Им необходимо 8 дней После этого Ставим Центр А нет Ресурсы придут Раньше Ресурсы придут Раньше Зачем тебе Конспирация По прошлому Трай Понятно Что это Не снижает Силу Адвента Лучше Материалы Качай Там Активность Любая Подразумевает Появление Миссии То есть Подразумевает Если у вас Начинает Работать Сопротивление Неважно На что Кроме Конспирации На разведданные На материалы На поиск рекрутов Адвент Начинает Стягивать силы Появляются Миссии Вот Поэтому я Улетел Из того Региона Для того Чтобы Пофармить Пока Адвент Сюда Не стянется Эти два Региона Как только Часть сил Адвента Стянется Отсюда Я сверну Деятельность В этом Регионе И вернусь Туда То есть Смысл Как раз В том Чтобы Ты не можешь Просто действовать Без Без внимания Адвента Но Если уж Ты привлекаешь Внимание Надо Чтобы Сила Этого Самого Адвента Была Не такой Ужасающей А вот и миссия Минимальная Ученый Пакет данных Начать миссию Четыре человека Против Шести Тира девяти Задача Доставить Ученого К точке Эвакуации И это Главная Задача Не обязательно Никого Убивать Просто Дойти Была же Индия Индия Закончилась Вчера Димагой Который Стрелял Безликого Из Драбаша Последним Выстрелом После того Как Вся Основная Тима Вайпнулась Ключевой В этой Миссии Также Разведка Скорее Это Стелс Миссия Несмотря На то Что Здесь Четыре Человека Плюс Один Ученый По Возможности Избегать Нужно Встреч С Врагом Или Уж Начинать Бомбить Их Когда Ты Пришел На Точку И Нормально Можно Разойтись Но Второй Ученый Это Очень Круто Очень Очень Круто И так Сейчас С исследованием Проблем Нет Как только Ресурсы Появятся Сплавы Деньги Можно Будет Уже Правда По хорошему Все таки Надо Их Поубивать Хотя Бы Для Ядер Лерия Хотя Бы Для Да Для Того Чтобы Перейти Клазанному Оружию Сделать С броней И прочим Эвакуация Через одно Здание На крыше Опять же Ничего Она не знает Так Есть Маневренный Во-первых Я пойду По низу Скорее всего Хотя Уже Сомневаюсь В нее Может быть И поверх Вы Слушайте Там Край Ближе Да 12 ходов Лучше Я Начну Обходить По-другому У тебя Два Ниндзя Кстати Ты можешь Абсолютно Спокойно Чекать Буквально Все Раз Ниндзя 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 Хорошо Остальные Подходят По пол Хода Просто Потому Что Зачем Нам Пулить Паки Слева Слева Были Звуки Определен Продвигаемся Сережей Тут Вышка Стоит Вижу Я не Уверен До какого Она Будет Видеть Поэтому Лучше Чуть Заранее Так Увидели Ничего Нет Не так 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 Теперь Можно посмелее Добежать Хорошо Прям А Слева Будем По правому Краю Мимо Вышки Пытаться Обходить Мутон Уже Охренеть Минимальная Активность Пришельцев При селе Адвента 3 И это Второй Месяц Прошлый раз У меня Мутоны На четвертой Где-то Появились Только Если я Правильно Помню Черт Они Могут Увидеть Если Пойдут Мой Сторон Вот Видит Уже Отсюда Вот Отсюда Раз Два Три Четыре Пять Шесть Нет Вряд ли То есть Можно пробегать Вот так Вот Грязь Ты еще Не понял Что сила Врагов Не зависит От количества Врагов Сила Сила Адвента Не зависит От количества Врагов Да Она Не зависит В чем Количество Врагов Сила Адвента Я полагал Что Количество Врагов Зависит От Уровня Проникновения Ну и Это Согласуется С расчетами А как раз Сила Адвента В регионе Говорит О Левеле Так скажем Этих Врагов То есть Типи Мобов Которые Могут Появиться А качество Они идут В общем Я могу Не проскочить Уже Я уже Не проскакиваю Я думаю Что Учитывая Количество Времени Мне сейчас Нужно Затаиться Вообще На ходе К 2 Просто Да как Откуда Там Я У стенки Жестаю Алло Я Специально Встал У стенки Блин Как Ты Видишь Как Ты Видишь Ты Я Что Это Как Они Увидели Меня Тут Стена А тут Фулл Кавер Блин Из-за которого Ни хрена Не видно Какое Окно Тут Стена У окна Блин Я Я Не У этой Стены Стою Я У этой Стены Стою Мне кажется Это Бак Вообще В обычных Ситуациях Когда Есть Такая Стенка Грубо Говоря Ты Видишь Что Вот Здесь Находится Но Ты Не Можешь Никак Увидеть Что За Нее Ты Не Флангуешь Людей Которые Там Находятся Никаким Макаром Даже Если У них Укрыт Ты То есть Ты Их Не Видишь Просто Вот Вот Я Сейчас Стою Я Никого Из Них Не Вижу Я Никого Этими Тремя Я Не Вижу Никого А Нет Я Вижу Этим Каким Макаром Мутона Как Я Его Увидел Через Что Випа Увидели Да Випа Увидели Это Грязь Ребят Это Грязь Просто Просто Грязь Я Заморозки Еще Не Взял Дебила Кусок Можно Было Мутона По крайней Мере Заморозить Ага Конечно Предлагаю Дезориентацию И пробегать Просто Нафиг Потому Что До Эвакуации Недалеком Можно Проверить Да Надо Одним Ниндзи Проверять Что Что Там Впереди Есть Кто Навстречу Никого Да Я Уже Не Хочу У Этих Углов Стоять И Откуда Лучше Забираться Напрямую Или Отсюда Или Ну Попадаем 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 По троим Зачем Им Это Делать Скажем Не Что Остальных Могут Непонятно Каким Образом Что Для остальных Они Дальше Находятся Просто Дальше Находятся У этого Маневренность Хорошая Он пусть Будет В самом Конце В результате Но Бежит Потом Закидываем Снимаем Два Overwatch Да 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 Бежал Вот сюда Вот Флангануть Не могут Не Не могут Под полукрытие Раз Еще Может Дым Дыма У тебя Нет Гранату Кинуть Не могут Так Он Дезориентирован Вообще Да Просто Этот Снялся Но я боюсь Под гранату Попадать Инж Тоже Не сможет Выстрелить Дэн А дальше Там Кто Был Обычный Был То есть Просто Полукавер И побежали Ой Хэви Как далеко Может Убежать Ну Беги Раз Можешь Сейчас Вторую дезориентацию Надо кинуть Рейнджером 25% Он попадает Да 25% Он попадает Обычный Випа Он Он Его Не Видит В принципе Я думаю Он не будет Вообще По нему Скидать Так Так и есть Овервотч Овервотч Который Я не сниму Но у меня Есть Молниеносные Рефлексы В принципе Я могу Я могу Я могу Попробовать Рассчитать Траекторию Бега Таким Образом Что Попасть Под 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 Овер Талон Он Вообще Очень Мало Видит Конечно Тут Что Странно Весьма То есть Он Только А тут Молниеносных Нет Да Есть Опция Кинуть Дым Есть Опция Кинуть Дым Вот Этим Вот Товарищем Или Стрельнуть С Фланга Скажем Им Вот Отсюда Потому Нет Чушь Да Слушай Там Обычные Упыри У него Точность Никакая Думай О том Как ты Випом Будешь Убегать Я думаю Ключевой Момент Это Как можно Дальше Есть Светошум Но я Светошумом Опять же Должен Этих Троих Скорее Задевать Я не Задеваюсь Это Шумом Этих Троих Никак Вообще Блин Думай 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 Во-первых Новые Паки Могут Выйти Тебе Тебе Стуку Думай Убирай Кого Лучше Чтобы Били Ученого Или Хэви Хэви Подходим Хэви Просто Шумим А тут уже фланг по мутону Но шансов крайне мало Поэтому я лучше вот так вот закину Вот раз Чтобы спровоцировать инжа отступить под кавер Чтобы он не с... Так, 4 хита Здесь придется на овере бежать Здесь пока не поздно Еще кинуть светошум Или дым О, дым Дым как накроет Так подожди, а светошум на мутону Это кто будет кидать? Штурмаж что ли? Да, штурмажа ты оставляешь А он докинет? Какой запас? Запас клеток 7 Докинет точно То есть вот так вот полу кавер Овер очень сработал, окей Кидаем светошум Вот таким вот образом, да? Блин Так, ну Я бы не хотел сейчас штурмовиком На последний ход агрить Тех товарищей Я могу встать сюда Или встать сюда И флангануть инжа Да, давай Ну и что не под сапрессом В смысле не под этим Короче, пробую его убить просто Хорош Лут, но нет Так, поми бежит Поми, скорее всего, бежит Как вообще Как лев Потому что у него Он может лут взять Пак хочет спулить еще один под конец, да? Плюс там овервоч еще Так, овервочный срабатывает Так, обычный остался Двое по дезориентации Мы в одном-двух шагах От точки эвакуации Главное, чтобы сейчас пак не появился Мутон Стреляет полу кавер Хорошо, что мажет 23 В прошлый раз 25, напомню, попал Этот У этого еще меньше вероятность попадания Где-то пятнашка у него Семь Этот без штрафа И он с овервочем И он точный 43 Так, овервоч, хорошо Молниеносный рефлекс у кого? Вот У Виньамина Он бежит первым Снимает, собственно, овервоч Наверх уже и под дым Семен Потому что Мутон уже не будет дезориентирован Это раз Молниеносный рефлекс Пекарь, пекарь убегает Лови, держи пекаря Так, здесь мы забираемся Ориентировочно вот так вот наверх Или вот так вот наверх Мы сейчас можем спулить пак Не спулили, никто нас не видит Хорошо А, ВИП У ВИПа все плохо Им нужно подходить как-то Блин А пак-то может ходить, Михаил Я понимаю, что надежнее оттуда Ты можешь проверить это Ниндзей Никого, хорошо Заходим ВИП сюда, соответственно И вот думай, ставить дым или лучше за кавер спрятаться Все добегают Максимум и укрытие Вот здесь вот важный самый С одной стороны тут фул кавер Фул кавер С другой стороны могут подойти Флангануть Да, вероятность того, что это событие Произойдет она больше Поэтому лучше Отойти вообще вот так вот То есть мы подставляем пекаря Под полным укрытием Да, дезориентация снята Но им А, надо подойти Увидеть цель Они могут увидеть только А, Overwatch Видите, мутон даже не добежал Не увидел никого Этот стреляет У пекаря еще молниеносные рефлексы Он еще и курит Да, перезарядка Все, и подкрепление на подходит Все, ребята Ливаем Пекарь не успевает убежать Ну, что ж поделать Бывает Уходим раз Там был пак А, вот это вообще грязь Во-первых, у меня вип не добегает Ну, что, резать надо верхних, наверное, да? Именно верхних Нижние не поднимутся быстро У меня есть полходом Блин Сейчас надо продолжать Воевать Прикрывать Раз Вип на фулл Как кавр сюда Вообще можно было подбежать Вообще надо было на фулл сюда подбегать Так, полу и дым, я думаю Полу и дым Офицер грянку не докинет Ты уверен? Ну, как он докинет? Вон, не, он не докинет никак То есть подходишь и дым Вот где он пригодится сейчас Подходишь и дым Так, Вениамин У вас тут вообще ситуация аховая, конечно Конечно же Вип добегал? Что-то я не обратил внимания Меня больше интересует, что с пекарем делать Да, он добежит Овервотч и все дела Но проблема в том, что А, он же до сюда, все нормально Поехали Ой-яй-ё, говори Минус 14 вероятность попадания Да, Випа, конечно же, надо было спасать А че он такой быстрый? Здесь теоретически можно кинуть еще грянку С целью прорубить пол Но главное не задеть точку Вот этого, да? Эвакуация Потому что она может разрушиться Стреляем Так, тут дым Обязательно Последний ход Живи, Михаил Сейчас подкрепа Сейчас мутоны подходят Телепорт Подкрепление пришло Мутон идет Мутон видит пекаря Не, не движал Мимо Ой, там 17% Е-е-е, живем Живи Живи Перезарядка Хрен тебе Такая миссия важная Капец Живи, пекарь Живет, красавчик Этот подбегает Ну, давай на дно Все Живем, ребята О-о-о Теперь эвакуация Мэйдэй Мэйдэй Можно, кстати, поубивать Еще напоследок Ну, что ж ты не порез... А, сейчас порежем Сейчас порежем, ребята Сейчас порежемся Все, порежем Вдруг лут Ну-ка Ладно, держись Увидимся Хэрик пошел Вип эвакуируется Стрельба Не принес он мне лута Все-таки Эвакуация Эвакуация Ранений 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 практически нет Ученый спасен Молниеносный рефлекс Ой, как... Я начал уважать Реально Вот Поверил в человека Понял, что он может Может стать на путь истинный Может Принять счастье в сопротивлении Победа Отлично Несмотря на то, что Как бы меня как-то Непонятным образом Через стенку Увидели И К третьему ходу Уже начался замес Опыты дадут За успешное выполнение миссии Один Левел ап У гренадера Сапер, конечно же Пекарь отдыхает Шесть дней Ученого Еее Так, сто, да? Сто Сто это хорошо Что я хотела? Во-первых, ресурсы мы сейчас собираем Смотрим, что по активности Адвента здесь Ученый? Два дня? Да вы издеваетесь Шеф Нам удалось достичь Определенных успехов И участники сопротивления Из региона Западной Прислали отчеты Об активности врага Которые могут нас заинтересовать Чомандр Это третий ученый На втором месяце Лучше бы третий инж, конечно Сила Адвента 3 Сила Адвента 3 4 2-2-8 Заработано Да, на четыре инженера Произошло Система наведения Скрытые Патроны вайпером Блин 158 Игнорим 3-3-4 3-3-4 Я не уверен, что мне прямо сейчас ученый У меня Полезнее Нет, ладно, давай Вдруг оно Быстро заканчивается Лазерный прицел БСП Гранатометчик Ученого освободили Выбираем из новобранцев Но Один Аспиранты нужно обучать Вопрос на кого Средний по всем показателям Давай на ниндзю Он будет леммингом На миссию Будем посылать За ресурсами далее Потом центры военных технологий Начинаем обучение пацанов Восстанавливается после воронений И новой Западной Африке 4-4-3 По-прежнему Надо назначать уже советников Хотя бы кого-то Хотя бы кого-то Вдруг сейчас миссии пойдут По активности Давай пока снайпера сюда Эльдара Здесь рапонга уже есть В ЮАР кого-нибудь Одного из гранатометчиков Я думаю пока нужно отдать Плюс он же дает бонусы На поиск рекрутов Насколько я понимаю Так Собрали ресурсы Игнорим Назад 265 баксов У меня В прошлом траве Ни разу такого не было Количества ресурсов Строим Центр передовых технологий Скорость восстановления Дополнительные навыки Поехали Дальше строим Скорее всего реле питания Соточка стоит Может не стоит пока К следующей миссии Лучше этих поделаем У тебя будет Еще земляные работы Пять дней Тут еще будет Реле питания Тебе в любом случае Необходимо Нет Ну ты же можешь деньги Сейчас партизанчка Например потратить Партизанчка Новые тактики Все дела Опытный убийца 75 материалов И хоп Больше опытом Или например Хватит тебе На исследование Лазерного оружия Сплавов парочка нужна Слушайте А может быть Я пойду Лучше возьму Сплавы На черном рынке Я же могу Купить пачку Сплавов За деньги Четний Тихо Что за Кажется я могу Купить сплавы Не знаю Что там Нет Нет. Сила Адвента 3.3. Я думаю, что не стоит пока реле питания строить. Активность Адвента не такая высокая пока. И лучше... Михаил Майкер-Мирчук. Офицер. Сейчас мы тогда еще одного офицера. Инжа можно купить. Я не уверен, что он мне нужен сейчас. Потому что тут расчищено, расчищено. Скоро будет расчищено. И одно место только для гремлинов. А куда мне еще инжа? Дальше копать это... Нет, эти деньги 150 можно выгоднее потратить. Так, партизанская школа. Ой-ой-ой-ой-ой. Не понял, что ты делаешь. А, стоп. А где остальные? У меня же два офицера уже было. Стресс и Брюс. Майкер и Брюс. Пулеметчик Рейнджер. Ладно, давай либо с еще одного пулеметчика, либо еще одного Рейнджера в офицера. Чтобы не было пересечения по... Нет такого. Хавка тогда. Нет. Хавка только один. Давай, ниндзю. То есть сейчас у нас два региона. По-прежнему сила Адвента троечка. В этом месяце это точно изменится. В четвертом регионе сила Адвента четыре, но там конспирация полным ходом. И никакой активности с нашей стороны нет. Продолжаем сканировать. Сейчас миссии пойдут. Широкое подавление. Обучение завершено. Пулеметчик. Далее. Новобранцев последних. Можно сейчас парочку перспективных новобранцев присмотреть еще. Потому что... Могли появиться. Но... Тут слон и фанка, но у них характеристики такие... Средние весьма. Защита один. Тут ходит защита десять, но... ХП маловато. Пока не будем. Ну и осталось так, господи, всего пара новобранцев. Дион. Мы его... Не знаю. Скорее всего, тоже на ниндзю. Потому что нужно будет просто... Все остальные ключевые классы у меня уже имеются. Ну, те, что я хотел вообще. Те, которых я хотел. Так. Что-то я упускаю. Ладно. Восстанавливается после ранения раз-два. Основы исследований, новые исследования, но... Я готова, чтобы начать с твоим ордером, командир. Командир. Командир, с адвентом офисом, который сейчас в холодной истории... Вы можете выполнить аутопсию как быстро, как возможно. Я думал, что вы сделаете эту исследованию приоритетом, командир. Расчистка инопланетных сплавов. Еще у нас 44 материала. И сплавы, сплавы, сплавы. Сейчас мы сможем исследование сделать. Стоп, назад. Сейчас мы лазерное оружие, кажется, можем стартамнуть с тремя учеными уже. Да. Лазерное вооружение, 6 дней. И на это как раз нужны будут деньги, сплавы. Сплавов 3 есть. Надо сейчас копать именно там, где тоже сплавы есть. Да, 23 сплава. Вот сюда гремлинов, собственно, двух посылаем. Здесь копать долго, конечно. Там близко к месяцу, вообще. 24 дня было, кажется. 23. Так, центр военных. Ученый будет. Начнем через 10. Или сначала инжа сюда послать. Мне кажется, надо сейчас сворачивать активность, потому что есть дилей в 20 где-то дней, когда у меня будет затишье, а после этого сразу оружие. Я, наверное, сейчас всеми уйду вообще в конспирацию. Не буду никакой активности проявлять. По крайней мере, в одном регионе я вот здесь вот уберу вообще нафиг все. никаких материалов, полная конспирация. Материалы разведданные, да? 159. А что тут лучше фармить? То есть мы должны фармить. Деньги-то понадобятся, деньги понадобятся. На оружие, на партизанку. Ну разве данные-то тоже понадобятся, конечно. Но деньги очевиднее. Может, рекрутинг здесь еще начнем? Пока не поздно. Ученый, сидящий в центре войны, не дает бонусы к следу, непонятно, не знал. Да, давайте здесь я, наверное... Я поиск рекрутов здесь делаю. И материалы. Это, в принципе, правильно. Разведданные пока не хочу. Думай, 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 думай. Правильно. Да, снижаем активность, пока идет исследование, пока идет копание, пока идет обучение. Строительство центра военных технологий. Поехали. А вот и миссия. Два дня. Персонал незначительный. Можно послать... Можно послать ниндзю одного из новых. Но там незначительно нет скипа миссии. О, Генрих, сокол, выходит на контакт. Можно нанять его. Сейчас посмотрим. Да... Сейчас посмотрим, может, толковый. 56, точность. Капец. Шесть хитов. 56. Хуже 55. То есть... Обучение ветерана Александра Гайфудинова бегом завершено далее. О, тут сила Адвента 5 уже. Несмотря на конспирацию. Я с тем регионом особо не готов сейчас ничего делать. Тем более, я вот в этих хочу активность поснимать. Хотя вот... Топовый снайпер же, да. Соколик, соколик. Попробуем в партизанке, в офицерах. Нет, мы уже не можем никого из офицеров тренировать. Нам нужны... Нам нужна сейчас миссия. И скорее всего... Скорее всего... Скорее всего... Я думаю, как правильно мне расставить вот этих вот товарищей восьмерых в ключевом регионе? С одной стороны, немножко материалов. Немножко поиск рекрутов. Вроде активность хорошая. Должны сыпаться миссии. Миссии не сыпятся. Не знаю почему. Осведомитель. Внедрили агента. Внедрожение ответных ударов. Беда. Лазерка скоро будет. Аспирант. Ниндзя. Лазерное оружие. Пистолет. Дырокол. И... Кристаллы Лерии нужны. Мне нужны... Постать ученого у руля. Ну, какого руля? Центр военных технологий? Который не достроился? Что-что ты несешь, данпел? А-а-а. В качестве... В качестве... В качестве человека вот здесь вот? Советника убежища? Так разве можно делать? Да, инженеры и ученые. А что дают ученые? Расскажите, пожалуйста. Бойцы, кажется, влияют как раз... Ну, они помогают на миссиях защитаться. И на поиск рекрутов влияет. А ученые что? Что дают ученые? Я-то да, я по штучке бы добавил. Особенно если они... Скорее всего, на разведданные. Поиск миссий дают люди на разведданные. Я сам скан... Ага. Разведданные. Хорошо, давайте тогда попробуем для того, чтобы повыбирать правильные миссии в наиболее активном регионе. И вот здесь вот, да? Все на разведданные переносим. Ставим ученого... Сейчас меня засыпет, кажется, миссиями просто. Ставим ученого сюда. Проверяем, не убрал ли я из других мест советников убежища. А тут как бы советник и... Давайте здесь поиск рекрутов будем. Нет, погоди, сейчас мне... Сейчас мне только этого не хватало. Так, хорошо. То есть сейчас посыпется миссия, по идее, да? Успокоящий огонь. Но они с дилеем сыпятся, правда. Да, вот новая цель. Четыре дня. Инженер. Незначительно эвакуируйте Випа из города. Это стелс-миссия. До минималки опускаем, посылаем ниндзю и... Нинжа. Маневренного лучше. Женечка, Женечка, ты чего? Убираем ей одну гранату, даем ей только дым. Поехали. Инж очень важен, конечно. Инж очень важен. Копать, получать сплавы, материалы. Два дополнительных гремлина на работах. Сейчас будет масса миссий, я чувствую. Прям масса. Еще миссия. Один день разведданные. Игнорим. Центр передовых военных технологий. Мега важная штука, конечно. Так. Ну, давайте. У меня есть дубликаты всех. Начнем мы, наверное, с ключевых. Снайперов и пулеметчиков. Чушь. Кажется, у пулеметчиков наиболее толковое этим. Пулеметчик 75, Брюс. Палач хорош. Там рандомный бывает, насколько я понимаю. Маркони, да, да, рандомный. Смертельный. К риту господствующая высота для начала. Раз. Очень толковая вещь для них. Четыре дня и как бы сразу. И яд вайпером. Не успел. 124. А, хотя минимальное. Не совсем правильный график. По идее, должно было перейти через 125%. А тут 124. Сам летит в тот регион, где разведуешь. Я здесь, вот онлайн. Короче. Задача очень важная. Инженера нужно эвакуировать. Подсвечивать будет ниндзя. Есть дым. Врагов 6-9. Враги опасные. В бой вступать, естественно, нельзя. Ученого в центр. Посади ускорить лечение. Ну, он, кажется, сам садится туда. По умолчанию. Надо проверить просто. А тогда он в два раза увеличивает, ускоряет восстановление солдат. Я сейчас себе здоровый, потому что миссии давно не было. Но это бы осознанный выбор. Хотя, если бы... То есть разведданные — это миссии просто. И ученые — это бустят. А инж, что бустят тогда? Материалы, наверное, да? Добыча ресурсов. Ну, по логике. То есть, если солдат — это поиск рекрутов. Конспирация — это нейтральная штука. Ученые — это разведданные. А инж — это добыча материалов. Правильно, нет? Что дает ученый в качестве офицера сопротивление? Материалы, да. Ох, миссия непростая. Через крышу предлагаем. Раз. Что? То есть ты не можешь через это перешагнуть? А она не может через это перепрыгнуть. Сейчас идти туда. Как это? Всегда же перепрыгивали через такие вещи. Ой. Мэг? Похоже, что Мэг. Это баг, говорит, иногда на лестнице зайти не получается. Ну, бежать, конечно, капец, как долго. Ну и сейчас везде риск. Сейчас вот я у этого сел, у стеклориск. Я думаю, что я слышал что-то. Ага. Дверь открылась. Ой. Так, дроид обычный. Так, хорошо. Ну и помню, что дверь открылась. Я предлагаю смещаться влево сразу же уже. Вейпом, соответственно, вот сюда мы пока что... Ой, сейчас можете спалиться. Дурак! Дурак! Идиоток усопнете. Я предлагаю подставляться, короче. Предлагаю подставлять это вон штурмашам. Потому что эта штука меня оглушить может просто. Да. Мне ниш важнее лимминга, ниндзя. Пусть даже это не фанга. Тут фулл кавер, с одной стороны, дополнительная цель для этого. Была вероятна, что я его убью. Ой. Я думаю, что я нужна помощь. Что произошло? А как ты фланганул-то? Я же за фулл кавером был, нет? Да ну вас нафиг вообще с таким... Два овервоча, добрый день. Я такой дебил просто. Пробежал, видел, где они. Но почему-то подумал, что меня не заметят. Випо, випа не заметят. Упущенная возможность взять инжа. Проваленная миссия. Она стояла как будто без укрытия вообще. Я вроде целился так, что я стою за столбом. За столбом я стою. Специально выцелился, чтобы... Господствующая высота. Так, давай прямо по одному прокачиваем, наверное, в центре военных. То есть взялся за Маркони. Ходи. Нет. Маркони, как его звать-то? А, типа нельзя, потому что у него звание хреновое, да? Давай второго пулеметчика. Один был лысый, другой Брюс. Ну, Брюса были так себе, да? А, ответная поддержка халявая, огневая. Выстрел в режиме наблюдения происходит... А, это овервоч, а не сапресс. Критически против цели половина, здоровье и больше. Нет, это не то. Хотя неплохо, но нет. Давай, может, второго снайпера посмотрим. Может, у него перк сработал. Ледокол. Руки молнии, это пистолетный снайпер. А, огневая поддержка. Вот для него хорошо. Хороший перк для снайпера. Инди, делай. Ну, мне нужно, да, Новобрандск кому-нибудь взять. Но там нет достойных. Да и есть в запасе ниндзи. Разные. Шесть, пять, два. Давайте сокола, в смысле слона возьмем. Слона в партизаночку. По статистике, когда товарищи, бойцы приходят на обучение, если их направляют на ниндзя, они, конечно, сразу расстраиваются, потому что есть статистика, что те долго не живут. Новая цель. Семь дней. Незначительное. Поезд. Надо идти основной группой. Желательно снизить до минималки, да. Желательно снизить до минималки. У меня нет еще спеца по взломам. Ну, а зато у меня есть лазерное оружие. Так. Бобра убираем. Штурмовик, полимерчик, разрушитель, снайпер нельзя. Уже больше похоже на правду. Дай-ка посчитаем опять. У нас 24-7. Произошла ошибка. Комасус-сервис. Очень-очень приятно. 176 умножаем на 0,8. 1,24. Получаем 5 дней. И 8,5, да. До минималочки. Предлагаю под 100. Предлагаю 10-12 брать. Хотя в прошлый раз снижало даже и без. Так. А есть ли у нас хэвик? Нет у нас хэвика. Разрушитель, кажется, как обычно берет. Не, не нужен там второй этот. Я не хочу в четвером идти на такую миссию. Да, будет минималка, но это жесть. 5,21. Да, 5,21. Но я не умещаюсь пятером. Слушайте, я же в школе офицеров могу еще. Ну там дорогое исследование, которое вы в четвером над этим. Выбирай тогда топовых по четыре. Точно беру пекаря, он хорош. Правда у него... Ему оставляем дробовик. Ему оставляем бронежилет и прочее. По улучшениям оружия ничего нет. Увы. По лазерному оружию. Племетчик-снайпер сразу выходит. То есть я вообще по оружию... Только пистолет. Да винтовка. Ну дырокол можно сделать. И нужно сделать дырокол, конечно же. Одна лазерная винтовка у меня есть. Ниндзе даем, естественно, дырокол. Для маневренности. Сережа, хорош. Снайпер обычная пушка, это немножко... Может все-таки рейнджера возьмем тогда, бобра. Два раза стреляет, винтовочку дадим. 74 точность. Морозка еще есть. А, стоп. Хэвик больше ест. То есть убрав Хэвика, я могу попробовать сейчас еще кого-то уместить все-таки. Например, там ниндзя, да? Да, умещается. Если Хэви, это не только гранатометчик, это еще и... А так мы помещаемся. То есть можно взять любого, кроме разрушителя, гранатометчика и пулеметчиком. Рейнджерный эксперт. Не, давай лучше человеку, которому мы можем дать лазерное оружие. Это либо ниндзя, либо рейнджер. Да, тогда он эксперт, рейнджер. Так, а сам тип-то миссии какой? Поезд. Там очень контактно, конечно, все будет. У тебя стресс. Да и есть стресс, не имеем стресс. Нам же нужен, в конце концов, офицер, правильно? Можем, правда, Гайфуддин его взять. Бобра убрать. Надо пушку тоже убирать тогда. Ладно, убираем бобра. Стресс воля ноль. Он при первом же шухере нас сдаст. Тогда берем эксперта, рейнджера. 5.22. Укладываемся в пятером на 6.9. Даем, соответственно, на эксперта лазерную винтовку. Делаем ему броньку. Кому еще броньку? Есть. Две. Извините, пожалуйста. Две броньки нужно сделать. И, возможно, я сделаю еще в партизаночке бонусную экспунт. За 75. Один час, говорит, еще с ними. Один час. Сейчас револьверу гренку уберем. Не хватает. Вторую гренку убрать ему. Ну, светошум, да, ему меньше всего не нужны. Не хватает. Не хватает. Сколько нужно гранат убирать, чтобы выиграть час? Такой вопрос. Знатокам. Так, еще взять все оружие нужно. И дать еще одну пушку сюда. Улучшителя нет. Думай, 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 думай. А мы точно в 22 часа не укладываемся? Так не хочется одного человека уводить. Грант не влияет, как не влияет. А, хз даже. Мне показалось, что помогло. Ну, сейчас тогда либо уберем одного человека увы. Либо возьмем одного дополнительного. Будем уже на полную. От кого я могу отказаться? Штурмак. Вряд ли. Ниндзя-офицер точно остается. Снайпер. Для поезда не такой полезный. Но его нужно качать. Вообще, я, наверное, пожалуй, возьму шестого человека. Пусть это будет какой-нибудь, не знаю, гранатометчик. Я не перешагиваю через 8% разницы. Лазерная, лазерная. Может, произвести последний еще вот этот вот убогий? Нет, сплавов нет уже. И последний вопрос. Стоит ли партизанке сейчас сделать бонусную экспу? вроде как надо на что мне еще могут понадобиться деньги на лазерной винтовки но ты же копаешь копаем надо запоминай штурмовик гранатометчик раза три четыре пять шесть тык 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 сейчас подождите вернусь я все-таки потрачу 75 для того чтобы получить бонус партизанки опытный убийца можно еще вместе взять за 25 но это так остальное все такое дорогое 150 200 да вместе возьмем будем мстить важная миссия первая миссия с лазерным оружием с моей страны не очень серьезная а тут сохранилась сюда нет этого не было бобра не было да 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 хавк и эксперты да похоже она лазерная лазерная так 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 одна аптечка бог с ней брюс офицер играет на луке партизанки дорого стоит береместь пригодится да возможно пригодится он дешевенький еще остается нам сейчас участвовать в совсем халявных миссиях или стелс миссиях потому что основная группа реально занята будет недельку может быть стоит сейчас даже скинуть активность снизить активность потому что есть некая инерционность в этого поиска рекрута вообще до 13 доведем поставим сюда любого офицера так только не ниндзя полеметчик вот интересно звание решает или нет ученого сейчас центр военных технологий пока не забыл и 9 дней нужно уже копить наверное на этот на реле питания подключение новых регионов ресурсы через один день доход очень маленький чумантер не сопровали на два события произошло 4 доход отрицательный кстати говоря убежищем человек новый вот видимо конспирации этот рекордов набираю при селе адвента 3 материалы собрали я хочу чуть еще одного лемминга тут получим в этом секторе афиксы адвента сохранится на всю игру класс это такой провал так огневая поддержка это в центре военных технологий эльдар каримов у нас обучился что мы можем ему еще взять пока ничего но пристрелка только разве что бобру может что-нибудь сейфовываем о 1 на 1 кстати для рейнджер это хорошая обилка очень хорошая но дорогая то есть у него точность хорошая дистанция средне близкая и пистолеточка очень хорошо ему зайдет у маркони кажется не было ничего кроме крита а у караська может что большой бум нет светошум вряд ли давай тогда обучать бобра 1 на 1 9 дней лазерный пистолет ему нужно только дать будет этих целей так назначается в убежище еще парочка а здесь один и там еще кто-то пришел да поиск рекрутов сколько нас уже здесь 10 10 ладно давай свечимся тогда снова ученого берем и готовимся ищем новой миссии тем более часть времени прошло основная группа надеюсь вернется с миссии поехали активность повысилась 94 хотя как она повысилась если граница 92 небольшая 13 15 уже человек эвакуация 6 ходов еще не поздно скипнуть скипаем была ошибка почему поднялась активность кто-нибудь сможет объяснить кстати новобранцев уже 12 человек 902 это уже следующий повышение сложности а то есть меньше 100 это уже она ясно новая цель 4 дня новобранцы 108 очищаем посылаем поехали там еще персонал пара персоналов и пара новобранцев она стоит потому что по сути аспирант это пятидневный новобранец потом свободное обучение можно парочку взять научить плюс еще цель так 6 дней незначительная диверсию памятника надо брать эта миссия без лимита на время надо брать под сто процентов берем берем ориентировочно группу со снайперами с пулеметчиками револьвер игорь андреевич и к2 не хочу брать потому что такая позиционная миссия может даже 2 снайпер лучше сюда взять с обычными пушками миша с обычными пушками надо взять кого-нибудь типа рейнджером с винтовкой и бойцов выходит 5 бойцов выходит 5 бойцов гранатометчик надо брать помещается гранатометчик хорошо ишь когда послаешь на миссию там пишет адвент наверняка отреагирует на это на карте это миссия слишком халявная чтобы опыт получил нет лимита по времени это ключевое это шанс прокачать двух снайперов под следующие винтовки что оружие предметы здесь лазерный дробовик мы штурмляка все-таки возьмем нет здесь конечно 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 здесь не то здесь нужно брать этот а дракова то он и есть до мобильность минус 1 может вместо одного снайпера взять пекаря с дробашом с обычным дробашом нет обычным дробашом не надо чисто позиционка снайперы овервотч с опресс да скорее всего заморозочку берем берем рейнджеру заморозочку улучшение оружия недоступны кажется это тоже огромные огромные проблемы там нет достойных и нужно подфармливать их значительные 10 12 10 12 поехали если адвент на это отреагирует он будет перебрасывать силы и это на вот будет ловить я не в курсе как ловить перебрасывающего перебрасывающих адвент который перебрасывает силы и он будет перебрасывать из верхнего региона скорее всего там девятерочка у него привет скоттикс при всем привет у нас продолжение вчерашнего троя начался он очень плохо но вроде сейчас пока получше так сейчас появится бабло еще немножко расчистили инопланетную технику материала и сплавы далее нам нужно чистить скорее всего одним инжом вот здесь вот обломочки работает работает конечно же уже не работает и скорее все строит реле питания уже а поймать колонна адвента это рандом по большому счету то есть продолжать развед данные здесь фигарить я понял у меня много раз раза три наверное это миссия колонна адвента была слон красавчик новобранцев мне кажется нет но я могу сейчас попробовать на 7 баксов кого-нибудь обучить чаще в чат друг да мне просто игра по а вот и новая миссия шесть дней развед данный незащитный сломайте скрытый спецов нет спецов нет кого посылать у кого ниндзя как обычно конечно же только я оставлю гренку и дымовую поставлю и светошум может быть даже дать ему там нужно будет некоторое время держаться может быть отдать ему бронежиле от слону так на минималку вытягиваем вытягиваем давай не надо надо дорого ну что ж поделать поехали слон программистов слой его на это взлом просто он не прост миссия на взлом дырокол некоторые враги уничтожить броню при каждом попадании огромный прорыв у нас основа исследования не поле вычитывая фонд и автопсия сунь из нас Так, а что, а где, что произошло? Троечка, троечка, пока что все ок. А вот и миссия, 122, незначительная. Четырех человек надо спасти. Зря я не взял кумулятивный заряд. Скорее всего, он здесь бы пригодился. Сейчас аспирант, кажется, на миссию пошел, судя по маске и оранжевой раскраске. Спасти из плена и эвакуировать солдат. Новобранцы мне пригодятся. Они быстро пройдут курс специальной подготовки и займут место аспиранта. Были кресолиды? Нет, почему? Он хоть раз доходил до освобождения района Тадвента. Я вообще не знаю, как он доходил или нет. Вообще, я его особо не смотрю. Это продолжение или новый трай? Продолжение нового трая. Аспирант, давай. Голубь тебе помощь. Работаем. Там бежать полчаса до эвакуации. Аккуратненько сначала смотришь, кто где. Мирных видишь, как пойдешь. Я думаю, на крыше и сверху падать, да? Там же сверху мы... А, нет, есть вот такая вот... Ну да, можно дверь открыть потихоньку. Зависит, конечно, от того, где враги будут находиться. Это же ключевое, по сути. Минус аспирант. Не всегда... Ой. Снэкс. Снэкс. Падай. Кто стучится? Ну вот и думай, теперь подходить, не подходить. О, мое. У меня вообще туда. Я думаю, надо обходить. Рискуешь, Михаил. Лучше так, подходим. Свалились, скажи. Все равно хочу по крыше. Нет. Может быть, фланг. А, ну, оттуда тогда, скорее всего. Аккуратненько. Слева шумят. Да, она сейчас прям... Понял. Могу. Тут тоже есть элемент риска, потому что я не знаю, что... Есть ли кто на крыше. Поэтому пока в полхода был кавер перед лицом. Это тот же, скорее всего, пак, судя по вектору. Да, и судя по звукам тоже. Восемь ходов между тем же. Нет, это был другой палк. Офицеры двоем. Вот и думаем. Иди-то тебе сюда или не идти. Так или так. Запас не так. Относительно верхних. Сбога. Риск серьезный. Так, это последний пак. Так. Или незначительный. Не, не последний. Еще один есть где-то. Открываем дверь, спускаемся в один ход. Следующий ход ломаем, эвакуируемся ориентировочно напрямую. А где точка эвакуации? А, вот она. В самом углу, Карл. В самом углу. Открываем дверь раз. Сейчас, внимание, вопрос. Ты сразу подходишь к дверям или не сразу? Семь ходов вроде как с запасом. Так, а кого ты видел? Четвертый пак где там? Да я вот, что я так слышал. Видишь кого? Йопа, РСТ, как ты видишь его? Через вот эту дырку. Так, а как выбегать будешь еще разок? С трудом. С трудом. Плюс тут две двери еще, понимаете? Надо целый ход потратить, чтобы открыть. И лучше начинать, по крайней мере, вот с этой двери. Потому что тут есть, по крайней мере, блок справа на случай открывания двери. Слева шум. Ё-моё, справа шум. Я думаю, что проще выбегать отсюда. Учитывая то, что там пак гуляет. Поехали. Они жопы открываются? Обе хорошо. О, небольшой эрактор. Легко. Ой, понт, конечно, сработал, сработал. Изи просто. Восемь процентов. Я думаю, надо сейчас прятаться, во-первых, в камере, просто тупо. Вот так, да. Я думаю, что это будет. По звуку они справа. Здесь дверь вообще открыта. Может, я тогда просто дверь открою, гляну, что-то как. Не, можно, на самом деле, одного зайца выпустить. Просто. Что-то привлек внимание. Тут потенциально змеи и пак. А там либо на крыше, либо сразу за углом. Да, в любом случае я хочу делиться. Потому что вероятность появления... Хотя может вот так вот аккуратно. Раз. Сюда два. Из дырки меня сверху могут заметить, конечно. Тут дверь пока закрыта. Радует. Какая побег из тюрьмы. Слева. Мэг. Два мэка. Ну, теперь я знаю все четыре пака. Я фланг сразу же. Один на крышу. Игру ватч. Ну, тут как бы... Пора валить. Еще пак. Так, ну здесь штурм должен что-то сделать. Гренку какую. Надо еще прикидывать, как добежать. Бежать надо отчаянно, Михаил. Просто отчаянно. Давай с разных сторон. Всех не перестреляйте. Пуль не хватит. Полу-кавр. Тут обер-вотч вообще-то. Стоит такой мэк. В дверном проеме с пушкой. И ты такой... Да, неловкий момент. Ну, че, ребята, мы бежим. Штурмаж будет прикрывать, естественно. Естественно будет прикрывать штурмаж. Вопрос только полу-кавр или кавр. Я думаю, фул-кавр. Ой, еще фланг. Дым. Изейший. Сейчас бы еще мэк промахнул. Тут пока... Каждая миссия уникальна вообще. Тут фильм ужасов или триллер можно снимать. Побежали, ребята! Мимо, мимо, мимо! Три! Живи! Живет! Царапина! Беги дальше, беги! Кто это? Лиссориус, Михаил, Михаил! Ради стримфеста! Давай! А кто дальше? Халима Масута! Акуна Матата! А тут фланговать меня могут, да? Могут. Хотя они меня там не видят. Так видят. Так не видят. А у этого один хит. Ой, правильный Лиссориус. У него больше хитов, он новобранец. А эти мелкие, у них один хит. Это я грамотно прибежал первым туда. Еще пак, ребята! Это бобер, он сказал, на Клингонском. Мэг десантируется, прыгает, хоп-хоп-хоп. Не успеет, не успеет, не успеет! Не хватает ходов! Хватает. Нееет! Минус новобранец. Как он успел-то? Йопарасите. Держись, держись! 62! Верняк! Мило! Спиранта так не возьмешь. Еще кто-то. Михаил Исцкий погибает. А, там второй Мэг. Ой, какая жара. Три хода, ребята, три хода. Не добегаем еще пока. Как быть? Фулл кавера нет? Ну, идти под половинку. Это раз. Кто-то должен спастись. Что, тоже каверов нет? Давай, половинка. И есть машина одна. Вот так вот. Ой, спасаем уже проводника. А почему он... Как он так далеко добежал-то? Аспиранту хреново. Он может, конечно, ворваться. О! Там справа Мэг, правда. Не, ну это фланг, Михаил. Ты откровеннейший фланг. Лучше куда-то, блин, не знаю. Вот сюда вот за фулл кавер. Капец, там мирник бесит. Это у тебя тоже флангует. Может, вообще вот сюда вот? Нет. Не добежишь потом в один ход. Почему не добежишь? Отсюда как раз добежишь. У тебя фланганут. Отсюда же можешь не добежать. Да, вот это вот, но нет. Хотя, если он будет от фланга убегать, то может, он не пропрет. Да, вот это, наверное, самый хороший момент. Или это, или это. То есть, они оба будут флангованы. А, дым же еще есть. Дым работает. Да, в дым и ханкер, наверное. Там же станов нет у них. Или, 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 не, не, не. Там слева же был сэти сучок со станом. Это ли не он? Это офицер. Дым и ханкер. Дым и ханкер. С богом, ребят. На самом деле, даже если ты просто никого не спасаешь и просто живым прибегаешь. 51%. Яг-шечка, что ли? Без ориентации. Капец, надо было бежать. Кого я слушал? Там же инж стоит, ему пофиг на дым. Блядь, я же забыл, что у нас специалисты в чате. Капец. И этот со станом есть. Эмилиан. Фелим Флайн. Окей, я вас запомнил. Так, меня, по крайней мере, бы не фланговали двое, ну, двое бы, короче, забейте. Ханкер бы фланг не пахал в оригинале. Вы тоже это слышали? Он сказал то, что если меня послышалось... О, он с... Ох, клип срочно режь. Срочно нарезай клип. Майкер руганулся. Тыкни кнопку. Кого-то спасли новобранца. Сразу в партизанку, короче, его. И на-на-на-на-на. А где он вообще? Я не вижу новобранца. А, он ранен. Он ранен. Михаил, один на один. Михаил, один на один. Может, у Михаила что-то еще есть? Одинокий волк ему тоже хорошо подходит. Хотя нет, это скорее штурмошун. Руки молнии неплохо добавляет один на один. Халявный выстрел из пистолета. Фактически это пистолетный снайпер, только рейнджер. Еще с дополнительными опциями. Ну, может быть, у кого-то есть... Давай пекаря посмотрим. Малозаметный пекарь. Частичный, как полный. Для него это отлично. Он часто вынужден забегать за... Не выбирая препятствий для того, чтобы фланговать и с дробаша стрелять во врагов. Сила адвента. Стоп. Привлекает внимание адвента. В регионе уже четверочка. Дюжина врагов. Ограничений по времени нет. Правильная позиция для снайперов. Я пулеметчиком. И аккуратно, аккуратно убиваем. Кого-то, видите, уже лазерное оружие есть. Мне кажется, нужно будет сворачиваться в этом регионе уже все. Либо я сейчас разведданными нахожу миссию. Либо консервировать этот регион, лететь на юг. Фарм-миссия. Не совсем. То есть, тут не минимальная, тут незначительная. Но, ну да, по сути, по сути, я сюда лечу для того, чтобы ключевых бойцов, двух снайперов, пулеметчика прокачать. Миссию Supply Ride. Если ты сидишь на данных, понял. Я посижу еще какое-то время на данных. Сразу крыша, хорошо. Маскировочка есть. Ограничений на количество ходов нет. Поэтому ты просто, ты просто, ты просто. Аккуратно двигайся, смотри, где какие паки ходят. Можешь выщелкивать по паково. Например, сзади у тебя вообще ничего. Угол. То есть, ты, по сути, можешь начать с... С... Какого-нибудь пака на отшибе вообще. Слева. Змея. Здесь есть. Вот они. Киопресс, это я. Четыре змеи и этот. Нормальное, чувствуем, пофармим. Змеи еще капец какие-то точные И желательно вообще-то как бы не толпиться, между прочим Скорее всего троих оставим наверху с двух снайперов и пулеметчиками А с нами будем спускаться Переходим в позицию Роджер, у меня есть глаза Да, пожалуйста По пять человек Здесь три таких пака всего лишь, да? Демазик поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей и сообщает Привет, челлендж себе еще не придумал А я не думал над челленджем, не хочу Мне эксперт и предлагал Но я отказался Потому что тут настолько непредсказуемая хрень Даже на начальной этапе я даже сильно вперед не продвигался Что... Так, эти уползают, окей И нужен отдельный пак Вот, кажется он А их тут трое То есть это были не паки по пять человек Вот с этого начать надо Офицер обычный и синий А синий это... Это не ракетчик в случае Так, тут нас уже палят Может заморозочка сразу же Заморозочка только на двоих, кажется Будет работать максимум На двоих И лучше морозить офицера И видит ли меня змея? Да, вот такой вопрос На токам Не, не видят Нет, видят Хэвиком Хэвиком, значит отступаем вот сюда вот Теперь уже не должны видеть Ну и следующий вопрос Стоит ли в принципе заморозка Да, заморозка она такая Плохо юзается В лейте уже Потому что все разбегаются А тут по крайней мере можно Двоих подморозить Причем скорее всего Надо проверить А с овером Снайпер видит всех овер Разбегаться то будет офицер Поэтому Офицера видишь? Не видишь? А он есть Атаку видишь? Не увидишь Атаку видишь? Хрена с два А бонус у тебя есть? Нет Спустишься может? Бонус десяточка то есть Пока меры стрелять Ну а уж Ладно не спускайся Ааааааааа Ох Кидаем Аааааа ааааааа Аааааак Офицера как раз... Нет, офицера на голове есть. Что ты делаешь? Что ты почему-то замораживаешь? Дебилы. Опять... И спунил пак. Что ж ты не проверил, что... О-о-о-о-о-о-о-о! Это капец. Это просто капец. Сразу, сразу. Я офицера не заморозил. И пак спунил. Тут нужен сапресс на дальних. Нету сапресса на дальних. Кайтить надо Бихалыч. 100%, 70%, 39%. 100% смерть с небес Передислоцируемся револьвером раз. Отступается на Ипоминаде. Чтоб движенного не было меньше. Даже грянка кинуть. Я такую хрень сделал. Ну, думай. Остался один пулеметчик. Тебе нужно, скорее всего, сопрессить офицера. А еще лучше уходить. Хотя будут гасить этих все равно. Не, они не могут гасить других. Ты увидишь его? Отсюда только увидишь. Ладно, пусть на клетку. Это провал. Чего не проверил второй пак, а? Что случилось? Время, что было? Нет! Отъяснение контракта Заходили сигналы. Я впечатляюще, что Адбет может быть вырезает сильный арморный состав. Посталяется довольно тяжело. Это был близко. Это былоzinно. сразу скорее всего зря набирал рук рекрутов потому что очень быстро продвинулась враг продвинулся вперед по технологиям то есть это третий месяц а там уже мутоны грейды всякие прочее надо как-то поскромнее не привлекая серьезного внимания потому что сразу в первый же месяц получил 45 сил адвентом из-за рекрутов мне нужно время и нужно время на обучение в партизанке мне нужно время на обучение в центре военных технологий на это конечно требуется деньги короче разведданные в первую очередь масс-миссии на старте так то все было ок я за за два с половиной месяца получил лазерное оружие которое в прошлый раз больше полугода ждал но какой ценой так ладно я узнаю эту карту я узнаю этот дом они начинали с этого домика тоже в прошлый раз слева но я все равно не знаю ничего не могу с собой поделать люблю я крышу это все таки бонус по точности это все таки какая-то какая-никакая скрытность да надо через разведданные материал играть набирая повстанцев аккуратно аккуратно то есть так как я изначально блин делал по незнание что-то скажешь что повезло разведданные разведданные много миссии ученые инженеры вот все вот это вот ниндзя это все правильно все правильно они себя сто раз там оправдали партизан очка тоже на старте не центр военных технологий опять же для подготовки специалистов нужных чем более если будут миссии действительно там можно и разведданные получают собственные материалы получать на миссиях и те же самых новобранцев с буилдер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо за билдер михай привет подумай что ты делаешь не так из раз в раз может быть надо наступать не по центру а с краю может быть таким образом будет активирован только один пак и еще может все таки надо почаще стрелять а не убегать 2 пока рядышку нужно уделить умерли а я я я я куб рей чивай а ну а ну а ну а кажется они сами ко мне придут это не самый опасный кстати пока хотя офицер тут как посмотреть ешь на старте граната да надо отталкиваться от того чтобы сила адвента росла как можно медленнее сила адвента медленно растет если мы не рекру спулем же сейчас опять подтянуть товарища снизу еще надо следить конечно снизу продолжать снизу жалко что они приблизительно в одном направлении двигаются вроде как дальние то ушли и давай четко смотреть видишь двоих да чмиры точно овер главное чтоб мы не увидели следующий пак вроде не видим с 1 1 в общем-то мне хватит чем того что они еще будут разбегаться и хватит здесь уже даже вот так вот я подведу монтичу с украина украина видит слишком многих это была ошибка 1 продолжаем провожать возвращаются это мне на руку главное что верхние прошли хотя бы на ход дальше да кажется это оно все видят мне кажется здесь лучше через гренку начать не надо через гренку начать через флешку давай о пептар не узнал с богом ребят о офицер сразу успел спрятаться склем по дроиду хорошо попадание двоечкам двоечкам единичкам только убили одного и офицера сейчас придется оттуда сложно доставать потому что там же рядом пак поезд с такой выбивает как не 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 успеешь успевает а как он успел то вообще взрывать машину взрывать убирать овер желательно взрывать так чтобы эпицентр был на нем сразу же если это возможно возможно она пептарф увлек это временным машина будет взрываться только следующий ход он должен сам от машины убегать то есть мы его на овере можем поймать просто 88 давай чуть поближе потому что штраф там уже идут по клеткам из-за оружия этим не надо думаю массовый овервотч меня спасет главное чтобы гренку он не кинул суицидальную вот это будет может его так вот лучше сделаешь да давай не хочу я рисковать еще гренку получить или получить из-за одной светошумовой да этот действует это он видит стреляет но все таки мы под коверами там сзади кто-то идет к нему уже машина взорвется беги овервотч ты серьезный ты его выбор тут я надеюсь на фланг фланг будет еще есть пак 3 незабываем 50 процентов ну ладно попробуем хорош перезарядки овервотчем могут на шум прийти банальным ну и пепта ждать надо бейсбол качки так павел федотов пеп приходит в себя перезаряд ковер слева ну то есть прямо по курсу там ой вы бы знали как я хочу их на увере поймать я некоторое время еще посижу не хочу рисковать а вот они ну чтобы сразу на увере пострелять а зомби хорошо постреляем ой сектойдика хорошо 2 попадание 2 попадание 3 кто больше а у нас клеоз кстати еще разок 3 лут 3 ой еще последнего убили бы давай еще и можно 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 убили так кто пойдет за лутом сейчас момент такой непростой тянем спички кто вытянет короткую мантич компакт просто на вот сейчас рисковать что там уже один ход грей него поддержал ваш канал на сумму 50 рублей сообщает добрый вечер добрый вечер вы помните наш старинный дом изобильный величественный теперь это гниющие руины вернитесь домой возьмите то что ваше от рождения и спасите нашу семью от кровожадных неприходящих теней из темнейшего подземелья здесь дистро о да да ой darkest dungeon прекрасен конечно так ну во первых я никого не спулил не я не планирую если серьезно возвращаться к darkest dungeon у меня от него самые положительные воспоминания но вообще можно на самом деле просто тактично покаятись врагов на мантича будем байтить оп никого стекла выбивают я лучше по ханкерам по ханкерам да е-мое ну что ж вы делаете вироды ну мне же страшно а вот они радуйте я под полу каверам блин как дурак о за фул лучше сюда беги беги мантич царский байт должен быть бежит 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 2 овервотч с апрельс стрел состреляет 16 так чё как вот как от оверта будем уходить я чуть перемещаюсь смещаюсь чтобы люди стреляли он видит овервотч на того и скорее всего надо ханкерить у вы рассчитывать на то что будет убегать и я тут уже попробуем ну е-е-е-е забайчено работаем ребята минус а номер или тупыри у го это игорь еще 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 ребята ой молодцы лут до только что как минута брать если я об очень манчич ты как там клут относится отлично как откуда овер я знал что он не попадет просто 22 процента на это язык подвижность снова снова за ковр давай ребята вы отлично стреляете продолжайте в том же духе что это такое не 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 следующий да как ты этого флангуем уже басом а зачем выманивая всех упырей они ж не видят тебя подходим опа блин на самом деле халява первой миссии если попакиваемся делать повышение следующий идет мы заждались тут с пацанами заряд ковер заряд ковер заряд ковер аккуратненько видишь видим танкерим подходи он без защиты ой опять опа еще вот изейший изейший темнейший и так будет с каждым быдыш безупречно михаил михаил безупречно ладно посмотрим что за рандомные характеристики у бойцов я вижу бы не вура я вижу аспиранта вижу это холи кажется был мантич пептар много знакомых бойцов легчайшие да красиво легчайшие феликс феликс ниндзя мобильный 16 великолепно здоровье 4 хорошо бсп специалист с взломом 45 хреновой меткостью уволить сразу игорь жкх штурмаш мобильный 17 для штурмовика меткость 70 дикий аспирант 75 пулеметчик мобильность 14 здоровье 4 точно все очень хорошие холли уволить бани вурт бани вуртс на хипер 68 ладно чем не заменим мантич рейнджер так себя пептар хэвик с меткостью 74 самый классный все-таки это у сегодня к уклонению да сейчас в этом короче что мы делаем здесь партизаночка модулька не модулька средства связи на самом деле средства связи раньше времени сделал грайскев поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообщает добрый вечер чем андер спасибо за стрим смотри уже более полугода и наслаждаешься удачного правила спасибо тебе за саппорт тут не очень удачное место для строим партизаночки чем андер я давай новые регионы чисто развед данные там и там будем пока что пытаться фармить тему количеством которая есть с низким до средства связи разбиваем на модульку Проказанка очень нужна, конечно. Чумандер. Аааа, так, так. Разведданные, 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 разведданные. Сила Адвента-2. Дай миссию. Сейчас миссии повалятся. Давайте, пора. Пора. Пошло-поехало. 7 часов, минималочка, разведданные, пакет, найти улику, захватить предмет с хранилища, беру. Под 100 берем, скорее всего, это миссия качлемингов, плюс парочка основных. Я вот Феликса хочу оставить вообще, не брать его на задание, потому что он, скорее всего, пойдет на следующее задание в качестве ниндзя. Не, 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 нет. Так, пулеметчик уже у нас топовый аспирант, топовый. Оставляем пулеметчика. Штурмаж мега вообще крутой. 17 мобильность, меткость, да. Специалист уволит. Холли уволит. Снайпера, скорее всего, тоже уволит. Ну, надо леммингов брать, просто учить. Убираем. Рейнджер, мантич, как ты сам. Так себе. Вволит. Гранатомерщика возьму, пептары, и, скорее всего, двух еще этих наиболее перспективных бобров. Наиболее перспективные бобры оцениваются по серии параметров. Капец, они все косые. Вообще все не очень. Точность у всех ниже среднего, кроме парочки. Ладно, верю в пуха. Защита минусовая. Давай лучше адвоката Касаткина. У него эвэйджин хороший, защита хорошая. Эксперта, хорошо. Меткость низкая, но защита 10, эвэйджин 20, мобильность 16. Проникновение 100%. Будем что-то менять. Персональные боевые модули. Перспективным товарищам. Ниндзи в первую очередь уклонения, скорее всего. Да, конечно, партизанки нет, какие персональные боевые. Минемалочка, да? Индзи, пулеметчик, штурмовик, гранатометчик, двое левых. Шесть девчонок, тайп. Кого уволит от убежища на первое время? Так он же ничего там не даст. Только на рекрутинг влияет. Миссии с уликами важны, следите за такими. Хорошо. Хорошо. Зачем назначать в убежище? Офицеры, если мы не занимаемся рекрутингом. В принципе. Еще цель. Минимальная. Инженер. Стал с миссией. Освободитель из транспортного средства. А мы же спеца возьмем тогда? Спеца, которого на убой можно взять. БСП, прости за все. Смысл в том, чтобы... Чумандр. Да, открыть. Издалека. Дым обязательно. Мобильность, может, повысим. Уберем этот. Светошум. Очень важная, конечно, миссия. Здоровье 5, мобильность 16. Протокол помощи еще хорошо. Подбег баг как раз. Это стелс будет со старта. Поэтому, да. Поми давай. Зачем поми? Почему поми? Где поми? Кост несешь? Какой помик? Или... Минус БСП? Не, 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 не. На самом деле, я специалистов не очень уважаю. БСП уважаю, специалистов нет. Поэтому... Но это не значит, что стоит относиться халатно к миссии, потому что она очень важна. Дэдфайр не уверен. Я смотрел видосик с обзором. Средства связи с потемлением. Средства связи с потемлением. Так, открываем регион. Следующий, да. Тоже разведданные. Пармим просто миссии на разведданные. Миссия уже подходит. Чумандер. Имидж. С Богом. Освобождаем ВИПа. БСП готовится. Вообще, из транспортного средства, наверное, это одна из самых сложных. Миссий, которые были у меня. Потому что, во-первых, транспортное средство, это непосредственно центр карты. То есть, там концентрация паков, как правило, очень высокая. Тебе нужно подойти непосредственно к этому месту. То есть, это не закрытая камера, какое-то здание, где ты можешь с большого количества сторон там зайти, никто не заметил, или стеночку снять. Это машина, которая стоит посреди площади. И вокруг обязательно кто-то тусуется. Поэтому именно был взят специалист, для того, чтобы не надо было подходить вплотную к машине. Можно было бы открыть двери, еще получить какой-нибудь бонус. Не хочешь Европу открыть? Да нет. Нет, я сейчас об этом не думаю, у меня слишком далеко до этого. Я скорее хочу бонус какой-нибудь получить, локальный свой. Чем Европу открывать всякие. Очень близко ВИП, и недалеко от эвакуации. Так, не расслабляйся. 6-9 человек. В теории, ты вообще можешь с крыши открыть. Я же могу с угла крыши открывать. Главное, чтобы вижен был. Только не торопись, прошу тебя. Так, оцениваем, что здесь. Обман под креплением. Ясно. А не лезь. Послушай лучше. Слева офицер. Э, офицер это. Пять человек. Два разных пака. Так, точно обходим через здание. Тихан. Дай порулить. Нет. Лучше угловые каверы использовать, конечно, в случае. На случай, если дроид прилетит, чтобы у тебя были страховочные фланги прикрыты. Они на шум, видимо, шли на мои шаги. Хорошо, пять человек уже ушло вниз. Угол. Ой, ёпы, росты. Это грязь. Можем отключить дроны адвента. И эта паника, типа, не поднимает. Но эти могут видеть. Да, засада. Ну вот, представляете, не было бы специалиста. Вот у вас задача подойти вплотную и открыть дверь. Вот это вообще класс. Просто класс. Я думаю, отсюда я смогу дверь открыть, чтобы мне сократить дистанцию. И уже не будет виженом. Проверить. Если упадешь... Нет, лучше... Лучше вот так вот аккуратненько. Уходят, уходят, уходят! Надо чуть, чтобы дальше ушли. Слева поднимаются, кажется, как на крышу. Да, могу сломать. Куда бежать? Дым есть. Там конец карты. То есть они скоро вернутся. Надо ломать. Надо рисковать. Ультра уровни персональный боевой. Я лучше попробую нарандомить один к трем. Ну! Ультра это третий уровень. А теперь думай. Стоит ли випом сейчас открывать дверь? Нет. Ты подходишь, но не открываешь. Здесь подходят, да? Подойду, могу пак спулить на этот ход. Поэтому я, скорее всего, вот так вот сделаю. Вон он, вон он, пак. Спулил бы я пак, если бы так хорошо. Смотрите, какая ситуация. У меня, во-первых, есть дым. Я могу прикрыть випа дымом. Вип не добежит. Но он спрячется за что-то. Это все. Это все, что есть. Вот на карте здесь два пака, там пак. То есть, по сути, я спокойно открываю дверь випом. Иду на полхода. Пулю пак, естественно. Иду на полхода. В сторону точки эвакуации. И смотрю, куда закидывать дым. Но, помню, что там сектой. Тебе бы уйти из подвижины вообще. Не получится. Хотя вот так вот может быть. Нет, это все в окнах, в этих. Есть подоглушение, тоже надо уходить. Или подставить. Я, скорее всего, специалисты подставлю. То есть, я покажу цель. Випа за фулкавер сюда. Специалисты, как более приоритетную цель, поставлю на угол. Закину еще дым на випа. Вон, следующий код эвакуируется. Так. Что у нас по флангам? Какой у них приоритет? Приоритет у них будет тому, кого лучше видно. А этот на клеточку дальше. По сути, надо вот сюда вот по-хорошему идти. Но хочется, конечно, и специалиста спасти. На следующей подобной миссии. Тут неплохо. Под дезориентацию я уверен, что могу попасть от дымжа. Не, нельзя так рисковать. Надо подходить вот так. Нет. Можно. Можно рисковать и нужно рисковать. Дым. Желательно дым сделать так, чтобы он еще какое-то время мне помогал дальше. Все. Нижний под фулкавером. Нижний под дымом. Я под полуукрытием. То есть я приоритетная цель. Для всех. Дроид подлетает. Не успевает. Не успевает. Не успевает. Этот подходит. Стреляет по нужной цели. Попадает. Защита. 33%. Сектоид. Главное, чтобы сектоид. Овервотч. Сектоид. Да, на этого. А представьте, он бы випа сейчас всей атакой бы захватил. Может, сопротивляешься? Под контролем. Ясно. Ну, в общем, мы прощаемся с БСП. Надеемся, что по нам овер не попадет. И одну клеточку добегаем. А я в дыму, в дыму, в дыму, в дыму. Блин, дым так решает на таких миссиях. Капец. Все. А БСП мы как-нибудь потом спасем. Парам-парам-пам. Изупречно, говорят. Продали БСП за Инжа. Слушай, я бы сразу человек 10 Инжей бы поменял там специалиста со старта. Все. Копаем сверху. Что за гугл стримы? Без понятия. Почему новый Трай? Поехали. Так, то есть устанавливаем контакт. Модульное оружие, новое исследование. Биотехнологии, конечно же. Чумандер. Подключили и тут тоже разведданные. Новый региональный контакт влокировал. Точно? Или материалы? Да и материалы. Материалы. Сюда инженеры нужны, да? Материалы. Советники сюда нужны. Или все-таки пока пофармить миссию. Не, давай пофармим миссии. Везде разведданные. Все, хватит. Леминги. Миссии разведданные. Одного в рейд картинка отправить. Зачем? Так, там проникновение соточкам. Минимальное разведданные в начать операцию. Это группа основная пошла. Это уже будет не стелс-миссия. Здесь уже надо убивать, собирать модули. Минималочка. Уровень адвента, опять же, двоечка. Это база. Не искали бы бойцов чуть-чуть. Но это провоцирует увеличение активности адвента в регионе. Зачем? Зачем? Мне нужно в партизанке обучать новобранцев. Дожить до центра военных технологий. Если я сейчас начну рекрутировать, это было в прошлом Трае. То это будет к концу месяца 5 села адвента в регионе. Здравствуйте. Зачем это нужно? Мне хватает текущей активности нашей. Все, ищут. Ой, крыша. Что нужно сделать? Заберите и эвакуируйте. Вообще, это не самая простая миссия. Ладно, давай тогда этим пока Феликсом на разведку. Пакедж. Достаточно далеко он находится, этот пакедж. Первая группа, четыре человека. Там, кажется, даже второй пак виднелся. Или это одинокий дроид летал. Нет, да всеми подходить и сражаться. Чего тут? Чего уж тут? Камера в малом. Флангануть могут. Вот этого флангануть могут. Надеюсь, не увидят просто. Но уже лучше парочку на овер оставить, блин. Лучше вот так штурмашом найти. Чем оставлять вот таких вот товарищей под флангами. Это один пак. Офицер, дроид и этот. А кто стекло-то выбил? Это половина, на самом деле, врагов на этой карте. Половина Карл. Основная проблема в том, что здесь возвышенности у меня нет. И далеко не у всех полковеры. А так бы я вообще побомбил. Изейше. Изейше. Давай попробуем найти все-таки ковры. Ты в первую очередь раз. Тебя не оббегут, кстати. Но ты можешь уступить еще место. Да, нельзя побоить, должен быть. Так. Штурмовик инициировать будет. Он докидывает вообще? Да, докидывает запасом. Поэтому вот отсюда он должен инициировать. Мы виняют. Отсюда тоже можно, кстати, пострелять. Тут овервотч. Тут овервотч. Овервотч. Этот не овервотч. Ну, то есть без толка овервотч, не овервотч, не важно. И один у нас, получается, без нормального ковера, да? Сделал так, чтобы увидел минимальное количество. А, вот, нормальный ковер, он еще видит колодок. Ничего так. Кстати, у меня всего лишь 8 ходов. Все. Свето шум и поехали. Ту-ту-ру-ту-ру. Офицерка же в сумру. Пропадали на четверку по офицерам. Еще единицы. Пятерка минус офицер. остальные живы да ладно там фланга 0 и нашего визу еще пачка отчего ты не понял а ну да как как full cover дезориентация и там был не фулка там было полукрытие просто грязь так то у нас там и от любопытно какая там была вообще вероятность этого упыря реально потому что но это это какая-то дичь минус хочется фланговать не хочется резать потому что на птичке не брал кажется что если я буду резать я вообще лучше светошум сделать и добиться дроида сначала лучше дроиды гранатой сначала а потом добивать что два армора потому что гранаты его крайне мало вероятно уйдет это пятерка а вот обычно мы выставим его добивать это это провал светошум раз и вак не забудь совершенно сразу и вак фигаре 5 ходов и вак да четыре ходом как он попал как он попал вот хорошо нас чувак умирает чем гранатомяч не самый бесполезный надо рисковать я полагаю поверло очень но как бы дезориентация работает да твою налево но почему вы попадаете с такими но это еще не все мне бы парочку оверов на самом деле не подводить пацанов уже аккуратно да не а 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 там скорее всего будет паку точки уже проблема в том что я с этого времени у меня мало а 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 игорем лучшим делаю разведку лот ой какой лот блин бежим эвакуацию не там я запросил конечно же ладо а такого не может быть время пока еще есть да за углом кто сектой или змея эвакуация он справа вижу двоих четыре человека сектой твенч черный так рангом есть одного минусуем близко феликсом скорее всего надо бежать резать сектоида и в следующий ход брать контейнер а далее сапрессить на светошум как светошум кажись никак нет вот отсюда можно закинуть хорошо на эксперт и забирается хэвик кого увидит отсюда двоих я дальний конечно интересует больше так еще есть лемминг феликс за кого добегает до двоих только даем светошум до колон до них же похожим только дальние out of range сапрессить мы можем может а у сапресс нет крайне неудачно так если ранунган то куда у тебя только одна цель на ранунган это вот так фулл кавер фулл кавер фланги фланги будут или ранунган сюда и оглушать сектоидом а с мечом добегаешь тоже только до двоих да причем с мечом ты тут гарантированно получаешь фланг без оббегания о тут видим одного точно не накидываемся это шум тут бы дым помог ладно рискуем в общем игорь же гкх ранунган слушай подожди ем у тебя тут только одна точка чтобы фланг стопроцентный был это вот так раз флангуем а стан нет станы как его и раз лутецкий до взрыва контейнера секунда вот точнее здесь мы въезжаем сектоида сектоид умирает гарантированно нас тут не флангуют вообще никак сложились сектоидом остается двоем можно дать дополнительную цель или предвосхитить до предвосхитишь там них нихрена не видно вот отсюда разве что ты сможешь на овере словить надо овер делать просто овер раз овер два и увы овер три то есть на случай флангов от этого да только так попадание двоечка еще 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 нет вот это будет фланговать ну тут фулкавер тут че он сделает тогда ход последнего обычный четырех хитпоинтовый не флангует овервочек ари така поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает ари така спасибо тебе короче у нас еще подкрепа на подходе вот в чем дело я хочу подойти я хочу подойти кинуть светошу таким образом чтоб меня не заметили и таким образом чтобы я достал еще не факт что это получится не факт что нужно эксперта посылать хотя на эксперта как раз лемминг тогда так пофиг что он выстрелит у него штраф тридцать пять сейчас нужно не только взять контейнер и нейтрализовать вот этих вот двоих да ты еще не попадаешь по ним подожди нейтрализовывать ты овервочи-то уже снял этого ты флангуешь и убиваешь проблема в том что я должен сначала вот это вот выполнить можете успею добежать до того на мечем это действие с требует кажись слава им сундук а крепа миша и вагда я в курсе но я не должен эвакуацию в другое место переназначать тысячи четыре кода ожидания должен сейчас у верующий поставить взяли расширенный магазин настройка спуска кэш данных нифига себе потому что не трогать их а вовсе не надо прикрывать человека с этим и лут надо брать это очень плохо так кто опаснее опаснее офицер ты его флангуешь вот отсюда поехали раз тот тебя не флангует первый вариант светошум на одного да так и нужно делать два овервочи или один овервочи лут так аспирант что может аспирант аспирант скорее на овер должен вставать на овер вставать и к эвакуации в следующий ход добегает добегает то есть просто на овер просто на овер да адвокат не добегает тоже получается овервочи кто будет брать все время наберет он его берет вот отсюда вот чтобы типа укрытия были лут подставлять бойца под фланг чушь он не подставляется сейчас под фланг этим аккуратненько назад и овервочи смотрим куда упал кто упал что за подкрепы четыре человека оооо офицер это будет непростым может леммингом светошум кинуть перед двухками да да леммингом светошум эвакуируется сам а остальные сейчас пара оверов еще может попадем попалый разор по офицеру что немаловажно это не фланг фланг так эвакуацию в другую сторону срочно за этими данными значит эвакуацию феликс вызывает есть у нас возможность два хода на крышу дальше 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 суда так то добиваешь его игрока жалко конечно так как летом считал опять леммингом отходим отстреливаемся или забиваем и убегаем или забиваем и убегаем да недалековато фланг будет нет на а на рвуч или будет фланг есть фланг везло что не попал но и здесь нет фанга двенадцать процентов он попал паника снята так в первую очередь мы берем лут собственно этот жирный а вот здесь модифицированная настройка спуска всего лишь и бежим на точку эвакуации раз эксперт два эспирант три так если ты бежишь вот так вот тебя не видит он да попадаешься здесь только на этой клетке а дальше нет то есть вот так вот ты идешь потом сюда попробуй хорошо игорька жалко смеш флангую сейчас так же второй нет ладно все равно это самый старт миссию главное выполнили да один мертвый но много модификаторов всяких на следующую миссию у нас будут тут плюс разве данные еще получили на этой миссии опыт получили остальными бойцами я просто мог мог по-другому как-то там флангануть человеком чтобы так не рисковать мог раз в один вроде двоих а второй мертвый ну второй вроде лемминг второй вроде лемминг да сейчас посмотрим кого в этих материалях игорьек еще больше всего урона нанес больше всего пацанов убивал да двое мертвых пептар и игорьек да гранатометчика которого как то вообще на 5 урона через дезориентацию и укрытие феликс феликс да и головорез я думал второй или третий аспирант пулеметчик точно точно в цель молодой адвокат снайпер 68 эксперт рейнджер почему таких товарищей взял откуда метка 61 неужели это были лучше глушители расширенный магазин две настройки спуска и модифицированная настройка спуска партизаночка через три дня о берем пушки поможет поможет скандинь капабилитейс поможет нам застрелить для ключей или других ресурсов это будет много времени у нас много земли мы знаем только один другой рейнджер это лучше для того но этот рейнджер был большой рейнджер и радость и кто-то кто-то обучает никого не может партизаночка только-только на новые цели незначительные 8 дней ученый из камеры адвента это важная миссия наверное я даже пойду на нее не в ученым мне нужно чтобы развед данные эффективнее собирать соответственно я могу в общем-то взять тиму основную и спасить ВПС камеры адвента причем могу 6 человек взять вообще модули сейчас поставим им берем нового рейнджера на эксперта а бонич как там снайпер 68 нет 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 снайпера я лучше обучу новым это тоже ой ну а бронцы вообще о усач неплохо он медленный но плотный нет хреновый он а карасик может быть мобильный более-менее точными димага неплохо а димагу так пулеметчик разрушитель а может все таки гренадеров а гренадеру мы не возьмем потому что гренадеру нас убили у нас только снайперы новобранцы которых я брать не хочу седьмого бойца не по месяц мой боец насколько я понимаю да блин косяк чёрт тороплюсь так рейнджер боневура минус и берс хороший 4 16 60 производство есть на какое-то у нас коммунитивный заряд нет тогда только модули получается улучшение оружием ответные выстрелы проникновение глушителей пока не будем короче овервотч кто у нас чаще всего на овере стреляет это безусловно пулеметчик безусловно пулеметчик даже не из-за сопресса просто он сейчас десяточку добавляем аспиранту рейнджер скорее всего учитывая пушку он чаще будет на овере стрелять и кому-то из лемминга дадим тому кто поточнее но 59 это не та точность 51 это тоже не та точность ну давай магазин тоже наверное пулеметчику отдадим ну и давай сразу глушитель глушитель на трехствольный пулемет крупнокалиберный так 10-12 человек а точно 10-12 мы в 5 не уложимся секундочку 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 может я зря так же жищу да хватит мне так бесит 0 0 8 6 и 7 6 дней и где то 16 18 часов 6 дней 18 часов допустим я убираю 1 да лучше пятером идти 1 леммингу убираем И уже бонус получаем Феликс не здесь такой пушкой Потому что да Разрушителем можно Холли дать Другую пушку Хотя у него меткость нормальная Ей просто маневренность нужна Не, давай, давай, ей лучше маневренность Кстати, надо было пушку заменить Кому-нибудь обычную Например, мантичу Даже без настройки спуском Вот это вот оружие будет получше, конечно же И, конечно же, надо еще взять гренку Морозную И топоры забыл Топоры тоже забыл Топоры топчика Так, 6 часов нормально Поехали Вот это важная миссия Это очень важная миссия Партизанки сейчас штампуем просто Нинс На стелс-миссии Любой сложности эвакуации инженеров, ученых, сопровождения, новобранцы Не важно Просто то, что может выполнить один человек Еще миссия Семь дней Ученый Минималка Эвакуация випа Здесь можно и с боем И нужно с боем прорываться То есть набирать сейчас 6 бойцов Вообще по максимуму Новобранцев Слушай, может ты сейчас новобранцев наберешь? Надавать им дымы еще Сейчас будет алиска Нет, давай сначала посмотрим, что у нас по Вот это Двое ученых на старте Это тоже очень хорошо Не инженеры, но Ну ладно Вербовка Два человека есть Лисориус Защита низкая Мобильность неплохая Точность хорошая Берем Эльдар Каримов Защита хорошая Мобильность хорошая Здоровье хорошее Точность чуть ниже среднего Берем За 20 баксов Два бойца Класс Аптечку хотя бы одну Да нет Итак Значит, начинаем с конца Лидокол Лисориус Далее берем еще 4-х человек С наилучшими характеристиками Это все-таки Димага 6 здоровья Средняя мобильность У ворот хорошая Точность никакая Это Пекарь Все-таки Мобильность Точность У ворот хорошая Здоровья правда мало Пух 4-15-66 И скорее всего Усача Пусть и медленного А, Усач не поместится Да Да, Усач не Алло А глушак Мне тут не выиграет Особенно Так Пару дымов Для того Чтобы у нас была Возможность Прикрыть Випом Никаких аптечек Все готовы Полетели Вот это Тимас Разведданными Что ты просто Берешь и сразу А если два ученых О, я смогу Следующий Воба По ученому Поставить Чушь какая Я не справлюсь С объемом заданий Почему Я могу Пропускать задания Штамповать Только ниньс И все Вот Партизан Завезли Партизанки Берем Наиболее Маневренного Человека Из оставшихся Берем Карасика Хашра И он будет Первым 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 Ниндзей Потому что Эти люди В Соло Могут Проходить Миссии В оба По ученому Как же солдат Что вычислять Безликих Я ничего не знаю Хочу ученых Ой А это Использование Труп адвента Офицера Хорошо Где кнопка Карл Патроны Пускай дальше Денег нет Доходы Минус 10 Инопланетные Обломки Расчистили Денежек Чуть-чуть Больше Стало Инжа Направляем На центр Я по-прежнему Буду придерживаться Темы С мастерской Первым Строением Но мне копать И копать Конечно Нужно Второй Инж По-хорошему Еще Новая Миссия Новая Цель Специалист БСП Один день Ну один день Я не могу БСП спасти Еще Миссия Минимально Развед данные 8 дней Взломайте Скрытый Компьютер Кажется Пора Сворачивать Развед данные Потому что У меня Тупо Не хватает Народу Ну Эта Миссия Тоже На леймингов На всех Я Беру Всех Кто остался Взломайте Компьютер Там вообще Минималка Оставлю Одного Брюсом И надо Сейчас Сворачиваться Блин Надо Сворачиваться В одном Ваш канал На сумме 100 рублей И сообщает Майкер Спасибо За интересные Стримы Не забывай Выкладывать Записи Нет Сегодня Девятой Серии Немало И еще Почему Ты называешь Новичков Леминами Ну Есть Миф Просто Что Это Не соответствует Действительности Что У Лемингов Есть Суицидальные Наклонности Что Они Пачку Пачками Могут Прыгать Со скал И прочее По этим же Мотивам Была Старенькая Старенькая Игра Очень хорошая На логику Леминс Какого-то там Тоже 90-го года И Ну Лемингами Называют Как бы Идущих На смерть В общем Неопытных Бобров Лемингов Ну Басов Ну Много Синонимов Есть Подобного Рода Я хочу Прекратить Вот в этом Регионе Активность Потому что По количеству Миссий Я уже Не справляюсь Пусть Лучше Будут Материалы Пока что Возвращаемся Сканить сюда Уже Три Активных Миссий Четыре Получается Миссий Проникновение Суточка Сейчас Пойдут Чумандр Гибридные Материалы Делаем И хватает Сплава Фейлерия Прям Титрик Ковтитель Чумандр Вот она Миссия Минимальные Ученые Пакет Данных Эвакуируем Випа Поехали И вот Не понанимал Рекуртов Конец Месяца В прошлый раз У меня уже Было 5 И 4 Ксил Адвента В регионе Сейчас 2 И 2 И это Соответственно Влияет Ну Нет Змей Помните Мутона Я встретил В конце Месяца Прошлого Удивился Когда Встретил Мутона То есть Реально Не стоит Выделяться Не стоит Набирать Новых Рекрутов Если у тебя Ну хотя Наверняка Разведданные Каким-то Негативным Последствием Со временем Могут Привести Добыча Материалов Тоже К рейдам Приводят Адвента Разведанные Видимо Тоже Но пока Все Тфу-фу-фу Гладенько В этом Трай Потому что Враги Не такие Жесткие Народу На миссии Хватает Ученые Инженеры И вот Инжа Еще Одного Взять Вспомню Что Было Удачный Трай После того Как Атак На Убежище Без Поиска Рекрутов Тогда У меня Было Четыре Человека Вообще Сейчас Восемь Может Каждый Месяц Сейвиться Чтобы Дальше Пройти В Ближайшую Неделю Может Тогда Вообще Без Сейвов И Уровень Сложности Пониже Сделать Давай Сначала Ты сдашься Вот В этом Моменте Потом Поймаешь Себя За игрой В какую-нибудь Не знаю Браузерку И все И вот Тебе Уже 40 лет Ты Играешь Визуальные World of Tanks И все Не нужно Давать Себе Поблажек Проблема В том Что Здесь У меня Нет Короче Мне нужно Здесь Сражаться Я полагаю Ну ты В крайности Впадаешь Для того Чтобы Пример Лучше Воспринимался В крайности Впадаешь Пожалуй Первый ход Я все Таки Просто Прислушаюсь Потому Что Такая Огромная Площадь Я просто Не верю Не верю Что кто-то Просто не может Мимо проходить Понимаете Не может Точнее может Но не проходит Ладно Давайте Пух Пошлем Прям Центр Фулкавер Все дела И Никого Айкеримей Без ниндзя Такие мисси Крайне Неприятно Проходить Вообще Вообще Совсем Прямо По курсу Да Я Бой Надо Понимаете Надо Надо Опа Я уже почти Подошел Крыше Здания Короче Вот здесь Вот надо Один ход Аккуратно Подходить Потому что Времени Реально Много Получается Только вот Как мне Спускайся Спускайся Ты сюда Идут Слышу Двое Офицер Адвента И дроид Попадание Отлично Пух Это пух же был Трое Офенсив Офенсив Ребята Кто нибудь Нет Никто нибудь Есть Кто нибудь Еее Троечка Еще Патроида Еще 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 Нет Так Ребята Работаем Не торопись Не торопись Тут ты флангуешь Офицера Это раз Это ключевой Товарищ Вообще Там Так Кто же Может Флангануть Не очень Уверен На самом Деле Он скорее Будет Вот так Вот кидать Он кидает Вот так Все равно Поинжу Дым Нет Дым Собака Не тот Твою Маааааааааа а Держимся, ребят. Так, офицер флангуется. Сейчас надо продвигаться уже. Думаю, надо делать вот так. Это раз. Вот. Гасишь. Достанешь? Ох, остальными тоже надо аккуратно, конечно, подходить, потому что можно спалить еще пакем. Это штука первый пак, блин. Надо рисковать. Рискнул. И прибежал. Еще бы ты докинул. О, есть. Вот. И сейчас смелее подводим випа. И надо к нему прям врываться. Да, ведакул сюда. Лут берет. И наверх забираем с расширенный магазин. Тут лучше овер сделать. Випа тоже подвести под полуукрытием. Дым. Еще если Сориус, вот его решительно некуда подводить. Это вот сюда вот, мы же. Это же овер, наверное. И это только первые трои. Так, без движения. Проходим. На фулл пока. Ну и думай, забираешься ли ты наверх или нет. Да. Тут аккуратнее подходим. Пробуем стенку снять. А, мы можем снять стенку так, что это уйдет. Лучше его, по нему наносить урон, а не по стенке. Станка все равно может пострадать. То есть, понимаете, да, я могу сейчас просто взять и убрать возможность подъема. Да нет, такого не может быть. Наверное, может быть, все-таки Михаил. Лучше его еще разок дезориентировать. Подвести ВИПа. Вот сюда вот уже под под подъем наверх. Здесь просто дистанцию за... за... сокращать. Странно, что еще Паки не подтягивается. Это прям... Мега странно. Ладно. В первую очередь ВИП у нас идет. Не, не в первую очередь, Михаил. В первую очередь идет Ильдар. И проверяет, нет ли Пака дальше, на ближайшей точке. Да, он там есть. Пять человек. Это все, кто есть на карте. Вот они. Это плохо. Это очень плохо. Хорошая новость в том, что мы можем этого фланговать. Более-менее безопасным. Но плохая в том, что... Ха-ха-ха. Ильдар с полуходом Так, а может быть, пока не поздно обход? Тут есть труба. По крайней мере, ВИПа, я думаю, надо пускать просто в обход. Удальцы вот сюда вот. Смотреть, видит его, не видит. Но никто не видит, естественно. Лучше даже вот так, наверное, клеточку. Я не знаю, как добиваться этого упыря. Либо надеяться на овер. Да, надеяться на овер. Типа, я его флангую. Он дергается. Я его с трех оверов снимаю. Или с двух. Я не хочу гренку позастрелить. Ну что, Ильдар, будем делать? Это у нас лейминг. Так, я предлагаю их увезти отсюда. Что у тебя по воле? Желательно выводить, чтобы все кто от нее видел. А если прыгать вниз? Прыгать вниз, кстати, это опция. Ну, тогда часть добежит сюда и может флангануть мне этого товарища. Добежать? Добежит он. Один добежит, точно. Нет, надо направо уводить. Надо уводить направо, куда-нибудь сюда. И ара просто, и все. Они видят, куда он ушел. Остальных они не видят. Они пойдут за ним. Вот поэтому должны по оверу поднять. Он должен метнуться. Я должен среагировать двумя на его движение. Подошел и увидел фланг. Нет, это фул. Этот не должен успевать вообще. Есть. Ну давайте, ребят, три хита. Один, ну. Есть. Есть. Сололомихор. Я согласен с тобой. Так. Эльдар-то вообще тут может замесить. Не может не замесить. Но он может закинуть туда светошум. Да, наверное, это самое разумное. Во-первых, он разведку даст нам. Кто где стоит. Фланг есть один даже у него. Неплохо. Может оставить. 30% крит. 3-5. Очень высокая вероятность убить. Да, давай. Хорош. Там сколько их было? 5 или 4 человека? Кто помнит? Сектойт. Кажется, там было 4 человека. Или 5. Так. Ну что, VIP-ом пробегаем. 4, говорят, 5. 5. Ибо никто не видит. Он никого не видит. Вот так. Винковр. Да. Ибо никто не видит. Тут подниматься крайне нецелесообразно. Я думаю, что нужно частью сопровождать VIP-а вообще. И обходить. И обходить. Так, от тебя увидят здесь. И не увидят. Да, нужно фланговать их. Надо обходить их. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь можно, конечно, попробовать кем-то поаркадить. Но, наверное, лучше все-таки подойти в фулкавер. Типа, подставить им еще одну цель и перезарядиться димагой. Да. Ты же Гренку, ну, никак не докидываешь, правильно? Ну да. С богом, ребят. Есть еще Пух. Он вообще пустой. Вот он, кстати, может Гренку и попытаться докинуть. Да, он забирается наверх. Может быть, есть еще опция пройти. О, он внутри по зданию. Его видят вообще отсюда? Не видят. А зачем кроме луты сюда проходить? Ну, он может вообще пройти к эвакуации через дом. Он может сделать... Если он докинет гранату, понимаешь, он просто... Они упадут. Давай попробуем. Это будет красиво. Пух бы попробовал так сделать. Ну. Так, что-то есть. Одному только. Не, по двум есть. Ой, Пух. Давай, Лопух. Такие вообще... Тактически... Не падают. Не падают. Ну, я попал, но они не упали. О, тут сектойт и этот флангуется. Как я их увидел там? Как я их могу увидеть еще? Ну, это я добежал, увидел. Так, пять ходов. Ну, давай поближе. Видишь, да? Ну, лучше, наверное... А может, светошум докинешь? Две гранаты, говорит, надо, чтобы пол сломать. Понятненько. Светошум есть. И достану по трем. Еее, такие вообще... Как они... Вот это прокидки. В каесе так не делают. Четыре дезориентации. Четыре дезориентации, Карл. По всем дезориентация. С пола граната на два этажа наверх. Сейчас Ильдар выживет. Выжить может. Сектойт падает. Мы его флангуем, кстати. Он криво стреляет. Он тут 19% раз. Этого мы флангуем в следующий ход. Ой, держись. Держимся. 30%. Этого тоже флангуем. Грян к вам. Ой, пробил, пробил. 33. Ну, пертый, а? И випа эвакуируем спокойно. То есть никого больше нет. Держись, Ильдар. Молодец. Так, ну давай всех убивать просто. То есть випа эвакуируется. Это задача минимум выполнена. Этот фланг. Здесь подходим к гранату, кидаем. Скорее всего, одного убиваем. Или просто флангуем того. Вот так вот раз. Там тоже фланг. Ой, как мы их пообходили. Капец. Ай да я. Как сказал бы этот король Джулиан. Ай да я. Но нужно лут собирать. Ладно, сектует не такой опасный, как остальные. Здесь фланг 57 чушь. Тут больше вероятность. Ну, а тебе же лут нужен, Михаил. Нужен лут? Нужен. Пух перезаряжается. Пух что делает? 48 может быть. Тут фланг. Тут фланг. А, и вот еще один. Смотрите-ка. Он флангует и этого тоже. Так, сейчас оцениваем вероятности. Тут три фланга. 82. Гарантированно практически убиваем. Часового та же вероятность. То есть начинаем. Ну, давай вот так вот. Скорее всего, это гуф. Да, будет. Грантами просто не остается ничего хорошего. 57, да? 1. 71. Давай. Минус 2. Так, пух лут берет. Это точно, потому что там не остается ничего. И хотя, может, поэтому стрелять. Еще ход есть. Ильдар просто сектоиды может. Нет, Ильдар-то может сектоиды, а тот не может ничего, кроме этого. С меньшей вероятности начнем. Нет, с пуха начнем, короче говоря. Давайте с этих с меньшей вероятности. Зря вообще. О, а царапина? Надо было по-другому. Надо было Ильдаром, а там уже залутан. Пробуем. 33. Мимо, да. Ну, сейчас Ильдара последний выстрел. 70% должен, по идее, добивать. Мажет, кажется. А, он умер. Да, этот сюда. И остается сектоид, который, скорее всего, будет какие-то психологические штуки делать. Потому что он не вызывал зомбарей вокруг трупов полно. Он не пытался починить. Он не дезориентирован. Он красавчик. Да, да, да. Дезориентация. Все. А ситуация, помните, какая была? То есть, я не добил еще одного чувака из этого пака. Захожу к Ше, и там хоп. И все. Так, тут мы... Собираем раз. Лазерный прицел. Я думаю, что не стоит вообще... Нет, стоит сектоиды убить. Сектоиды сразу гренкой пытаемся. Глушитель. Даже не знаю. Ладно, ради лута. Я готов сектоиды убить. Глушитель. Этот фулл кавер, который как бы не... Ладно, берем, эвакуируем випа сначалом. Уже программа минимум выполнена. Тут фланг, но, может, не хватит. Надо как-то гренку кинуть. Скорее всего, через стенку нужно будет кидать гренку. Как-то вот отсюда, через окно, может быть, получится. И помню о том, что у тебя есть на убийстве сектоидов фактически один ход. Может, все-таки докинешь, а? Кажется, нет. Угол нужен, остреем. А, нужно агрессивничать. Может, убежать просто. Следующим ходом берет под контроль, и ты оставляешь бойцам. Вот, это твое решение, когда... Может быть, стоит одну осколочную кинуть так, чтобы снять часть стены. Давай попробуем. Дальше гранаты. Есть, вроде. Была-была же гренка. Сюда была гренка. Нет, там ничего не сбивается, кажется. Да, была, но вообще не очень. Вот так. Скотина. Короче, делаем следующим образом. Эльдар подставляется. Флангует его. 55. О, хорош! Здесь Overwatch. Раз, Overwatch 2. И Overwatch 3. Давайте, ребята. Надо попадать. Надо попадать, ну! Нет, все. Сейчас он стреляет, скорее всего. Может, зомбаря? Да, молодец! Топчик! Искусственный интеллект. Топ-1! Так, два хода только. Два хода, Михаил. Желательно не спускаться никем. Блин. Может, не успеть? Успеем! Может, не успеть. Гренку кидай, короче. Не выпендривайся уже. Все, хватит. Подходишь, кидаешь гренку. Тут-то ты справишься, надеюсь. Я вижу, что... П-па-па-па-па-па-па-па-па. Хотя бы клеточку. Во! Давай! Не факт, что убьем. Все, добычу уничтожим. Зомбаря убили, все на эвакуацию. Повышение. Наверх. Наверх. Последний ход у нас. Главное, чтобы ульдар под дезориентацию успел. Но он успевает. Ой, вот это да. Подкрепление на подходе. Да, успевает. Стой! Нет! Мисклик. Все. А потому что я кликнул центральную клетку. А, это половина хода. О-о-о. Не торопись. XCOM тебя готов унижать. Как бы по-любому вообще поводу, Михаил. По-любому поводу готов. Сейчас просто минус-боец. Ме марчо. Ме марчо. Еее. Одно ранение. Все убиты. Практически вся добыча уничтожена. Добыта. Ученого спасли. Ученого сейчас в один регион. В другом регионе, скорее всего, сворачиваем лавочкой. Уходим в полную конспирацию. Ой, лакерок. Ребята, вы видели, как я разрулил пак? В разные стороны. Принял грамотное решение. То есть, Ильдара увидел пак из пяти человек. Я прикинул, что как бы подниматься, пытаться с этого же фланга что-то делать. Фигня. Было два ключевых правильных решения. Прям вот в этот же ход. Ильдар уходит, уводя за собой толпу. Она потенциально подставляет фланги. Толпа уводится. Вип обходит здание с другой стороны. И все остальные оперативники здание тоже так хоп берут. И все. Это привело к тому, что в определенный ход три человека вышли в фланг и убили трех врагов. И это было круто. И это не совпадение. Все получили повышение. Пух, штурмовик, раненган, окей. Димага. Гранатометчик косой, но... Пулеметчик точный. Хорошо, Лиссориус молодец. Ледокол. Разрушитель. Пекарь. Ниндзя. Лазерный прицел. Магазин, глушак. И самое главное, возвращенный ученый. Так, давайте-ка я попробую план свой по активностям. Различные трофеи. Один день. Я за. Не, не сейчас, но было. Что же я делаю? Я потерял сейчас 12 часов. Надо снизить активность в регионе. В каком вопрос? Давай в вторичном регионе. Не, наоборот, если шуметь, если разведку проводить... А, тут материалы вообще. Материалы. Тогда все нормально. Просто сюда ученого ставим. И все. Можно, конечно, в конспирацию идти. Денег не хватает. Хорошо, смотрим, что здесь. Ресурсы один день еще. Нас хвалят. Денег нет, но нас хвалят. Материал. Один материал. Спасибо, не надо. Приклад. Персональный, продвинутый узлом приклад. Некто утверждает, что когда-то помогал XCOM в время вторжения, вышел с нами на связь, сообщал, что у него есть ценный подарок. Мы пошли на риск, свидетели с ним не знакомились, передал нам трофей, который он украл в миротворщике Сил Адвента. Приклад. Персональный боевой модуль. Продвинутый взлом. А, то есть два приклада и продвинутый взлом. Так, я буду сканить вот здесь. Два приклада на халяву. Че, отказываться не надо. Так, здесь ученый. Минималочка. Спасите випа из камеры. Кажется, там у нас группа основная. Бойцы. Серьезные. Все без снайпера. Да-да-да-да-да-да. Стоп, а это был инж или ученый? Вот сейчас миссия на кого? А бабки собрать один бакс-то? Кто вип? Ученый в ладере. В лагере дает при наличии разведданных улучшенный этот сбор. Ученый был, говорят. Ясно. Ну, тоже пригодится, потому что один ученый там, другой ученый в центре этих технологий, третий ученый исследует. В белом халате же. Нет, я говорю про эту миссию. Вот здесь награда какая-то. А, второй ученый. Халявщик, сэр. Да, ну, в данный момент его некуда пристроить. Потому что центра военных технологий не было, их в ближайшее время не будет. А, ну да, исследование на 50% улучшит, ускорит. Ну, там нечего особо исследовать. Хотя нет, там есть сейчас броня, потом лазерка. Но я скорее упрусь в количество материалов. Мне нужно, наверное, в каком-то регионе материалы фармить. Ладно, это миссия с таким же сопротивлением, как и прошлое. Бригада посерьезней. ВИП находится здесь. 12 ходов. 12 ходов. Отталкиваемся от того, что мы убиваем. Убиваем людей. Убиваем всех. Потому что мне нужны сплавы, лут. Так, хорошо. Одного уже увидели. И считаем 6, 9. Михаил, 6, 9. А, он сразу увидит тебя. А, у нас у всех маскировка, да, на старте? Да, у всех маскировка на старте. Тогда, может быть, имеет смысл действительно сначала добежать до... До ВИПа. Да нет, я, наверное, буду попутно все делать. То есть продвигаемся ориентировочно на фул. На фул продвигаемся. Главное, чтобы флангов не было откровенных. Откровенно. Слушай, топает. Кто-то летает, топает. Толетел. Ну, инициировать, конечно, лучше с... А, ВИП уже там. Ну, за счет за угол смотрим. Ага, вот это уже серьезнее. 3 плюс 1. Вот с них бы я начал. Потому что это мелочевка, на самом деле. Время у меня еще есть. Сектоид. Это не очень страшно. И тут приличное количество укрытий. Может быть, даже стоит кого-нибудь отправить. Нет, нет, нет. Там ты на дроне, может, сможешь с... С это... С полицей. Так, давай пока. Так. Так. Отсюда достанешь? Нет. Полукрытий мне не устраивает. Это такие полумеры. Так, отсюда мы будем... Откуда мы будем инициировать Михаила? Откуда и чем? Я бы Рокет туда кинул или Гренку. О, у меня же Морозочка еще есть. Морозка это вообще топчик. Ладно, полукаверы бог с ними. Это надежнее, чем фланг. Возможно, от дроидов. Идут на меня. Хорошо. Кучнее, ребят. Крестиком можете встать? Кажись, стали крестиком. Так, а тут офицеры с этими. Вот это хуже. Куда бы Гренку? Вот с того бы пока инициацию начать. Ох, на миссии встать меня с ним стал убивать. Дропы с ними не будет. Только то, что спалят из трупов. Но я про этот дроп и хочу. И говорю. Так, друзья, народу очень много. У меня укрытие не очень хорошее. Но оставлять все вот так вот, как есть, это очень неправильно. Тут, короче, все тут находятся. Все, что можно. То есть, раз, два, пять, восемь. Из диапазона шесть. Очень неудачное начинание. Нет, рокет напоследок. Инициирую с обычной гранатой. Или заморозки. Заморозки лучше. Заморозки только на двоих. Тогда синий и сектоид. Хорошо. Хорошо. Я не уверен, что здесь нужно вообще овервочить. Ладно, я овервочность лучше хэвиком только. Это наш козырь в рукаве. Это у нас заморозка. Это дезориентация на будущее. Это ракета на будущее. Инициируем, друзья. Поехали. Ракета, гранаты, дезориентация. Вот это должно мне помочь сгладить. О! Ну, 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 есть. Минус один, хорошо. То есть, двое заморожено, а один из поколера. Семь раз осталось. Офицер ругается. Побежал. Под ракету, ребят, кучнее, кучнее. Ракета, кажется, ляжет на четырех. Этот маневренный скотин. А может, и ляжет ракета, кстати. Хорошо. Тут у нас так. Сначала рокет. Рокет вот так вот. Офицер, кавер, сектой ты это. Четыре человека, если попадем. Но я не двигался до этого хода, поэтому я надеюсь на хорошую точность поехать. По всем попали. Нет, по офицеру не попали. Укрытие сняли? Укрытие не сняли. Так, тут у нас халявный выстрел и дезориентация. Халявный выстрел по кому? Эти не представляют серьезные угрозы. У этого слишком много армора. Может, дуплет? 30% дуплет. Тут надо будет выходить с выстрелом из топора. Это 100%. И кого-то резать этим. Потому что это все, что у нас есть. Если дезориентация, то по кому? По вот этим вот двоим. Инженер и офицер. Топовые товарищи. Ну, тогда ты стреляешь все-таки дебютом. Это раз. Потому что это халява. А вблизи ты не можешь нормально работать. Крит молодец. В конце концов, они когда-то разморозятся. Правильно? И делаешь светошум. Поехали. Остается нехоженным ниндзя. Который может сделать свободное действие. Выкинуть топор. И кого-то подрезать. Естественно, резать хочется дроида, наверное. Или вообще офицеров шотать. Еще же может один человек. Ну, один это и вообще не страшно. Сектоид нет. Часовой возможно. Этого ты не убьешь. Да, давай пока часовой, потому что здесь крит еще. Давай, добивай. Теперь выбирай цель. Псектоид точно нет. Офицер мне очень нравится как цель. Потому что мы его ваншотаем гарантированно. Этого, правда, мы тоже ваншотаем гарантированно. Поэтому урон уже меньше. Вообще можно вот так вот сделать. 5-7. Очень высокая вероятность того, что мы его гасим. И фланга нет, кроме вот этого товарища. И на следующий ход мы нормально режем. Да, давай. Так лучше. Минимальный урон дал. 5. Твою... Попандос. Там туретка еще девятый. Выдерживайся. Без ориентации на штурмаша плохо. Промо хорошо. Промахнулся офицер хорошо. У этого еще меньше точность. Хорошо. Туретка осталась, да? Капец. Касая тоже. Так, хорошо. Думай. Тебе нужно убрать этих четверых, не подходя к туретке. Чтобы не было общего вида, и туретка к тебе не стреляла. Желательно убить всех без использования гренок. Штурм, скорее всего, бежит все равно вот сюда вот. У-у-у, у него точность. А, он не может. Он может только выпадом. Естественно, выпад тогда. Раз. Класс. Упал. И он может еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть отойти или выстрелить даже. Например, убить размораживающегося сектоидом. Мантич, скорее всего, флангует под офицером. Нет, офицер, да. Дуплет, как? Дуплет вообще ни о чем. Но здесь 83. Как бы, попадей, убей, называется. Хороший. И вот еще. Стараюсь минимизировать использование, ну, гранатами не злоупотреблять. Тут вообще можно инжа дезориентировать, но опять же. Тогда туретка будет. Туретка вообще-то не такая большая проблема. Ну, так, по большому счету. Фулкавер хочу. Поэтому пострелять вблизи хочу. Поехали. Дуплет 70. А, это выстрел в упор. Давай-ка лучше сразу вот так вот дуплет. Чтобы прям вот, прям вот если попал, то убил. 71. Молодцы, ребята. Такая тима. Вот я без ненужных там спецов, каких-то разрушителей. Ну, разрушителей, ладно. Тут один есть. Короче, Феликс, скорее всего, добивает сектоида. А тут светошум на имжа. А, у меня еще есть сапресс. У меня же еще есть хэвик клевый. Ладно, Холли подходит. Эти подходят. Ты видишь туретку, да? Прям видишь туретку? Погоди, тогда мы, может, увидим тебя. Более ориентировочно добивать сектоидом. А и сапрессим мы того тупоря. Ну, или не сапрессим, просто его гасим вот так вот. Лучше, наверное, даже. Потому что если сапрессом он может выбежать. И стрельную дезориентацию, а так не может. 9 ходов еще. Это все за 3 хода. Представляете, разрулили практически всех. Тут отступаем, чтобы... Хотя туретку, может, право увидеть. Но там фулкавер, по крайней мере. Сейчас, сейчас Инджа мы этого обойдем. Лут соберем, туретку убьем. А, еще же этот сзади. Как-то я просчитался. Я думал, что он был в бою. Ну, ладно, там есть, кого убивать. Фланг, правда. Мимо. 51%. Да, старается от фланга уйти. 16% попадания. Несерьезно. Туретки нет? А, нет, туретка стреляет. 44% по-прежнему. Ну что? Тут вот так. Берем. Глушак. Феликс вообще резать его должен просто. И все. Туретка фланговать будет тебя. Тут дуплет нужен. Этого товарища вернемся, убьем. Мне не нужны дезориентации криты с тыла. Это вообще как-то не по-человечески. Давай. 96% что убьем. Добро. И лут опять же. Так, чисто миссия. 16 урона. Персональный боевой модуль защита. Обычная защита. Не продвинутая никакая, а просто защита. Так, ну чего он? Выкурить, может, его? Зажечь он не будет. Он будет бегать подожженный. Давай, жги его! Еще с огнем такая тема. Когда человек зажигается, я тоже увидел в документе, товарищ написал, что два хода, он горит с диапазоном 1-3. И не то, что он действия не использует, он не атакует в принципе. Поэтому. Так, а нам после освобождения... Да нет, есть время. И меня больше подкрепление смущает, на самом деле. Который может прийти гипотетически. Так что мне нужно побыстрее к випу и двигаться всеми остальными. Ну и кто редко собственно выходить тоже. А давай я сразу к випу. Там не должно быть врагов вообще. Феликс делать ничего не будет. Он тоже пробегает. Под... Ну, под будущее. Под туретку, под випа. Тот догорит уже. Можно на нее забить. Туретка на том, он даже убивает с одной гранатой. Нет, пол сейчас... Пол сейчас... Этот гарантированно убьет. Двойка. Не по единичке. Видите, тут двойка прокнула. Поэтому он добежит. Может, из-за него что-то выпадет. Вот что. Туретка попала 26. И ранения получил. Вот это провал, конечно. Я этого не ожидал. Как мы теперь овер снимать-то? Бронированным снимать овер надо. Мальчиш все равно должен на пол бежать. Пусть снимает овер. И здесь опять попадает. Ну, тут 50%. Ранение. Пойду резать туретку. Сделать нечего. Самое эффективное. Топором ее, топором. Пробегаем к випу, к точке эвакуации. Потому что... Потому что подкрепление может быть. Нечисто я прошел эту миссию, видите, все. Два ранения, причем одно из них серьезное. Так, а вот и ученый. А, ну ясно. Пока нет табличных схотек. Подкрепок появляется после того, как последний умирает. Кажется, после этого начинается скриптик. Клевый. Ну, или через ход. Может быть, это зависит от опции там каких-то еще. Ну, пока подкрепа действительно нет, я относительно спокойно убегаю. Причем все уйдут уже в следующий ход. Так что... Да, но ранения жалко. Жалко ранения было получать. Признаю, это был такой... Хотя стоял вроде за фулкавером, блин. А вот и подкрепа, видите. Задержался бы там, мог бы кем-то не успеть. Сейчас опять тороплюсь. А вот не успел, кстати, одним. Мантич не добегает. Ну, ладно, они же в первый ход там не алло. Холли пробита. А, Холли, кстати, мы ее так взяли, потому что... Помните, мы... У нее сметкость не очень хорошая. Да и роль у нее такая. Даже если скрипт нас, должны предупредить. Да-да. Это понятно. Прилетает кофе. Мантич уйдет. Там нет овервочи, не может быть овервочи. Поэтому мантич спокойно уходит. Тем более за подкрепы не дают нормального... Не дают нута вообще. Убили 9 человек из 13. Два ранения, отлично. Спасли ученого. Собрали там приклады, что-то еще. Хорошо сыграл. В этой миссии хорошо. Мне нравится. Ну и активность адвентнича в регионе низкая. Поэтому, как бы, мне позволяют. Нет змеи, нет мутонов. То есть, ребята такие. Убивабельные. Три левелапа. На эксперта получил левелап. Лицом к лицу для крита прям... Прекрасная штука. Холи разрушитель. Будет выкуривать всех. С огнеметиком продолжать. Мантич рейнджер. Тоже лицом к лицу. Персональная... Да, защита. Пятерочка, да? И глушак. Так, ученого. Куда мы ученого? Пока никуда, да? Пока никуда. Потому что у нас ученый уже на месте. Этот на исследованиях пусть будет. Наступные ресурсы. Не тролльте меня. Так. Продолжаем сканить там, где ученый. Правильно. Сил адвента попрежного 2. Новая цель. Минималка. 9 часов. Пакет данных. С ума сойти. А, привлеките внимание адвента. Нейтрализуйте транспортные средства. Слушайте, а если я скипну? Активность увеличится? Адвента? Или если я приму эту миссию, то активность увеличится? Такой вопрос на таком. То есть, миссия-то соблазнительная. Но одно из следствий – это привлеките внимание адвента. А, чё, давай игнорим, смотрим. Ещё цель. Незначительная. 5 часов. Персонал сопротивления. Освободить пленных повстанцев. Это работа для новобранцев. У меня нет ниндзя. То есть, пекарь есть. А, нет, у меня 2 ниндзя. Хорошо, пекарь тогда. Пекарь пойдёт. Это прекрасно. Прекрасно, что есть запас. Давай-ка мы тебе даже уберём светошум пока что. Как там спасить сторонних сопротивлений? Может быть, ему выделить 10 баксов и купить взрыв-пакет? Я лучше возьму, действительно, 2-ю гренку. Да. Дым прям решает. Поехали. А, если не проигноришь, ничего не потеряешь к камнём. Забей его. Забиваем тогда. Сейчас такая интенсивная идёт разведка в регионе, что миссий мне будет хватать. Учёный, 8 человек. На старте это прям очень активно. Так, ещё один ниндзя. Хорошо, продолжаем обучать. Мне нужны вот такие вот товарищи ниндзя, специалисты для выполнения определённого рода миссий. Партизаночка. Осталось только один новобранец. What? Прочитаю описание Мантича, пожалуйста, сейчас, секундочку. Бойцы. Мантич. М. Станислав Попов. Самый непрофессиональный боец XCOM имеет положительную динамику, предпочитает перемещаться перекатами. Это где соточка у нас? А, здесь соточка. Гибридный готов. Троссирующие пули. Разборы Лерио. У меня нет на лазерное оружие, ни сплавов, ничего. Ну, может, прокопаем, может, будут. Новая цель. Незначительно разведанные три дня. Взломайте, найдите улику. Я бы упустил ниндзю всё равно. Хотя незначительные три дня, это прям... Народует прилично. Давай-ка оглушак тебе дадим. Глушители всё-таки у меня были. С некоторым запасом. Глядишь, минималку выведем. Вывели. Нет, не вывели. Вывели, не вывели. Опять считать. Опять считать. Три двадцать четыре плюс одиннадцать умножить на ноль восемь. Разделить на двадцать четыре. Получится... Чушь. 3 умножить на 24 плюс 11 равно умножить на 080 разделить на 24 2 из 7 и 6 7 6 сотых относительно часа сколько участие нужно 2 и 4 умножить на 76 так приблизительно ну или 24 на 86 неважно 18 вкладываемся чушь так берем вместо совместность смет светащу мы берем дым еще один дичь да 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 вот x-com long war если например дать если у вас там есть какой-то племянник например или там знакомый мелкий которому хотите порекомендовать игру чтобы у него там еще голове цифры бегали порекомендуйте ему пройти там в лет если он 12 14 осилит на макс левеле x чем то значит он по крайней мере арифметические действия и что-то с вероятностью будет уже прикидывать довольно точно поэтому тут как бы да тут тут считать местами нужно и в обычной тактике то есть у тебя там одно один тип укрытия второй тип укрытия флангование количество ячеек специфика оружия штрафы те или иные там за за овервочи и прочее наличие уклонения защиты то есть факторов прилично мы бы в детстве в эту игру просто с головой погрузились бы и втыкали бы тупили бы дымоваем меньше гранд больше мобильности у него и так 16 хотя на самом деле 1 воды мы может хватить семнашка будет очень очень мобильный товарищ и возненавидит вас дарит чего от меня племянник он как бы что он сейчас делает он во-первых мелкую четырехлетнюю начал героем третьим обучать тоже космос такой карты для варкафта 3 делать редакторе хотя ему 12 скорее 11 где-то так что мелкий но соображает так тут минималочка разведданные поехали герой 3 это святое согласен есть игры как бы которые если человек что-то плохое говорит про героев то это не тот как как эта девушка говорил не так дорого подарок как дорого внимания если это да ладно в общем этого человека не стоит вообще воспринимать всерьез потому что героях все прекрасно и геймплей и музыка и сам жанр новые по сути ну как king's bounty конечно для если что экскому ограничению по вызову 16 плюс что же делать тогда так скачать через открытую точку кэш данных пришельцев нас маскировочка есть алиса чат бот неси это лемминги у нас тут только один снайпер и 8 ходов надо действовать очень быстро ладно это группа лемминга поехали 6 9 человек 6 9 человек так обходим или не обходим к непонятно кого обходить в принципе поэтому давайте подходим просто прошу там слева что-то было на мирный дальше мы не пройдем никак по мальчику так пусть будет так и про кучу из героев говоришь но третье самые беспроигрышные на самом деле хотя в 1 2 если вы их застали в то время когда они появились вы конечно должны были тоже очень оценить это был прорыв просто после ким из баунти традиционную и я думаю нужно через эту тему так меньше вероятностью спулить кого-то три герои в циклопах были хороши скопы были третьими по силе во вторых героях потому что дракон также бил сквозь две клетки феникс также бил сквозь две клетки также как циклопы но у них были лучшие характеристики то есть в лейте а циклопы не очень не спел имьюна не мобильности нормальных а вот у собственно вот этих вот низин но я больше тролли нравились это были самые сильные тролли нравились вот вот откуда пошло это были самые сильные стрелки у них было кажется 40 кп не каждый ход регенерировали это было круто и получается довольно быстро на них нужен был только камень так слышим слышим прямо поэтому обходим 1 2 играл будучи шпингалетом с братьями на ход сити ностальжи да 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 это прям прям не забывается эти многочасовые ностальжи долг долгие игры там были очень долгие один походит пока вторый походит вроде пак обошли уже по правую руку это очень хорошо это миссии на на 8 ходов времени крайне мало так тут вышечка нам соседнее здание да через эту дверь будем проникать так или так то лучше так как мы больше за из-за угла увидим ничего да что давай так тогда все вышли просто в тыл просто вышли в тыл еще не совсем но уже почти нас уже не обойти главное случайно там не разбить окно так отстает слишком сильно так здесь проходим раз четыре ходу жим проходим 2 чумандр информацию чумандр сразу как только возьмем тут же эвакуацию запрашивается вот и пока четыре человека к нему время хотя все равно не на самом деле как раз вовремя лучше их здесь инициировать 1 пустить соответственно под дым ты не знаешь есть там или нет надо принимать их ой порядка рядом с бочкой встает да ну тут цистерна которые так давай сначала фулкавры как у нас тут отсюда будешь видеть не будешь отсюда видишь всех но отсюда можешь закинуть гренку согласии тут фулкавр и снайпер зачем подвел дебил пусть он лучше гряду кидает с этой позиции накинет накинет блин или цель сначала выполнить сколько мне до нее так успею да мне даже так сходить чтобы справа меня не фулканули да давай пока не будем их агрить по возможности конечно потому что мало ли что но у всех фулкавр ребят потому что они к цистерне подойдут еще поближе да идеальный момент стоп-стоп-стоп-стоп просто изи ну тут гренка я прям на я прям явно и гренка два хода до гренка прочитываем врач выгоднее гренку так кинут друзья к сожалению поехали и на цистерну потому что она заденет только двоих и не самых нужных и точно они умрут без лута а как бы они могут спрятаться за я могу их так добить поехали мимо попадание минус минус второй офицера минус третий остается один мы его не флангуем но дезориентируем просто да следующий ход собираем лут а ты его точно не пробьешь точно не пробьешь правильно было решение потому что выпал бы лут из товарища кто с цистерны например и все до свидания так давайте эвакуацию надо было вызывать дурак это плохо это была ошибка сейчас во первых паки могут стягиваться это да ладно мы его флангуем просто и все там он сам не попадает тут все под укрытием один ход так вызывай рейнджер раз да не паникуй то алиска так а тут с какой стороны там вот так вот гарантированно да да еще не спалили никого последний ход собираем специалистов для таких тем нужен то есть это уже типа высший уже пилотаж когда тебе он 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 как боец не очень хорош как по мне то есть у меня такие защитные пассивные штуки так мы флангуем да давай даже платные учета я бы сейчас еще посражался другими паками лута ради о 2 2 единицы единочки лазерный прицел это крит так что это не снайперский прицел увы так собираем зачем ты опять снайпером бегаешь собираешь ну глушак вообще дают фигню сколько до эвакуации четыре хода он кажется они будут с той стороны утишь прямо между этими ладно убегаем over 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 перезарядку никого да я ухожу в один ход без проблем это было перевести хотя бы чуть подальше за полукава все эвакуация а вот и пак а могли раньше офицер пятерочка сразу же больше экспы четыре человека убивать надо это же последние трассу человек давайте офицера в минусы снайпер давай ну блин ребят давайте ну еще и вот знает чем не привлечем и но вере стоит не бежать туда манят меня красных труселях где бегут по полю блин с лутом на перевес здесь дым бы пригодился на дыма у меня нет беги форс да это понятно может попробовать уйти от виженом здесь он видит здесь не видит далее что не видит не видит хорошо так не видит ну до свидания и здесь же темнейший без ранений без проблем собрали две единички лута убили половину и это левизу это миссия лейминговская чем дальше тем бобер становится опытней дом и добрый вечер хуману безупречно да молодцы тут же новобранцы еще звание новое пополучаем ой класс 6 лов лобов снайпер 71 неплохо адвокат пожалуй из него можно что-то сделать кусач взлом 46 специалист чушь алиска хэвик плотный ниндзя мобильность 12 но здоровье 5 ой мобильность 15 и уклонение девяточка это вот кстати несси может хорошие стать штурм с неплохой мобильностью с лучше среднего здоровья тут так себе рейнджер лазерный прицел и глушитель круто и так доступны ресурсы хоть вот о материалы брошенный блокпост вот это интересно такие вот ивенты это тоже наверное разведка да развед данные тогда это им бы конечно 64 материала даст несколько на мастерскую хватит сразу же так значит здесь двоечка по-прежнему двоечка ребята я кажись халяву нашел кажись найдено халяву так у тебя учатся один только на обучение стоп может мы возьмем пару леммингов опять же на ниндз если мне в рекрутах деньги то есть нету а учить ты не можешь да больше потому что офицеру уже пора офицеры пулеметчик офицер хорошо идет аспирант сколько по псих хорошей 53 давай аспир плотный огонь минус бронь ко всем ну в смысле бонусный урон и снимание снятия брони так тут у нас не обучить почему-то да нормально элериевый реактор кристалл элерия мы можем делать лазерное оружие но у нас нет денег на это кажется или сплава сплавов нет но сплавы можем быстро получить из сектоида например или из труппа солдата адвента или из дроидом быстрее за один день нам же один двоечка нужна двоечка разбираем обломки дроида да да новичка нужно купить на ну нет новичков есть новое исследование давай лазерку кажется там что какой-то ивент был то ли ранение закончилось то ли у нас новый шкет появился с чего ему появиться не с чем не с чего ему появляться тут побег 162 проникновение тут еще миссия одна пускай сто процентов сейчас миссия будет минимальная персонал сопротивления вот это крутая штука то есть без новобранца еще но здесь соло миссия насколько я помню пикараст кажется идет пекарь пекарь наш топовый да да или аспирант это это пекарь после этой миссии если получится конечно все сделать как надо будут новички и будет еще более эффективные разведданные разведданные вообще имба почему я зачем я вообще материалы зачем я рекрутингом занимался но я не знал что просто разведданные не приводят к такому дикому росту агрессии от адвента я уже сейчас мутонов разгребал пачками в прошлом трое если не больше мутонов еще в конце прошлого месяца встретил бы так ну это соло миссия эвакуация трех или четырех человек он ниндзя он хорош конечно но мобильные очень еще кажется я ему дал какую-то глушак кажется ему дал чтобы не мало чего ну давай пекарь давай поехали сколько четыре человека видимо да четыре человека эвакуация далеко я думаю что нужно бочком 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 и вот как-то отсюда заходить да там дырка еще будет да главное чтобы в 10 флангов не было не было дроидов парице и акия юстилия налево я не спрятался только не ко мне только не ко мне он легко бы меня согрел вообще легко бы и здесь шивую моя фиаля она мига лависта о там вышка вот в чем проблема я ее не обойду назад я фиасе потерял два хода потерял два хода мать а и сильно отклоняться от намеченной цели нельзя надо идти вот в ту сторону направо вверх как говорят а там дроиды патрулирует пак проще чем дроиды давайте правда чтоб он дальше летел хорошо на крыше 8 же ходов ребят а вот здесь да на крышу и в дырку с ней вниз прыгаем так прямо там здесь поехали обходим слева еще справа не должны вроде бежать флангануть да хорошо этот вылетает так но это четверо еще столько же где там забираемся наверх раз хуже всего когда они прямо у этих стоят так можешь в принципе попробовать отсюда увидеть а если спускаться нет спускаться это значит ты бьешь стекла скотин и ну ну давай ты не будешь искупаться лучше фулл кавер и угол чтобы не было из-за углов флангования справа кто там справа кто то есть справа кто то есть как как же не хочется пулить а вы бы знали надо подойти так чтобы хотя бы в пол хода добраться до то а так без камера я буду да и так мне могут увидеть да давай так сначала никого да нельзя 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 так слушай никого с богом ребят никого ханкер справа будем через крышу убираться ребят паника пошла жалко ниндзя раскрывается в этом случае или он не раскрывается сразу раскрывается а дальше выбор я предлагаю все таки одного лемминга пустить в первую очередь и и не наверх почему не наверх пол хода а потом за фулкавр а ты самый близкий нет и не самый близкий ты самый близкий это все равно одинаково я не хочу сейчас ходить штурмашом потому что он может дым еще кинуть так никого не видит один шажочек хорошо второй а знаю третий а давай этого не без кавра а ты думай дым или не дым у тебя кавра нет давай не будем пекаря хоронить раньше времени с богом справа да афицы четыре человека так трое так окей поверочь три хода у меня есть ну бежим и закидываем дымом бежим так чтобы нельзя было флангануть так нельзя будет флангануть это раз это раз здесь посложнее придется наверное вот так подходить да там офицер гранаты мишу офицер далеко он на увересе сидит да сейчас мы это и проверим они могут забраться с этой стороны ну во первых здесь дрон да они могут забраться изи фланг то есть тебе скорее всего нужно вот сюда вот полное укрытие бежишь до конца добежишь потом сюда и кидаешь дым или сюда отсюда бежишь добежишь поехал не хочу под овер попасть кидаем дым на мирных вообще это каждая миссия работаем там полу укрытия к сожалению но не все будут работать с их стороны я подозреваю это глушение не должен успеть тут подходит фланганет обычно стреляет мимо 38 процентов вероятность хорошая я больше всего боюсь а все так начинаем эвакуироваться раз там овер могут быть ахаха да ладно все обходишь обходишь чтобы прям по этому же по этой же траектории практически да все изи миссии и сопротивление члены сопротивления спасли и ну круто же и пекарь добегает без единого выстрела без единого ранения офицеру показали неприличные жесты улетели статус безупречно поэтому партизанка первым строением поэтому обучение леммингов в в этих в нинц и выполнение подобного рода заданий максимум разведданных максимум миссии берешься практически за все и круто и очень круто повышение вениамин получил призрак вообще идеальная штука для таких миссий и 4 человека двух сразу на обучение а и от одного на обучение а 3 в сопротивлении получается да партизанское Соб, давай посмотрим на Павла Кузнецова Вдруг он вообще топчик И его не стоит Он очень быстрый, 17 И уклонение почти 20 Топовый ниндзя вообще, топовый Топчик Ну или штурмовик Ну в данном случае, да, он не нужен У меня же еще три человека новых Я могу в регионе вообще устроить Доступные ресурсы Да идите вы нафиг Да, три человека, три человека Так, давай сюда, офицера может поставим какого Кто мне там не очень нужен, специалист А здесь уже получается Сил адвента все еще два А у нас 11 человек Без поиска рекрута Вместе с ученым Сейчас такое количество миссий Нам будет сыпаться на голову Продолжаем сканить это Минимальные разведданные Взломайте, найдите улику Поехали Это соло-миссия еще одна Расскажи, почему ты стал Нубасов называть леммингами Ясно, Бэллер, привет Не мастерскую прошу, центр Что, почему, мастерская же топчик Зачем, почему не мастерскую Мастерская мне даст плавы, материалы И в перспективе поможет Кстати, это же карасик Он же бегает тоже 16-17 Ой, миссия Это значительно сложный Следующий бэк Короче, 8 ходов, во-первых Во-вторых, мне нужно Выйти из Сумрака Рядом с компом Кинуть эвакуацию И где-то 3 хода еще бегать, блин Так, давай-ка мы по максимуму Раз Сразу, да, 3 человека Ну, базовые, сила адвента базовая Так приятно с такими общаться Тут флангануть могут, Михаил Тут выхода не будет Еще не поздно обойти Обходим Альтернатива, мимо Странно так, конечно Да, инжей, нету центра за этим А, инжей нету Что-нибудь совсем нет инжей Ой Цель-то уже близка, кстати Дверь открылась Слева снова шум Блин Отдай так Никого Крыша рискованная Окна, двери слишком далеко Тут мирные Вход есть какой по-другому? Я компьютер через окно смогу сломать? Кажется, смогу Заодно и проверим Они могут быть на крыше, Михаил Могут выйти оттуда Могут выйти из окна Справа никого не слышат Поэтому Поэтому давай-ка вот так Внизу, внизу, внизу Вот он А подошел бы сейчас вот сюда Вот это все, гэшечка была Да и сейчас могут достать На самом деле Да и подходят здесь Блин, надеюсь, они не достают Ну, дай курсор Достают Но они не могут обойти А сейчас бы, если бы я здесь стоял Все Выходят через окно И до свидания А если А так они меня флангануть не могут Я хоть жду Надеюсь, что они уходят Обходим за Блин, они очень близко, конечно Хотели Они очень близко к цели И тут опасно, в принципе, падать вниз Потому что есть вероятность, что Я захвачу Так, где он? Вот он И вот так вот И еще забраться наверх Здесь падать надо Во-первых, для того, чтобы проверять, могу ли я взламывать через справа Пак, но вроде не видно меня Да как? Я взламывать не могу Два пака даже Кидаю вак заранее Я тогда бы спалился Я, правда, и так спалился Компьютер взломать не могу Сейчас туда, сейчас эвакуацию надо кидать Вопрос только куда Наверное, крыша самое такое универсальное место Так, ну, надо проходить внутрь Получается, в любом случае Дэм Сюда, типа Нет, вот она цель Я должен проходить только сюда Она мне флангует У тебя выбора нет, ты и так мертв Продержись, ход, умоляю И не поддавайся на психологические атаки Бегай Да, специалист на этой миссии Был бы, конечно, выгоднее Хотя вот именно в такой ситуации довольно сложно Ну, то есть нужно еще вижен такой подобрать Чтобы ты из окна видел компьютер, к которому полетишь Привет, как давно ГГ начали на Ютубе стримить? ГГ начали на Ютубе стримить? Сейчас Не знаю Где я стрим на Ютубе Я не в курсе Я стримлю в нашу песочницу маленькую, любимую На такой миссии только специалист Да не только Проходили мы уже такие миссии Так В любом случае, дорасчищаем сначала Обучаем, обучаем Может, действительно взять эту Центр военных технологий пока до первого инжа Обломки расчищены А нет, у меня есть один инж Что мне там рассказывали? Мастерская, конечно же Вот, видишь, надо банить таких дезинформаторов Капец И все перепроверять Так, тут очень интенсивно идет разведочка Сила по-прежнему Адвента 2 Новая цель есть Девять дней Минимальная Улика Сюда команда идем Основной Будет кач Будет кач Так, я даже пекарь возьму Пусть качается Так Кто из толковых нужен? Адвокатом меткость 71 Для снайпера хренован У него меткость вообще 68 Сразу нет Рейнджерный эксперт Адам У него надо было направить в этот В убежище просто Гранатометчика Убитого на старте И кого-то из полезных внизу Кто с многообещающей? Лисориус С меткостью 73 пулеметчик С неплохой мобильностью Защита низкая Но он шибко умный, конечно Так, что получается по Двое нинц Может не брать пекаря Может штурмаша прокачать Я же Игорька потерял У меня же нет штурмовика вообще Да, давай Будем качать штурмовика Пухом Гранатометчик, пулеметчик, рейнджер Снайпер, ниндзя Еще можно, кстати, одного бойца Поместиться, кажется Кто? Ладно, давай этого ниндзя Нет, он может пригодиться просто на миссии Второй гранатометчик Хорош Защита низкая только Рейнджер так себя Медленный рейндж Штурмовика Берса возьму Сто процентов проникновения Да блин Как мне этот интерфейс нравится Ой, как он мне нравится Так, хорошо Эксперт Так 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 А, уже девять, да? Все Все-все-все Производство предметов Это аэропатроны, которые не нужны Жилет из нано-волокна Нет сплавов, к сожалению Поэтому я бы Выдал Пару аптечек Жилет, кстати, из нано-волокна Есть у одного Надо взять Феликса И его одеть Модуль еще же нужно взять Улучшение оружия Глушак хорошо Лазерный прицел Лучше Дать Штурмовику И Ну это дополнительный крит 5% Раз Это Убервотч Устачевой позиции нет Так, глушитель тоже И рейнджеру, пожалуй Или второму штурмовику Давай Берсу Лучше второму штурмовику Еще персональный боевой модуль есть Ё-моё Хорошо, что я собирал Вот все эти вещи На Овервотч Мы, наверное, пулеметчику берем Правильно Почему у тебя пулеметчику нет? Убили, потому что Нет, есть Лиссари уже Кто тебе не нужен? Блин, все нужны Одного штурма Нужно убирать Ладно, давайте Пока Берсу уберу Лиссариуса Будем учить Можно было ему С штурмаша Снять На проникновение Бла-бла-бла Но нет Ему уже даем Аптечку Феликс с жилетом Сплава больше нет Бронебойные патроны Пока не берем Еще одна страховочная Аптечка К кому? А, Морозку еще можно взять Кстати Взяли Морозку Гранатометчик с гранатами Один дым Еще гранатометчик У меня два гранатометчика в тиме Ну вот Понятно Почему так Одному гранатометчику Возьмем повыше мобильность А, там Бонечка сой Е-мое Точно Саш 83 Поддержал ваш канал Суму 100 рублей Сосчай Миша Да Хорошо идешь Под сегодняшний стрим Уже выпил бутылку коньяка Осталось еще 0,25 Держись И ты держись Держись Это вжало, да? Коньячок-то, да? Слушай, мне захотелось коньяка Мы за здоровый образ жизни Я сто лет коньяк не пил И это вредно Нельзя Фу-фу-фу Фу-фу-фу-фу-фу-фу Один момент Забыл я его Ту-ду-ду-ду-ду Ту-ду-ду-ду-ду Устойчивую позицию возьму А, персональный боевой модуль Я еще забыл Защиту ниндзя Или штурмовику Есть улучшение Последнее Персональный боевой Рейнджеру Штурмовику У тебя есть персоналочка? Да, есть персоналочка Штурмовикам давай персоналке На защиту Продвинутый взлом Спеца нужно еще Может спеца возьмем? Взломайте терминал Специалисты у меня есть? Специалисты, мне кажется, охраняют Извините А, нет Да, усач Специалисты Все правильно Тогда мы сюда Косово-баневуру Отдаем Не хочет Кого оставим? Разрушитель ледокола Все Все Просто Миссия на взлом Миссия на взлом Модуль есть на взлом А я спеца не беру Надо было бойничек, конечно Ну ладно, не важно Опять не так Так Так, так Вот он спец Меняем ему Персональный боевой В взлом десяточка И даем ему И даем ему Еще, конечно же Медикит Пулеметчик Пулеметчик Лиссориус Штурмовик Берс И, кажется, второй штурм Нет, два штурма Гранатометчик Низит Специалист Пулеметчик Сейчас выберем Из последнего Так, а Низит Один есть? Есть один Низит Феликс Рейнджер Эксперта Скорее всего Да 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 Поехали Восемь Девять Разведанный Какой-то Это действительно Long War Long War Миссия важная Но есть у меня Лемминги На замену Есть Специально обученные Товарищи Надо Сейчас Можно на спеца Кого-то еще прокачать Вот еще новая цель Разведка работает Прекрасно Захватите Предмет Из поезда Найдите Улику Ну что Пекаря опять Отправлять Или Несси Какой-нибудь Это миссия Сложная На самом деле Я думаю Что даже Пекарь Не справится Давай Нессику Пока возьмем Там Мы с эвакуацией Будут проблемы Незначительная Будет Минимальная Поехали Поехали Замечательный Специально Необычный Лемминги Не, но Наш умеет Прятаться Правильно И может Помочь Это вторая Миссия Плотный Огонь Офицер 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 Я уж лучше Снайпа Наверное Хотя он Сможет Тогда Накидывать Вниз Вис Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Михаил Да Против Пси Атак Пригодился бы Ментальный Щит Да Нужно лишь Два Трупа Сектоида Один Для Вскрытия Один Чтобы Сделать Щит Дает Полный Иммун От Всяких Паник Атак И Майн Контрол Удачи Пс Экспертам В чатике Привет А не нужно Зумное Испытание Для того Чтобы Производить Этот Чумандер Сейчас Подождите Я думаю Может быть Павла Кузнецова Не он Несмышленый Нет Обычный Говорят Ясно Да Это Помогло бы Вот такие Тоже Лемингридские Миссии Выполнять Опа Не поколебилось Миша Хорошо Идешь Под сегодняшний Стрим Уже Выпил Бутылку Гранатово Высоко Осталось Еще 0,25 Вообще Лизе Гранатовый Литр Ну вот Адвент Ну хотя Не сила Возрастает Брат Восстановление После ранения Еще одна Миссия Минимальный Ученый Пять дней Эвакуируйте Это точно Пекаря отправлять Точно Пекаря Эвакуация ТП По его части Скадвач Пин Я бы ему На самом деле Уже начал Давать Улучшение Оружия Или какие-то Модули Если бы они у меня были Конечно же Броньку бы ему Конечно тоже Выдал Была бы она у меня Полетели Еще один ученый Куда мне столько ученых Мне инженер нужен Это что жаловаться Вообще По быстренькому Сектоида Лазерное оружие Сделаем Сектоида Вскроем Поехали Забери ресурсы Там один день Всего А вторую тему Качать Нет Так они Постоянно Меняются Или ты хочешь На эвакуацию Пятичасовую тему Идти качать Трех человек Брать Да Сканем Разведданные Ученые Работаем Мастерская готова Оооо Все Пошли Гремлины Пошли Копать Мне сплавы Нужны Тут только Материалы Тут со сплавами И два Как раз Гремлина Ой Хорошо Молодец Сколько 15 дней Хорошо Ой Хорошо Хорошо Тут 200% Минимальные Разведданные Найдите Улику Поехали Не берешь Хороших пушек Начнешь Рисковать Снова 3 сентября В смысле Новый Трех Да нет Сейчас вообще Все Изи Если не набирать Рекрутов Если заниматься Только разведкой И вот правильно Подходить к Уполнению Миссий Ну так Более грамотно Чем это было Раньше Можно еще лучше Подходить То Все хорошо Копаем Исследования Идут Миссии Выполняются Ученые Появляются Инженеры Ну тут Как повезет Новобранцы Новые Появляются Последователи Повстанцы Рискуем везде Ну лучше Поезд Обходить Потому что Поезд там вообще Вокруг него Все ходят Тут можно На мирных Напороться Но лучше Прийти Конечно К поезду Слева Дверь Вышка Мы как далеко Так Мне кажется Что нужно Вышку Обходить В общем Слева Риски Везде Риски Справа Шум Эвакуироваться Будем Скорее Сего Рядом С этим Зданием Нам Нужно Каждан Добыть Так Через крышу Только Сначала Окно Сэш 83 Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Миша Тебе правильно Пишут Дай гринку Морозную Гранатометику Давно Радиус Увенчив И начинай Всегда С нее Да Это правильно Что Тут Вижу Как Вообще Представляете Как тут Как там Быть Будем Ждать Когда Они Будут Уходить Если Они Будут Уходить И еще Пак Пошли Сулезья Здесь Венес Венес 1-5 Это Авенжер Мы Позитивная Конфирма Торет Пакет Поехали Авенжер Авенжер Только Давайте Вторые Ко мне Не пойдут Так Эти Вроде Они Стоят Стоят На Месте Я Еще Не Успеваю За Один Ход А Мне Нужно Успевать За Один Ход Если Я Подойду Это Может Быть Фланг А Иначе У меня Выбора Может Не Быть Если Ты Спрыгнешь Ты Не Вернешься Еще Ход Михаил Я Куверна Ё Пресекая Да Тебя Сейчас Планганули И сейчас Могут Плангануть Стоп А Че Те Не Уходят Не Ну Может На самом Деле Вот Сейчас Вызвать Рейнджер Сюда А Не Стрегеряться Может Быть Вниз Кто-то Побежит Может Быть Направо Кто-то Побежит Я Следующий Ход Сразу Сюда Взламываю И В противоположную Сторону Бегу Там Вроде Три Клетки Да Да Я Успеваю Отсюда Сходить Просто Надо Решаться Сейчас Делились Чтобы На меня Побежали Вправо Влево Вот Лево В принципе Меня Устраивают Вот Эти Тоже Устраивают Ну Более Менее Сейчас Отбегаю Сюда Соответственно Ломаю И На пол Хода Куда Пытаюсь Еще Свалить Настройка Спуска Кэш Данных Приклад А Заканчивается Ход А Вот Этого Я Не знаю Ну Тогда ГГ Естественно Хорошо План Дух Хорош Да Казалось Что План Был Неплох Леминги Нужны Но Рекрутов Я набирать Не хочу Я лучше Через Миссии Как там Так А здесь Нужно Продолжать Учить Тебе Нужны Нинзи С призраком Да Есть Пекарь С призраком Но Не факт Что Он Был Там Тоже Продержался Хотя Мог Б Плохо Конец Месяца Сто Баксов Дадут Два Ивента Бдительность Фактические Улучшения Внимательность Сюда я полечу Сто 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 Один Регион Материалы Так Нафармил А тут Готова Миссия Минимальный Развед Данные Эвакуация Четверочка Кажется Здесь Идет Основной Отряд Нужно спецов внедрять Действительно Стрейс Поддержал Ваш канал На сумму Сто Рублей И сообщает Михаил Привет Привет Хорошо Идешь Я встретил Одного Мелкого Сектоида Который Называл Себя Голумом И он Хотел Тебе Передать Тебе По секрету Что Ю Шел Нот Пас Да Знаем Мы такого Голума Однуляет Всего Адвент в регион Можно Меньшить Можно Говорят Что Можно Последовательность Миссии Которые Вообще Уносят Так 8 8 ходов У нас 8 ходов Нас Очень Много Это Типа Фарм Миссия Хорошее Место На самом деле Не Далековато Бежать Далековато Бежать Далековато Очень Далеко Бежать Есть Специалист У нас Кстати Но Начать Нужно С Феликса Раз Далековато 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 Никого Теперь Спокойно Забираемся Наверх Как будто Что-то Стригерило И мне не дают Второй Мах Да Обычный Ну да У них стало Побольше ХП Кажется Появились Да Появились Оглушающие Товарищи Но Повторюсь Это же Блин Третий Уже Месяц Подрывной Деятельности Понимаете Сможешь Сможешь Почему нет А может и нет Сейчас не переключаться На другого Либо он последний Либо я спунился Как-то Ааа Вот так Так Минимальный Да Минимальный Так Похота Еще тут У нас А давай Похота Сюда Я буду Воевать Я буду Воевать Вообще Ну точно Тем более Они прям Ко мне Идут Тут Два Тут Светошим Нужен Или Заморозка И Этот Чушь Только Бойнили Сначала Мисси Я не могу Учитывая Количество Ходов Пройти Мимо Них Вот К той Теме Если бы Была Миссия С большой Карты Или Какая Так Это у нас Да Морозная Да Морозная Начнем Просто Так Феликс Ты у нас Просто Идешь Дальше Чекаешь Пак Как Ниндзя Настоящая Есть Пацаны На Овер Встают Просто И Все Все Встают На Овер Состреляют Кроме Пуха Скажем Может быть Еще Одну Штармошан То есть Получается Ты Скидаешь Мороз Ты Овер Ты Овер Овер Все Да То есть Разветочка Это Run and Gun Кайлукс Поддержал Ваш Канал На Сумму 100 Рублей И Сообщает Миша Привет Привет Сижу С С Кто Он За Твой С Трин Выбер Прибит Ты Твоих С Осталось Еще Одно Держись Этого Надо Убрать Четыре Один Пять Хорошо И вот Все Этих мы убираем Сейчас может быть Дроид еще прилетит Мы его немножко Подобьем Там штурмаши есть Ну Ладно Давай Можно Хорошо А как ты тут Что ты руками машешь Слышишь Ты заморожен Василий 82 Пух Расчеты Не очень Да Блин А зачем Почему я дроида Ты не убил Трин Еще Лу Детский Аккуратно Не хочу Ниндзю Полить Я лучше Разведочку Сделаю Да Сейчас будет 50 на 50 Попадание Урон Там 1 2 С Критом 20 25 До свидания Так Давай Начнем Продолжим Точнее С Ниндзем Мне нужна Инфа Давай сюда лучше Никого не видим Дальше 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 пока не нужно Тут собираем Лут Ну вот так вот Двойной штукой Скорее всего даже Штурмовиком Подойдем Потому что тут И собрать можно И выстрелить нужно Расширенный магазин Планшет адвента Настройка с пуском Минус Так здесь подходим Может быть даже Без овера подходим Может гренку Одну кинуть А? Да Давай Хэвиком Одну гренку Кинем Чтобы у нас Больше оверочи Осталось Вот поэтому Просто попадем Снимем броню Чтобы штурмаж Добил Ну или кто-то Другой добил Не важно Броню сняли Хитов немножко сняли Но лучше Штурмовиком Его добивать Конечно же Опять 80% Наверное 75% Правда Так а что по взлому Дезориентация Видеосигнал Видеосигнал это что такое? Так Еще впереди У нас Зирение бойца Здесь Заинитировать Подкрепление Не-не-не-не Нет Так Так Эксперта подводим Здесь тоже Наверное Стоит подойти Больше инфы Вот она цель 65% Что ж вы Что ж вы такие косы Я уже могу ломать А нет Я могу ломать только вышку Она обрадовался Время есть Там Мега торопиться не стоит Штурмовиком я прибежал бы сюда Обоями причем Они-то как раз На овервотчах не помогают А если что Должны вписываться Прям Лучше так Оверв Пять ходов еще есть Может эвакуацию вызовем сразу же Эвак где-то посередине Давай Поехали Эвакуация 4 Сеть 5 Эксперт подходит Ты ждем Слушаем Справа Четыре человека Ой Там Трое обычных Ай Спылили под конец Это плохо конечно Дошли таким Так Ну здесь Штурмовики должны работать И наверное Ниндзя Я выхожу уже С сумраком Будем резать Друзья Так Тут и хэвик Тоже хорошо зайдет Там был ханкер Мне как казалось Там овервотч был Так Давай фул кавер Сейчас подрежем Немножко подрихтуем Сплэшем вот этих вот упырей Двоих Дальних Возможно Заденем сектоидом Я хочу убивать Просто Не получается Да И ну сектоид Это не такой опасный Главное Трупы сделай Да Давай так Двухмерных И этих Покоц Поехали Это раз На мирных Плевать Абсолютно Кэвик все равно Здесь ничего толкового Не сделает Пусть лучше Дэмэдж нанесет Повышая шансы Минус два Мирных И у того Два хита Два хита Хорошо Тут штурмаж Рананган Минус один Минус два Минус Да все тут минус Плюс еще Свободный Выстрел Топором И все Сложнее всего Кого добить Дальнего Дальнего Бережим к дальнему Нет Не бежим к дальнему Не торопись Топор По кому может попасть 79 Лучше добить Как раз Топором Дальнего Поляным действием Давай Азиктоиды уже Критом добивать Штурмажеком Это раз Это ориентированно Ориентировочно Вот так вот Дваз Ниндзя Хороший Здесь Рананган Ориентировочно Вот Ну либо так Либо так Посмотрим Куда второй Штурмажек Может бежать Да Вот он Как раз До сектоиды Бежит То есть Ты к сектоидам Тут проход Есть То есть Вот так Ты идешь Вланг Вышел А ты Идешь Вот этим Убиваешь Полуукрытие Полуукрытие Можно сектоиды Кстати оглушить Для надежности Ну 63 Крит Да ладно Убивай Даже если он Выбил Он будет Скорее всего Пси Или что-то делать Учитывая Фланги Ты этого Добивай Конечно Лут Собираем Вообще Класс Ребят Ребят Я вот Чувствую Что разошел С восприятием Сектоиды Ни в коем случае С светошумом Мы его просто Скорее всего Засопресим Для того Чтобы точно снизить Да Никаких флешбенгов Ничего Эксперт Под овер Спец Под взлом Работаем Он должен Сейчас Труп Поднимать Уходить Куда-нибудь Там С флангой Поднимать Труп Какой-нибудь Или делать Все Атаку То есть Ну Это Это Сектой Он Умный Это еще Четыре человека То есть По сути Никого Не осталось Здесь Да Три Кода У нас Есть Доцелем За Зомбаряка С Опыта Не дает Так Не хочу Подкреп Специалист Удет Ломать Сразу же О 50 на 50 А Простой Простой не буду Конечно Модуль Просто пробуем Разве данные Получить Надеюсь Ты не путаешь Часовых Обычных Ракетчиков Сержантов Путаем Путаем Это Все равно Сложным Для меня Так Лучше Вторым Штурмовиком Убить Потому что У него У него Патрон Дополнительный Есть Мало ли Что И еще Лут Офигеть Всех Убил Никаких Ранений Весь Лут Собрал Это Круто Все Давай к точке Эвакуации Двигаемся Тихонечко Точка Эвакуации Overwatch И И Все Передерегись Подкрепа Нет Я Улетаю Смотрю О Я могу Взломать Напоследок Попробовать Это Хорошая Фишка Еще Взламывать На Точке Эвакуации Удешь Пофиг На Подкреп Правильно Все Эвакуация Все Готовы Да Подкрепа Идет Ой Стоп Там Я Кого-то Оставил Все Штурмовика Забыл Давайте Ломаем Даже Неудачный Взлом Скачать Способность А Я Понял Царапина Кажется У меня Дефолт Я Не Менял Я Подкреплением 56 Запомнил Улетаем Чистейшая Миссия Так не хочется Сглазить Все так хорошо Идет Сейчас Ловила Получат Получили Разве Данные Получили Много Приблуд Ветро Лерия Там Еще Какое-то А Зачем Зламывать Систему Что Это Дает Там Уже Написано Там Есть и позитивные и негативные есть вероятность того вероятность всего я сейчас взламывал там он издавал кажется общий вид или там что какой-то баф на бойца говорят навык качается даже при неудачном взломе поэтому я попробовал это сделать все равно халявой все повысились пулеметчик лесориус точно в цель алиска гранатометчик давайте я гранатометчику сделаю все-таки саппорт теперь способность поддержки так не давай сапер и те что никто не мешает потом так звезда ринга одинокий волги скорее одинокий волк или 25 плане не хорошая штука давай звезда ринга кусач взлом 66 да ну это лавил об еще я не знаю сколько там дало спокойствие точно нет протокол нападения штурмовик пух молниеносный рефлекс берс тоже молниеносный но у них точно такая что лучше стрельбу не брать и еще на эксперта но он не получил расширенный магазин настройка спуска восприятие ядро эллирия это прекрасно просто я могу третий регион благодаря за вид данным сейчас подключать уже мег сопротивление ой харчу мег помните мег так только надо его привести в нужное место если я могу это сделать новая цель незначительно разведанные два дня найдите улику игнор лазерное оружие готово пистолеты так точно не радиус сопротивления я думаю надо сплавы сейчас как раз для пушек только не вскрытия давай короче препарируем трупы мег сопротивление мы обнаружили на нем отключен мег в хорошем состоянии подключить систему доставить ближайшее убежище так какое убежище мне важнее основное скорее всего да там где основная движуха идет давай летим сюда подключаем третий регион разведданные все дела и там скорее всего материалы фармим принесли да получается сюда уже мека да принесли нет ни сюда чему западная чему западную африку доставили его я же налево улетел доставили в западную африку козлы извините устанавливаем контакт 机 вы мы опряда так миссия минимальная ученый эвакуируйте випа из города это у нас пекарь пошёл мы . исследования хорошо пойдут сплавы и лазерное оружие оаааааа индж нужен очень нужен в тор何 копать из плавы и материалы и льдиум Центр военной технологии нужно строить В новом регионе я, скорее всего, тоже буду материалы подфармливать просто В основном буду разведданные Деньги, Михаил, не в деньгах счастья скрипка, ты чего? Не в деньгах счастья Хотя нет, надо было брать деньги, потому что я в Центр военной технологии бы построил дурак Уже сейчас Он бы строился Ай, торопишься Я думал, что я их уже взял Ладно, сразу после этой миссии Тут же просто, тут же пойду собирать Эвакуация ученого У меня есть, во-первых, минималочка, 6-9 По-прежнему адвент очень слабенький в этом регионе Этот уже с дополнительными обилками Теперь можно еще уменьшать обнаружение Но даже это, скорее всего, не понадобится Главное, определить направление И правильно эвакуировать ВИПа Бежать недалеко Через одно здание, крыша соседнего здания Подняться можно с угла ближнему Работаем Вообще опасно вот так вот делать Давай лучше вот так У нас ходов в церкви Змеи пошли Справа еще что-то было Да я випом не пробегаю просто Еще не поздно назад сходить От этого пака Четыре человека Это половина карты Да, давай-ка так Потому что я-то пробегу Аспирантом, но не пробегу Випом Убегаем Да, ой тут вообще крыши много Это мне на руку, на мой взгляд Я часть пути пройду Дай его так Хорошо тут чистым Забирайся, пробегаем Ладно, давай так Там могли они сверху Забраться на этот Прячемся Есть дым, помню об этом Они подходят сзади Я слушаю их Прямо срезаем Да, срезать надо Надо срезать Раз Два Может по половинке С ханкером уже двигаться Боюсь я Надо дистанцию держать От бега Слева Змея опять же Ох, опасно Давай сначала вот так Смотрим, где Никого Потому что ты в один ход добегаешь Михаил В один следующий ход Здесь, к сожалению, не все так радужно Держим дистанцию Держим дистанцию Слева, хорошо Змея Змея опять Так, смотри Наверное, вот так Надо было сюда выходить Конечно Я эвакуирую с пекарем Ученого Не знаю, получится у него выйти Не получится, не знаю Можно попробовать поаркадить Типа совсем им оббежать До предела Но есть вероятность Напороться на пак Но ты при спуске увидишь их Сколько тебе нужно до добегания? Еще чуть-чуть Может спуститься сюда и ханкернуть А хватит себе все равно до этого Мне не хватит Тут фланг будет Я справа никого не слышу Чисто теоретически Я могу Да, у меня выбора нет особо То есть они либо выйдут на меня Рано или поздно Пробежать я мимо не могу Мне нужно пытаться обойти как-то Но есть вероятность Что здесь еще паки Пакок не вижу Да как? Дошли все-таки Там еще станер Шансов нет Ладно, ученые особо и не нужны Мимо Да не хочу я на амбразуру бежать Я лучше вот сюда Вот на крышу как-нибудь Глядишь, получится их Обдурить Этот капец мобильный Они входят внутрь Это мой шанс, кстати Это мой шанс Сейчас забираемся на крышу И бачком, бачком, бачком Или совсем далеко Там забраться можно? Там станер близко Пять ходов Вот так, наверное Сейчас я еще пак все-таки найду Бегай так по картам Но по-другому Меня ловит другой пак Что это за кавр не спрятался? Я думал, что здесь кавр есть А вот и змея Отравление И стреляют Ты не добегаешь из-за два хода, да? Не добегаешь Ну я не видел Там, надо было понимать Короче, забей Пекаря спас В следующий раз будешь умнее Ученого не получил Но мог прокачать Товарища Жалко Жалко, 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 жалко Надо было аккуратнее Учитывая наличие ходов Сначала Посмотреть, что за этой За машиной Вдоль У нее пройти Уверить змею И сделать выводы Что как бы все плохо И обводить сразу Випа направо Тогда Век живи, век учись Наступные ресурсы Че, 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 че Я просто если ресурсы То сразу Хоп и все Срок Хоп и Центр О, еще одна цель Так и должно быть Шесть дней Захватите предмет Нашли Может специалист есть Может специалист есть Это как раз Улика, да? Захватите предмет На объекте Нет, это Это тоже надо брать Соло-пекарем Раз предмет Где он? Может ему арморчик Сделать Поехали А, это специалистом Ломать можно А есть ли у меня специалист Все-таки Был же специалист Да Давайте Усачем Попробуем Тогда Мобильность не та Естественно Пушку меняем У него в принципе С мобильностью Я бы гренку Одну убрал Хотя бы 14 будет Поехали Усача Усача Отправляем И сломает Для крепички Дать Forever Alone Задача Сейчас построить Центр военных технологий Ключевых товарищей Начинать учить Нужным Нужным навыкам Докопать до сплавов Деньги Игнор 150 Назад Центр военных технологий И ученого туда Да Придется его Делать здесь Ну нет времени Просто ждать Можно закинуть До Гремлина Не-не-не Мне сейчас важнее Материалы и сплавы Для оружия Все верно Подключаем сейчас регион И там чисто материалы делаем Хочешь отделаться А то сача А нет вроде Нужно специальную Эту миссию посылать Так Есть сплавы Новые исследования Леривы Рановато еще Все кто это долго Вскрывать Не Нужно еще Сплавов Чем он так Еще цель Да Миссии полным полно Персонал сопротивления Еще И 8 дней Тут вообще будет максимум Там 3-4 человека Топовых посылаем Ребята Топовых Вспомни что у тебя еще модули С прошлой миссии было масса Это миссия 12 Так точно Феликс Аспирант Алиска Пух Эксперта Надо офицера одного взять Давай-ка адвоката Касаткина Возьмем Все 6 человек Больше я взять не могу Морозную гранату Надо заменить Он эксперт На И модуль еще Нужно взять Дай-ка дым Хэвику Даем Гренку Вот сюда Вот гранату Очень важная вещь Лазерное оружие Может быть дадим Денег у тебя нет А так-то да Можно было Попроизводить Хорошо По модулям По модулям Что у нас есть А, по улучшениям оружия Настолько есть улучшение Расширенный магазин И настройка с пуском Расширенный магазин А, и персональный боевой модуль есть Меткость снайпера возьмем Пока что Пофиг Улучшение оружия Ладно Берем так Аптечек нет Это надо исправлять Снайпер может Трассировочку еще возьмем Да какие у себя Даже нет этих Снайпер уберем Аптечку На всякий случай Гранатомерчик с правильной пушкой Ниндзя с правильной пушкой Хэвик Хэвику тоже можно дать Вторую страховочную аптечку Уже пацаны Цены Штурм Рейнджер А винтовка же одна лазерная есть Точно Кто у нас там по мечам А у меня только один с винтовкой на самом деле То есть только на эксперта Да ладно Да увы Там же не только лазерная винтовка Мне же еще должны были дать другой И То ли пистолетик То ли еще что-то Случайно не дали Нет Поехали Шесть человек Там незначительное сопротивление То есть 10-12 будет Потому что избавиться от одного Хватит ли мне одного Если я избавлюсь Секунду Это важный момент 8-24 плюс 13 Умножить на 0 Ну 8 Равно разделить на 24 6 дней Восемьдесятых 6 дней Восемьдесятых Это 4 пятых От 24 Блин И часов 20 Часов 20 Да одного уберем Будет минималка Кого убираем? Снайпер убираем Летели Ну тут просто Вспомните Прошлую миссию нормально То есть тут ты идешь Вынужден двигаться вперед Миссия на время Снайпер не очень точный Пушка у него стандартная В этих ролях Очень хорошо решают Рейнджеры и штурмовики То есть они способны Двигаться вперед На полхода И убивать врагов Ну и ниндзи конечно же Так Здесь восстановление контакта Жду когда пушки поменяем Дробовики в первую очередь Так вскрыли Новое исследование То что что нам нужно Сканер Ментальный щит Лериевый реактор Лери даст И откроет исследование Я думаю что нужно еще разок Сплавы взять Троечку Потому что может быть я даже Не три пушки А больше смогу сделать К следующему разу Мантич Обучился Надо Мантича дальше И по возможности учить Но офицеров у меня уже трое Поэтому тут лучше не жестить Но я Мантича не могу Брать Как этого Как офицера Не будем пока тогда Никого качать Ой может так Нет тактики тоже Уверен что один Минус пол Убивание солдата Из отряда Да Ну там не факт что Сектойт во первых Может быть змея Полторы без змеи Регион подключили Я думаю это будет Чисто материальный регион Такой предаточный Сил адвента 3 кстати Тоже Почему змеи появились Сюда бы советника убежище Поставить никчемного Класс Ну и миссия сейчас будет Проникновение там я видел уже Сто двадцать три процента Стало быть Одна уже подходит Прям Вскрыли труп Ну и пора наверное Элериеву вскрывать Миссия минимальная Улика Разведданные Начать операцию Значительно проще играть Когда знаешь Что к чему приводит Вообще И я еще не все Блин знаю Но То что Масс миссии Разведданные Это такой Очень сейфовый Правильный вариант Много миссий Конечно у тебя Но Если определенным образом Некоторые там Что-то скипать Что-то решать Леммингами Или ниндзами Или специалистами На что-то вести Основной отряд На что-то второстепенное То как бы Все отлично И прокачиваешься Ты получаешь там Деньги разведданные Там прибамбасы Сейчас будет Миссия стосового Понятно Так вроде сообщалось Что материалы все время Не истощаются Да Но Ничего Еще время это не настало Еще нинжат туда конечно Стоит поставить Так усач Усач Сразу видим вышку Рефлекс 61 Тревога на карте Ну надо будет Ломать ее По возможности Конечно же Надо будет ее ломать Оооо Капец Туретка Три человека Четвертый человек Значит надо Направо уходить Срезком Да Видите Третий Третий уровень Адвенты И уже Змеи появляются Четвертый Тоже Мутон Минут 15 Я думаю Все Скоро закончим Товарищи Уже почти 12 часов Опорим Там дроид еще бегает Блин Это плохо Надо обходить Здесь тоже пак И этот на меня летит Гад А вот маневренный Он может флангануть Все Я не могу двигаться А если отключать Отключать без паники Давай Сто процентное отключение Это хорошо Блокер Вот еще чем Специалист хорош На таких миссиях Наиболее опасный юнит Который тебя палит Летает Он отключается Просто Паника не должна сработать Он просто упал Ничего необычного Все просто ломался Аккуратно 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 Пять ходов У тебя осталось Окей Так Мне нужен Визуальный контакт Второй этаж Окно Третий этаж Вот здесь вот Хорошо То есть я сверху Его вижу Мне нужно К лестнице Подбегать Окей Идут ко мне Идут ко мне Идут ко мне Этот Пришел в себя Все нормально Продолжаем Патрулирование Да Надо забираться В общем Надо сейчас Форсировать Забираться Наверх Вот так И я цель Вижу И кажется Вот это все Вообще То есть Два пака И пара дроидов Это мой Был дроид Тут нет Окна Все плохо Нужно К дырке Вообще Подходить Какой-то Я только Отсюда Его увижу А я Его не Увижу Капец Значит Что я Надо здесь Входить Как Вот Как Ну Например Здесь Окна Нет Давай Вот так Сначала Раз В этот Хот Или Не В этот Не Не В этот Окно Или Дверь Однажды Противник Такая Вот Как Такие Вещи Читать Вообще Мне Его Надо Выключать Сейчас То есть Мы Во-первых Вызываем Подкрепом Скажем Вот Сюда Вот На Крышу Не Вернусь Остальные Жене Не Спулены Правильно Пока Еще Мы Должны Блокировать Сначала Его Да Ниндзи Здесь Сдох Сразу Может Возьмем Под контроль Да Сейчас Конечно А Был бы Навык Если Я На Прошлых Миссиях Прокачал Мог Быть Взять Под контроль Это Вообще Помогло Мега Помогло Да Я Сразу Спулил Следующий Пак Выключаем Он И надеемся Что Новый Не Спулются Что Это Такое Тихо Тихо Один ход Есть Живем Ломаем Ломаем Специалисты Вот Специалисты Ниндзи Это Диверсии О Ультра Уровень Новый Повстанец В убежище Вот Все Таки 50% Давай Дотяни Сном Нет Обезвреженным И Следующая Эвакуация Фулкавер Дроид Пройдет С себя Я могу Спулить Но он Не долетит До меня Проходим Раз Снова Действует Он Меня не Видит Жище Видит Тихо 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 Только Не оглушение Оглушение Не достает Вроде Дезориентация Я Через окно Должен Выпрыгнуть Ребята Да А Ну еще Эвакуация О Да Давай так Я понимаю Что могу Спулить Но Лучше Отфлангу Уйти Главное Чтобы Не оглушил Он Может Тихо 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 Не Не оглушает Далеко Стреляй Просто Ее Миссия Выполнена Да Специалист Зауважаю Я Специалист Топчик Ходим Может Дроида За Ой Я же Могу Его Протоколом Нападения Убить Безейшая Темнейшая На На Скотин Может Лут Там Еще Унижали Одного Сломал Второго Сломал Взял И Улетел Красоте Да Безупречно Класс Еще Огрызнулся Убил Дроида Это Точно Левел Ап Класс Усач Такой Довольный Морда У него Рыжая Довольная Почему Ты Не Убил До Того Как Он Проснется Потому что Давнее Дезориентация Была Хотя Нет Можно Было На самом Деле Это Сделать Я Не Хотел Там Задерживаться Если Честно Просто Так Магазин Еще Какой То Окей Так Скоро Заканчиваем Уже Но Сегодня Продуктивно Да Продуктивненько Сила Адвента 3 Здесь Надо Продолжать Конечно Скорить Еще Цель Скрытое Событие Ретранслятор Пришельцев Надо Лететь Надо Лететь Всеми Лучшими Кого Смогу Только Найти Да Ну Есть Второй Состав В общем Один На задании Второй На задании Проникновение Тоже Товарищи По уши Занято Да Ну Соберем Тут Тиму Изи Соберем На 8 часов 22 6 человек Набирается Легко Специалисты Штурмовики Ниндзи Пулеметчики Гранатометчики Как бы Уже Все Ок И С этого Мы С вами Начнем Класс Наконец-то Начинаю Понимать Механику Игры Обузить Ее В общем Благодарю Вас За то Что Смотрели Завтра Скорее Сво Вечерком Тоже Будет Стрим Скорее Сво По Икс Чем Но Resident Evil Будет Отыгран До 7 Числа До Приезда Ледокола Ильдара Каримова Вот Но Пока Мне Икс Чем Конечно Больше Нравится Затягивает И начинает Получаться Это еще Больше Мотивирует Поэтому Ориентировочно Завтра Вечерком Снова Будет Икс Чем Хорошего Вечера Спокойной Ночи